Несколько минут стартуют все партии. Ну как, Сергей, ты готов к борьбе? Отдохнул хорошо? Да, здравствуйте, поздороваться не успел. Да, все отлично. Да, ну будем надеяться, что и в Хантамансийске участники не зря провели время и восстановили свои силы. Ну понятно, что те, кто проигрывал в субботу, в пятницу, им, конечно, пришлось тяжело. Ну а выходной день так или иначе позволил им наверняка в какой-то степени восстановиться. Давай, Сергей, пройдемся по сегодняшним парам и обсудим, какие пары у нас наиболее интригующие. Что тут интересного нас ждет? Я думаю, самое интригующее встреча – это Аранян-Свидлер сегодня. Итак, Свидлер у нас находится на отметке плюс один, Аранян в полтиннике. То есть не они лидируют, но тем не менее именно эту встречу ты выделяешь, да? Да, потому что мне почему-то кажется, что встреча Анант-Крамник должна закончиться ничьей. Мое мнение, что Анант слишком большой темп набрал. Пора ему угомониться немножко. Да, ну Арамник просто по своему дебютному репертуару не набрасывается черными с кулаками. Я тоже согласен, что… Последние 15 лет уже не ищет перевеса за черных. Ну, во всяком случае, за исключением каких-то критических моментов. В общем, в этой встрече, конечно, ясно, что будет, скорее всего, будет достаточно сдержанная борьба. А вот Аранян с Видлер тут, конечно, предстоит интересная драка. Но вот лично я жду все-таки какой-то дуэли в защите Грюнфельда. Как считаешь, Сереж? Честно говоря, я бы побоялся Петру идти в защиту Грюнфельда. Мне кажется, с очень сильными шахматистами у него там не очень хороший счет. Ну, то есть и Крамнику проигрывал, а Араняну, да? Проигрывал, да, вот именно с сильными. То есть слабых он вообще обыгрывает, у него ничьи почти не бывает, там такое впечатление. А бывают проблемы с сильными. Потому что дебют-то очень хороший, но, скажем так, периметр, по которому его надо держать, он очень большой, слишком конкретный сейчас дебют. Да, и… И поэтому… Петр, да, бывает, что-то неплохо вспоминает или что-то тяжело ему выйти из дебюта. Но это та же проблема, что была и у Каспарова с Крамником в 2000 году. Как раз, если помните, Гарри Кимович отказался тогда от защиты Грюнфельда, перешел в защиту Немцовича и чувствовал себя прекрасно. Третья партия дня – Корякин-Топалов. Вот тоже очень боевой поединок. Я ожидаю, что это будет сицилианское противостояние. Вот. Ну, что, на кого здесь поставим, Сергей? Я хочу на Корякина ставить, потому что мы ему авансов на третье место выдали, а пока не получается. Да, выдали, а он его не отрабатывает. Нет, ну, сейчас ему уже пора что-то показывать, мне кажется. Сегодня все-таки белая партия. То есть с Петром он, как нам казалось, стоял перспективно, но так и не перешел в Рубикон. Вот. И постоянно в цепь нота хотелось, мне кажется, чтобы он провел такую уверенную партию из дебюта. В общем-то, как-то почувствовал свою игру, что ли. Да. Ну, мне кажется, что здесь все-таки будет очень интересная дебютная все-таки битва. Сережа Корякин очень принципиальный такой дебютчик. И с Топаловым у них последняя встреча была, я помню, что в Паульсине, в варианте Паульсина с целянской защиты. И там Топалов одержал победу. Я думаю, что Сергею Корякину пора взять реванш. Ну и, наконец, четвертая партия сегодняшнего дня. Это Мамедьяров Андрейкин. Шахматисты, которые пока не блещут. То есть у них на двоих ровно ноль побед. Ну вот, Мамедьяров два раза проиграл, Андрейкин один раз. Два предполагаемых неудачника турнира на данный момент. Ну вот, кому из них отдадим предпочтение? Кто тебе кажется здесь более фаворитом этой встречи? Сложно сказать, пока Мамедьяров сейчас третью партию с четырех белыми имеет. Пока ничего белыми вообще не показывал. Хотя получил с Топаловым перевес, но это скорее Топалов, да? Да, Топалов. Сам себе придумал приключений. А в прошлой партии Мамедьяров совсем неубительно выглядел. Андрейкин, он шахматист такого плана, что он вторым номером лучше работает. То есть на контратаке, то тут может быть результативная партия, на мой взгляд. Да, в принципе, вот я считаю, что вероятность результата 1-0 и 0-1 здесь примерно одинаковая. То есть оба шахматиста, ну, наверняка, все-таки полны честолюбивых замыслов и все-таки надеются за что-то побороться. Поэтому, по идее, им отсиживаться на ничьих нет смысла. Тем временем турнир начался, дорогие друзья. Вы видите, как Владимир Крамник и Анант. Но все-таки по именам это самая такая центральная партия дня. Именно по именам, не по ожиданиям какой-то фантастической борьбы. Но все-таки экс-чемпионы мира, титаны мировых шахмат. Ну, они давние друзья-соперники. 20 лет борются между собой и с другими шахматистами за самые высшие цели. Сыграли матч на первенство мира. Ну, вот Крамник был очень близок к тому, чтобы выйти на второй матч с Анантом. Но не удалось ему в Лондоне опередить Карлсона. Вот мы видим, как Анант уклонился от защиты Немцовича. То есть, скромненько поставил коня на F3 с таким запасом прочности. Не знаю, мне кажется, что конь-со-3, конечно, ход посильнее. Но это моя личная точка зрения. Может быть, и Анант ее разделяет. Но другое дело, что в данной практической ситуации ему нет смысла действительно идти на рожон. Напоминаю, дорогие друзья, что сейчас Анант является единоличным лидером турнира. Сейчас с помощью наших режиссеров мы выведем на экран турнирную таблицу нашу, которую, я так надеюсь, что увлеченные наши зрители все знают. Но, тем не менее, для всех остальных мы напомним сейчас турнирную обстановку. Вот, вы видите, что идет борьба в первом круге. У нас двухкруговой турнир восьми участников. Российские участники с первого по четвертый номер, иностранные с пятого по восьмой. И вот лидером является Анант. На полочка от него отстают двое. Свидлер и Крамник. Вот такая российская группа преследования. Затем Аранян и Топалов имеют по полтора очка. По одному очку у Андрейкина и Корякина. Вот так молодые россияне пока держатся слишком уж скромно. Пора бы им, конечно же, проявлять себя. И, наконец, позицию аутсайдера пока занимает Шахриар Мамидиаров из Азербайджана. Вот первый круг идет полным ходом. Сегодня, кстати говоря, середина первого круга. Я, кстати, обратил внимание, что наши имеют столько же, сколько не наши. А, то есть у нас получается в борьбе... А, ну, понимаешь, а иначе быть не могло. Дело в том, что наши-то играли только с нашими. То есть было бы странно, если было бы иначе. Да, действительно. Кстати, это действительно ключевой тур, потому что чемпионат России завершен. Его выиграли Крамник и Свидлер. И, соответственно, чемпионат остального мира. Ну, первый круг закончился, его выиграл Анант. Вот. Так что теперь начнем выяснять противостояние уже действительно на международном уровне. Это будет очень интересно. Вот сегодня четыре россиянина играют против четырех представителей других, ну, дружественных нам государств. Так, на экранах по-прежнему остается Анант и Крамник. Мы, наверное, не будем сейчас сразу уж прям бросаться на позиции. Давай начнем все-таки. Ты думаешь, да? Сейчас я посмотрю, просто какие у нас позиции. Так, ну, если после коньевты задумался Анант. Хотя, по-моему, он пешку на Д5-то уже поставил. Так, значит, тут немножко отстает трансляция. Ага. Да, Грюнфельд. Аронян Свидлер — это Грюнфельд. Ну что, я думаю, что вот эту партию мы будем смотреть особенно внимательно. Корякин, Веселин, Топалов. Вот мои оправдания не ожидались. Корякин играет не Сицилианку, а сделал ход С2-С4 первый. То есть, получилась Сицилианка перевернутая. С4-Е5, да. То есть, ну, это определенный сюрприз, конечно. Что касается Корякина, ну, надо сказать, что в последнее время он все-таки начал немножко варьировать свой дебютный репертуар. Раньше у него была очень жесткая такая колея, железная дорога буквально, с которой он не сворачивал. Только Е4, но, правда, надо сказать, что играл хорошо, и, на мой взгляд, ход ему более подходит. Ну, хорошо это. Да, в общем, но жизнь заставляет и Корякина, и Свидлера, и других принципиальных таких последователей Остапа Бендера иногда сворачивать в сторону. Так что это будет интересная схватка в английском начале. Тем временем, Свидлер уже откушал пешку у Ароняна. Я думаю, что мы можем с этой партии начать. С Свидлера, да? Да, Аронян, Свидлер, давай. Ну, с самого начала надо потихонечку. Дело в том, что, ну, не все наши зрители, конечно же, погружены. Нам с тобой, наверное, скучно пока будет, но ясно, что многие... Уходов много сделал, надо показать. Да, надо показать. Поехали. Да. Грюнфельд. Чистой воды, без всяких хитростей, связанных с первым ходом С4, ладья Б1, рокировка, слон Ю2. Ну, ладья Б1 вот в середине 80-х годов стал очень популярен вариант. Мне кажется, в середине 90-х. Нет, 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 Сережа, я просто чуть-чуть постарше. В середине 80-х Чернин, Халифман и так далее. Храмник в середине 90-х во все играли еще. Нет. Еще играли. Нет, я говорю, он стал популярен. Может быть, но он продвинулся в середине 90-х очень далеко, до нищей продвинулся. Конечно, конечно, конечно. Ну, вот 30 лет развития этого варианта, конечно, много и дали дебютной теории, и сейчас здесь пока соперники скучают. Значит, тут принципиально играют черные. Сразу забрали эту пешку на А2. Ну, на самом деле, на ферзь А5 шаг. Ферзь Д2 еще древнее ход. Да, ферзь Д2 есть ход, но, конечно, после этого черные, как правило, получают неплохую. Есть надежные пути получения равенства. Да. Слон Д2, ферзь Д2, рокировка. Да, и здесь, насколько я помню, ход слон Ж4 наиболее последний точно считался, да? Да, но здесь достаточно много продолжений. Продолжений много, да. Даже А5 ход был. Ну, я сам его играл, да. То есть есть здесь, Б6 есть ход, слон Ж4. Так, Б6 и есть. Мне просто казалось, что где-то после хода слон Ж4, ладья Б7 очень длинно пошла далеко теория и закончилась ничья. И как-то вариант пошел на спад. Хотя мне всегда казалось, что есть опасность из-за черных. Вот в основном они связаны с тем, что там можно все не вспомнить. Слишком конкретная игра идет. А у белых, в общем-то, белые ничем не рискуют. А у черных очень долго и очень обязывающие ходы в этом варианте. Очень их много нужно делать. Можно просто ошибиться. Сейчас, я думаю, что с появлением компьютеров еще больше, еще шире стал этот вариант. Еще больше этих ходов. В общем-то, возможно, с этим связано, что белые к этому варианту вернулись. Итак, сейчас сыграно все-таки, тем не менее, Б6. То есть черные... Ферзь С1. Да, но после Б6 у белых тоже был достаточно широкий выбор. Там слон Ж5, ладья С1. Еще бог знает что, но ферзь С1 основное продолжение. То есть белые собираются... Дальше уже партия сыграла. Давай все-таки вернемся к Ферзь С1. Белые собираются вывести слона на С4. Вот важно, конечно, слона вывести на боевую диагональ. Ходом слон Б7, как черные сыграли. Черные предложили ничью фактически. Слон С4, ферзь А4, слон Б5. Вот теперь белые могут зафиксировать ничью повторением ходов. Но, конечно, кто же согласится. Ладья Е1 на основное продолжение. То есть белые защищают пешку Е4, сохраняют центр подвижным и монолитным. Ладья С8. Я так понял, еще не начинали играть слишком быстро. Это все теория конца 80-х годов. Это все было известно, когда я еще в МГУ на физфаке изучал разные фундаментальные науки и даже не помышлял о шахматной карьере. Так, Ферзь ушел на Д1. Так, дальше что последовало? Ферзь С2. Ферзь С2. Да, черные, конечно, готовы поменять Ферзей. Да кто же им даст? Ферзь Е2, конь С6. Уже ход сделан. Да, вот конь С6, ход относительно редкий. Как-то Ферзь на С7 очень часто уходил. Но конь С6, ход популярный. Так играли Грищук и Широв. То есть есть на эту тему партии. Но это уже середина 90-х. Это Латье Широв, Полуляхов, Цышковский, Лаброн. А, и вот из последнего, кстати, Аронян-Грищук, 2013 год. Вот это интересно. Так вот, в былые времена, дорогие друзья, здесь и белые играли слон Д3. Вот так отгоняли Ферзя на А4. Покажем? Да, давай. Покажем. Вот, ну, во всяком случае, Латье Широв, вот одна из первых партий, слон Д3. Слон Д3, Ферзь А2, слон С4. То есть опять слон возвращается на эту боевую диагональ. Здесь важно понимать, что где-то удар на Ф7 может прилететь, как тот самый волшебник в голубом вертолете. Значит, Ферзь А4, слон Б3, Ферзь А6, Ферзь Е3. И вот, кстати, сказанное мной, сейчас мы увидим. Конь А5 сыграл здесь Алексей Широв. Это Белград, 1995 год. В общем, предание старины глубокой. Слон бьет Ф7, король бьет Ф7. Вот такая вот песня. Конь Ж5, да? Да, конь Ж5, король Ж8, Ферзь А3. Ну, как ни сложно догоняться, в анализе ведет к равенству. А6, Ферзь Е6. Ну, давай покажем просто до конца. Король Х8, ладья Е3. Ну, это ладье так атакует. Ну, в середине 90-х очень мощный был шахматист. И надо признать, что был опаснейшим конкурентом для всех сильных мер всего. Б5. Вот так Широв подключает Ферзя к обороне. Конь Ф7. Король Ж7. И конь Ж5 ничья. Дело в том, что брать коня, конечно, нельзя. Ладья А6, Ферзь Ф7 мат. Вот так партия закончилась в ничью. И, конечно же, это одна из проложенных тропинок, которые все должны знать. А вот возвращаемся к 19-му ходу. И, значит, во встрече. Именно Аранян-Грищук, Пекин, 2013 год. То есть это были быстрые шахматы. Последовал ход Е5. Вот здесь. Вместо слон Д3. А, у нас на 19-й у нас повторяли там что ли, да? Не-не, все нормально. Может быть, я ошибся. Итак, вместо хода слон Д3 последовало Е5. Вот я сейчас посмотрю, не сыграл ли так у нас? Думает пока. Думает пока. Думает пока Ливон Аранян. Но давай покажем просто, что там было. Как Ливон, что Ливон здесь придумал. Е5, конь Д8 сыграл. Грищук. Ну, ход с одной стороны вроде не очень красивый. Но с другой стороны слона на Д5 поставить хочет. А какой на Е6? Д5, наверное, погражили белую при случае. Да. То есть пешка могла пойти. В общем-то ход идейный. Слона немножко открыли. Д5 защитились. На Е7 прикрыли. Так много идей. Ну и ладья С8 тоже как-то работает. Да, во всяком случае слон на С4 уже не будет таким касаться. Еще последовало слон Д7. Ладья СБ8. Вот военные хитрости. Ну, на С7 нельзя было из ладья С1. Да, ладья С1. Аш4. Ну, это война. Это война настоящая. Слон Д5. Ну, белый тоже здорово рискует, потому что со стратегической точки зрения ослабили в центре позиции. Ладья БС1. Ферзь А2. Конь Ж5. Очень интересно. На Аш6 Ливон ответил конь Аш3. Ну, вот достаточно такая интригующая завязка была в этой партии. В итоге партия закончилась ничью. Ну, это были быстрые шахматы. Понятное дело, что, скажем, Свидли очень глубоко все это изучил. И Ливон, вот, он, наверное, вспоминает, что же у него здесь есть еще за пазухой. Сейчас, может быть, вытащит какой-то камушек. Сейчас мы видим Ливона Григорьевича на наших экранах. Вообще он не склонен в дебюте к каким-то долгим раздумьям, там, где он все очень хорошо знает. Ну, я так трактую это, Сергей, что Ливон выбирает. Ливон сейчас вспоминает и пытается выбрать то, что может оказаться приятным соперникам. Я могу сказать еще по моему собственному наблюдению, даже если Ливон не знает, он пытается играть свежо. Он тоже сильно долго не думает. Есть такое у него. Ну, белыми, по крайней мере. Но он легкий шахматист. Да, нет, ему вообще, когда он играет так свежо, если получается хорошо, да, очень, то все получается. Вот, кстати, в Вейконзе мы видели как раз такую довольно легкую игру, ажурную. Но вот понятно, что в статусных соревнованиях на чемпионате мира соблюсти эту легкость и, с другой стороны, играть достаточно ответственно, все-таки принимать решения взвешенные, качественные, это очень непростая грань. И в Лондоне он этот баланс нарушил. Во втором круге он все-таки начал в какой-то момент тоже играть, ну, настолько уже сверхтворчески, что стал просто крошиться, сам себя переигрывать. Ну, вот, я думаю, что пока нет оснований для подобных подозрений. Да, в первом круге, в первом туре он проиграл Ананду, но еще рано подводить итоги, рано делать выводы, почему и как это произошло. Нужен серьезный и глубокий анализ. Приятно то, что Ливон вернулся в борьбу, вернулся на отметку в 50%, у него есть хорошие шансы. Но вот сегодня, конечно, очень важный день, потому что он играет с человеком, который опережает его пока в турнирной таблице. Причем Свидлер опережал бы еще больше, если бы в третьем туре все-таки довел до победы партию с Крамником. Но мне кажется, вот партия с Крамником пока лучшая в первые три дня. Как ты полагаешься? Вот Свидлер-Крамник мне партия больше всего понравилась. Хотя Свидлер-Карякин, ой, извиняюсь, Крамник-Карякин тоже приличная партия, да? Интереснее, мне кажется. Интереснее, да. Ну, вот тут, видимо, все равно результативная партия где-то кажется чуть-чуть поинтереснее всегда, чем ничья. Хотя это, наверное, субъективная точка зрения. Ну, наверное, сопоставимая партия, да, по своему напряжению, по своему содержанию. В общем, это действительно интересно, и российские шахматисты радуют нас пока. А вот смотрите, Ливон сейчас мечтательно смотрит вдаль. Ну, мне кажется, для нас это повод обратить внимание на другие партии. Так, значит, кто? Анант Крамник? Посмотрим, как играют старшие товарищи. Ну, смотри-ка, далеко не ушли. А, ну тут, а тут дебютная подоплека. Понятно, что кто-то от кого-то чего-то не ожидал. Итак, Д4, конь Ф6, да? С4, Е6, конь Ф3. Здесь был сыгран жесткий ход Д5. Да, и на конь С3. Последнее время... Он не сыграл Ж3, а Анант, да? То есть Анант же... Здесь, да. А в Каталоне... А в Каталоне у белых здесь, то есть можно Ж3 ходить. Да. Последнее время даже Е3 удивительно популярно. Вот удивительно популярно. Слон Ж5, кстати, удивительно популярно. Е3-то, наверное, ничего не дает, а вот Слон Ж5... А Е3, знаешь, какой из идей? Потом сыграть Б3, то есть не торопиться, а вот Б3... Не дожидаешься С6, но Е3, С5 очень... Нет, Е3, вот теперь ход от черных ждем. А что ждем? Ну, дождемся, С5. А вот на Слон Е7 уже Б3. Почему? Зачем? А, С5, то есть идем просто в этот... Ну, это надежно сейчас. Второж, да, конь С3. Нет, скажем так, ну и Слон Е7 ничего надежно, Б3, это просто же игра, вряд ли там темп такой существенное что-то имеет. Слон Ж5 стала популярна в последнее время. Коня на Д2 где-то хотят выставить на Слон Б4. А на конь С3 мало что получают белые после Слон Е7. Ферзевый гамбит на редкость... На редкость хорошо сейчас стоит. Ну, Слон Ф4, А3 все-таки есть там кое-какие проблемы. Никаких после С5. Ну, вот не знаю, по всякому случаю, статистика говорит о том, что в последнее время появились. Ну, вот Крамника там не будет проблем. Они одну партию в матче сыграли, и Анан просто перестал играть какой-то С3 с ним. В матче? Ну, в матче одна партия была. Так это 2008 год. Ну, нет, я говорю... С тех пор там ничего не изменилось для Крамника, я тебе точно могу сказать. Там нет ни одной проблемы, нет вообще. Вот. Другое дело, что... Во всяком случае, мы об этом не знаем просто, да. А, ну, Крамник знает. Да, вот ДЦ, в принципе, тоже ход очень мощный. Там теория почти, как сказать... Ну, это венский вариант. Венский вариант, ну, кроме одного из разветвлений самого, скажем, принципиального, где там, помнишь, три пешки за фигуру. В остальном, чуть ли не форсированные ничья, говорят знающие люди. Ну, вот как раз знающие люди сейчас сидят за доской в Кантамансийске. Вот посмотрим, что знающий человек Анант продемонстрирует белыми. Сыграет он сейчас Е2, Е4 или слон Ж5. И начнется у нас война. То есть Е4, слон Б4, слон Ж5 и так далее. Там есть большое количество разных интересных вариантов. И, ну, вот соперники сейчас собираются с духом и вспоминают мегатонны своей дебютной подготовки. Другой ход еще Е3, конечно, пойти просто, непринципиальный. Ну, тогда... Принятый ферзевый. То есть, да, с конем на С3, который... Совершенно безопасно. Совершенно безопасно. Да, то есть это известно уже. Я, честно говоря, все-таки ожидаю от Ананда, ну, какой-то демонстрации дебютных идей. Мне кажется, Е3, ну, очень разочарует лично меня. Но посмотрим. Знаешь, ну, тут два хода, Е3 или Е4. Раз думает, значит, все-таки где-то Е3 у него в голове сидит. Ну, может, Слон Ж5? А Слон Ж5, тут С5, там Слон немножко не по делу стоит. Ага, то есть, да, с Е4 начинает точнее. Итак, ждем реакции Ананда и смотрим на партию Ковякин-Топалов. Там далеко ушли. Да, там соперники не стали друг с другом церемониться. С4, Е5. Ну, что, сицилианская защита в первой руке. Конь С3, Конь Ф6, Конь Ф3, Конь С6. Но тут есть свои тонкости, связанные с тем, с порядками ходов. Ж3, Д5. Ну, если черные хотят пойти Д5, им отрепятствовать нельзя в английской защите. Играть именно вот такой вариант. То есть, он по-разному иногда получается. Иногда белые коня на С3 не выводят. Иногда на Ф3 не выводят. Свои есть идеи там и там. Даже Е3, Конь Е2 появилась. Да, да, да. Но вот такая позиция при желании белые могут всегда получить, если черные хотят пойти Д5. Во что бы то ни стало. И надо сказать, что очень солидный вариант Д5 на самом деле. Сейчас это, кстати, одно из популярных направлений стало Слон Е3, Ладья С1. Раньше белые вот здесь пытались Ладья Б1 играть. Ну, да. Теория уходила вот в таком русле. Или А3. Ну, А3, Б4. А3, Б4. Скажем так, достаточно. Вот, Б4, Слон Е6 здесь играли. Ну, да. Теперь Ладья Б1, Д3 есть ходы. В общем, позиции где-то схожие и достаточно надежные для черных. Скажем, даже обоюдоострые. Здесь у Слон Е3, Ладья С1 более свежие. В последнее время именно так играют. Ну, на самом деле, это очень старые продолжения. А на самом деле, если перевернуть, это старые. Да, очень старые. Ну, вот сейчас Камский обыграл так с Видлера. То есть есть партии на эту тему. Новые какие-то идеи здесь возникают на уровне нюансов. Но выясняется, что не так просто все-таки здесь получить четкое равенство. Бодьба. Здесь везде бодьба. Конь Д5 надо, видимо, выходить обратно. Рано или поздно. Конь Д5, Слон Д5. Давай я сейчас посмотрю, какие продолжения сейчас популярны. Ну, я сейчас играл с этим, с Моффисяном вот совсем недавно. Ну, давай покажем. Конь Д5 сразу. На самом деле, там можно Конь Д5. Сам Корякин играл черными. Конь Д5, по-моему, надо сразу выходить. Все равно без этого не обойтись. Но альтернатива какая? Ф6, да? Нет, есть еще альтернатива на Ф5. Но как раз вот пешку лучше на Ф5 не ставить. На Ф6, знаешь, там где-то все равно под Д4. Можешь попасть. Видимо, до Д4 сразу на Ф6. А Ф5 тогда игр начинается. Конь А4, Слон Д5. Как будто с переменной цвета. И ладья на С1 мощнейший стоит. Ладья С6 постоянно жертвы качества грозят. Поэтому Конь Д5 практически почти обязательно здесь выходить. И, в общем-то, ничего страшного нет. Очень похоже на, скажем так, на дракон с переменной света. Но черные при этом много темпов потратили. То есть они ушли на Б6, обратно пошли. И так без темпа играют. Хотя позиция очень здоровая у черных. Вот в упомянутой мной встрече Камский и Свидлер. 2013 год. Как раз Свидлер играл Ф5. Вот такой достаточно агрессивный. Вот это как бы считается... И тогда Конь Д2 еще план интересный. А белый А3, Конь Д2, Б4 начинает идти. Да, тоже ничего Слон С5. Так, ну кто здесь из таких сильных людей еще отметился? Ну, достаточно много здесь партий. Причем 2013 года. Мамедьяров черными играл Ф5 против Ван Кьюи тоже проиграл. Потом Мамедьяров уже играл Конь Д5 с Грючуком. Ага. То есть вот здесь... А Крамник играл Ф6 в 2009 году против Иванчука. То есть здесь все-таки есть кое-какие разночтения. Но вот, Сергей, раз ты считаешь Конь Д5 сильнее всего, Ну, давай посмотрим, что после Конь Д5 будет. Так, а сейчас так и сыграет, скорее всего. Да? Я думаю. Конь Д5, да, вынудил взятие. Слон Д5. Ферзь А4. Вот такая позиция играется. Вот, теперь Корякин, по-моему, сам с Карамником играл А6. Можно играть и в 6 потом А6. Так, смотрим. После Ферзь А4. Ты знаешь, что-то я Корякина здесь не вижу. Может, какой-то ход был включен? Может, А3 вместо Ферзь А4, тоже возможно. Так, давай сейчас вернем на один ходик. Так, сейчас. Все еще не видишь? Сейчас, 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 сейчас. Ну, база просто ищет, ищет. Здесь перестановки ходов очень важные учесть. Так, странно, вот Корякина нет почему-то в базе. Может быть, все-таки какое-то включение здесь еще было. Аронян Целликов есть? Мемориал Тали, да? Угу. 2013, да вот нету, Сереж. Вот мегабаза, она такая, она очень объективная штука, но нету просто. Странно. Вот нет. Ну, может быть, что-то похожее. Что-то похожее было? Нет, нет, ну как похоже. Было точно так. Серьезно, да? Конечно. Ну, не знаю. МВФ6, А3, А6, потом ладья Ф7, там. Коромник играл Конь Д2, они меняли потом слонов, потом меняли Ф3. Ну ладно, давай покажем просто идеи, то есть структуры без относительно вот конкретных бальзинков. То есть чего здесь хотят белые? Куда они? Да, белые хотят вообще, если им дадут, пойти слон С5, поменяться и загрузиться по линии целлодиями. Да, максимально. Тогда уже будет неприятно. На ФД7 они Конь Е5 готовы уже. На ФД7, да, готовы Конь Е5. Поэтому черные здесь или А6, такой, скажем так, многоплановый ход. Где-то есть еще идеи ФБ5 напасть. Где-то какая-то тактика редко проходит, но бывает. Но вообще идея слон С5, и черные к этой идее готовятся. Черные, в свою очередь, хотят где-то побить слон С5, побить на Ф3 и пойти Конь Д4. Я поэтому здесь играл А6, по-моему, на А3. Я пошел Ладья В8. Что-то я, честно говоря, не уверен. Может быть, я Ладья В8 начинал, Ладья Д1. Да, идея-то очень простая. На слон С5 всегда бью, бью и Конь Д4. И вообще, честно говоря, слон Ф3, Конь Д4 практически нет защиты. И после этого, честно, мне казалось, играть-то Белые перестали особо. Ну вот, как видишь, пока не перестали, так что посмотрим. Чуть туда, чуть сюда, один ход вправо-лево. Посмотрим. Так, а сыграно Ладья Е8. То есть вот все сказанное нами, дорогие друзья, остается пока в стороне. Топалов не играет Конь Д5. Вот он идет, как известный революционер, своим путем. Ладья Е8, ход относительно редкий. Но, дорогие друзья, вот не знаю, может быть, это все взаимосвязано. Но статистика здесь у черных потрясающая. 5-0 в пользу черных. Правда, партия, конечно, была относительно немного. И белыми, ну не знаю, только здесь Вагонян и Андреасян есть против Романишина и Гуревича. Соответственно, а так достаточно редкое продолжение и, ну, достаточно давнее. Из последних партий только, ну, вот Тикканин черными так играл. Но, в общем, совсем не звездная партия. А3, Ф6. Накад что-то под Д4 стоят. На Ф6 уже Д4, мне кажется, заслужит внимания. Ну, давай покажем. А3, Ф6. Я, честно говоря, думаю, что у Ладья Е8 тоже перестановка будет. На А3 пойдет Конь Д5. То же самое, возможно, получится. То есть, Ладья Е8 может оказаться полезным ходом, да? Да, там, знаешь, там настолько позиция тонкая, неконкретная, сложно сказать, что полезнее. А давай посмотрим. Вот Д4 действительно сильная идея? Нет, пока, наверное, пока пешка не на Ф6, наверное, нет. А вот тут я бы подумал, что это в пользу белого должно быть. Ну, только пешка стоит на Ц6, да? Страшно, вообще ничего нет. В принципе, ну, если посмотреть эту позицию, позицию, которую вчера играли Мамедяров с Анандом, то здесь как-то, мне кажется, поинтереснее в белом. Хотя, наверное, страшного ничего нет. Ну да, то есть, тоже Конь на Ц5 может идти, пешка Е2 потом может... Потом где-то на Е4. Тут тоже, знаешь, Ц4, поле на Ц5 пока Конь обеспечивает. В общем, белый претендует на маленький плюс. Пока претендует. Итак, сейчас Корякин задумается, а мы посмотрим еще одну партию, оставшуюся у нас. Это Мамедяров Андрейкин. Здесь у нас что-то антимиранское, дорогие друзья. Нечто антимиранское. Сейчас посмотрим. Итак, сначала Д4, Д5. Ц4, Ц6. Конь Ц3, конь Ф6. Е3. Е3. Ну, вот это уже антимиранские игры пошли. Конь Ф3, да? Не А6 он пошел, но разницы никакой. Ну, А6, вот это тот вариант, который в матче Гель Фонтанант активно изучался. Да, это сейчас так оно и есть. Перешли к нему. А3 ход не был сделан. Хотя у него репутация не очень, в общем-то, такая. Не агрессивная. Да, не опасная, считается. Даже можно ДЦ переходить в принятый ферзовый. Без темпа, получается, у черных. Но конь на Ц3 и А3 не самые полезные ходы. Есть какой-то такой вариант. Хотя, наверное, белые здесь будут пытаться что-то подобное делать. Использовать слона все-таки с А2. Есть идея, скажем так. Да, а конь Д7, мне кажется, наиболее часто встречаемый ход. Теперь уже, если слон Д3, то возьмут. Да, конечно. Ферзь А2 надо. Да, получается шикарный Миран вообще. Но вот здесь уже, мне кажется, очень недурно смотрится. Ферзь А2 уже сыграно, да? Да-да-да. Вот так вот здесь уже недурно смотрится. В чем я вспоминаю, что какие-то партии были. Вот теперь сюда. И, по-моему, били ферзьем. И хорошая позиция была. Ну, наверное, что Мамедьяров имеет. Я не верю, что он третью партию уже без дебюта вышел. Просто так. И у него опять славянская. И опять нет идей. Такого не может быть, я считаю. Ну, пока думает Андрейкин. Дело в том, что вот вопрос, кто из них без дебюта. Потому что мы говорим о двух людях, которые как раз в дебютном плане, ну, нет у них такого грозного авторитета, как у других участников претендентского пробега. Но вот у кого из них хуже дебют? Хотя ясно, что по сравнению с другими игросмейстерами, с обычными игросмейстерами, у них дебют, наверное, в порядке. Нет, дело в том, что не то, что нет дебюта. Скажем так, Мамедьяров разыгрывал. Но он разыгрывал две славянские. Хобби не самые принципиальные. Хотя в последний ферзь С2-то играть можно, но там он ничего не получил. Вообще непонятно, боролся ли он за перевес. Такое ощущение, что как-то сразу на уравнение стал играть. Здесь все-таки можно на что-то еще рассчитывать. Ну, вот я как вижу по мегабазе, все-таки сейчас наиболее популярная реакция действительно взятие на С4, Б5 и С5. Вот, ну, понятное дело, что исследователи... Вот, например, Калякин слон Д6 здесь играл, не опасаясь каких-то зажимов. Это что получается? Это с ходами А6, А3? Да, антимиран. Вот А6, А3, но тут у белых на ферзевом фланге кое-какие плюсики могут образоваться. Конечно, шаха на Б4 нет. Уже вот вариант Е4 может... Оказаться повыгоднее. Да, тут же слон Б4, шах, основной ход. Но есть Е5, да, Е5 и 2-0, но там можно ферзя пожертвовать. Кстати, я знаю, что Мамедьяров с удовольствием жертвовал такого ферзя, то есть Е5, ДЕ, давай покажем. Е5, ДЕ, 2-0, взяли на Д6. А тут надо брать, тут может быть уже какой-то и слон И4 ход, там же все время с шахами, все идеи на шахе рассчитаны. Нет, ну вот просто без включения... Ну, давай идею покажи. Мы шли в недавнее время. Ну, потом белые играют 3-0. И все-таки компенсация за ферзя колоссальная. Так это древняя позиция, да? Да, конечно, конечно. А включение А3, А6 скорее только усиливает здесь акции белых. Так что вот, наверное, что-то такое лелеет сейчас такую мечту азербайджанский шахматист. Но пока Андрейкин не отреагировал, мы, наверное, имеем право посмотреть на другие партии. Давай вернемся к Ананду. Конечно. Вот же он сделал, наверное, уже. А, да, пошли венская играть. Итак, у нас прямой вариант из венского варианта ферзового гамбита. Так, значит, было сыграно Е4, да? Да-да, ой, я уже... Е4, слон, Б4. Сергей, тебе же интересно там поглубже. Да-да-да, я проскочил. Не все зрители понимают, как это получилось. Слон Ж5, С5, вот основное продолжение. СД, конь Д4, размен на С3. Вот здесь уже тоже есть разветвление. Ферзь А5, слон Б5 считается основным. Конь БД7, размен на Ф6. Взятие на С3. Ну, такой принципиальный вариант. Крамник идет на принцип. Ну, ты знаешь, Сереж, я общался с Крамником, когда ему было 16 лет. Это было... Вот еще Советский Союз существовал. И тогда Крамник в свои 16 лет этот венский вариант знал просто превосходно. То есть... Только за белых. За белых. Он за белых его играл. Играл блестяще совершенно. Но сейчас он по-прежнему остается здесь главным специалистом. На его партиях строится теория. Так, давай посмотрим. Ферзь Сатышак, Король Ф1. Угу. Ж, Ф, Х4. Х4, да. Х6, Ладья, Х3. И Ферзь Б4 только что отошел. Это все центральная базовая теория, которая сейчас здесь активно развивается. Развивается она как раз с начала 90-х годов. Вот как раз 91-й год. Здесь вот первые партии. И, кстати, в начале 90-х, дорогие друзья, здесь Ферзя отводили только на А5. Но Ферзь Б4 уже... Это уже такое современное достижение. Сейчас я могу сказать, сейчас, конечно, компьютер... Убивает. Убивает этот вариант. Ну вот, например, можно перевести партию Грищук-Крамник. Москва, 2-0, 11-й год. Это, по-моему, в суперфинале просто было. Значит, Слон Е2 сыграл Грищук. Конь Е5, ответил Владимир Борисович Крамник. Ну, идея Слон Д7 развиться, да? Ладья С1, Ферзь Д6. Ладья С2, Слон Д7. Ну, так вот черные с одной стороны придерживают короля в центре, а с другой стороны, если что, он может куда-то убежать. Ладья Д2, Ферзь С7. Ладья С2, Ферзь Д6. То есть, походили-походили, согласились на ничью. То есть, Грищук ничего не продемонстрировал, Крамник вот так сделал ничью. Но очень интересно, Сереж, ты понимаешь, да, что ведь это же явно Анант что-то сейчас достанет из своих запасников то, что он к чемпионским матчам готовил. И вот для меня, наверное, совершенно очевидно, что Анант сейчас что-то продемонстрирует именно из своей подготовки предчемпионской. Я, честно говоря, убежден, что если черные хорошо смотрели эту позицию, здесь могут не вспомнить, но вообще объективно вряд ли. Здесь современный компьютер, это просто в ноль позицию. Да, но хорошо. А если, я имею в виду, что белые могут как-то проверить черных. Вот то, что ты говоришь о Грюнфельде, да? Так и будет. Нет, здесь Грюнфельд очень большой периметр, здесь как раз более сжата позиция. Ну, и раз Анант сюда идет, значит, он нашел какую-то проверочку для соперника. Ну, какой-то редкий вариант, который у компьютерной линии, не первая линия. Как бы он пошел, кстати, посмотрим. А, посмотрим сейчас. Так, на самом деле, и четыре линии примерно изучаются. Я тебе могу сказать. Изучается-то много, а что помнится? Вот в чем вопрос. Это не помнится, четверть и помнится примерно всего. Вот, кстати, сам Крамник, он же в интервью очень жаловался. Ну, как жаловался? Просто констатировал тот факт, что ему приходится очень много зубрить перед партией. Перед партией там буквально два-два с половиной часа зубрежки, но это очень тяжело. Я думаю, это не только Крамнику, и все равно все вспомнить не удается, даже в помине. Но ему, как лидеру нашей дебютной сейчас подготовки всего мира, приходится просто помнить больше, чем другим. Потому что куда ни сунешься, везде Крамник должен все знать. А чтобы все знать, надо все помнить. Это колоссальная работа. Давай посмотрим, слон Е2, да, было в этой же партии, сейчас конь Е5 играл, да? Вот он играл конь Е5, но, возможно, давай я сейчас посмотрю. Странно, два нуля еще есть ход такой смелый. Юрий Дроздовский, наш украинский шахматист, хороший, так играл в 2010 году. Правда, успешно проиграл Боровикову, еще одному очень сильному украинскому шахматисту. Вот, и, видимо, хода два нуля репутация не из лучших. Ну, конь Е5 считается основным продолжим. Еще ферзь Д6 может быть крепкий ход. Ну, правда, вот непонятно. Конь Е5 погибче. Ну, непонятно, зачем действительно владеть ферзя. Конь Е5 это развивающий ход. Это идейный ход, потому что слон на Д7 идет. Потому что после конь Е5, владя Б1, тогда мы уйдем на Д6 куда-нибудь. Да, зачем мы с саммитом ушли? Вообще ферзь должен быть таким... Ферзь мешать должен. Мешать. Вот как в Сицилианке, он там на Б2 берет. Он везде мешает. Он везде должен находиться как-то на острие и в какой-то степени мешать соперникам. Да, конь Е5. Вот видим, что играет Владимир Борисович. Ну, это были просто минуты некоторых сомнений, некоторых воспоминаний, я думаю, о прошлом. Владимир Борисович, то он тоже, наверное, сейчас... Ему припомнились начало 90-х, когда у него волосы были до плеч, когда он еще ездил по швейцаркам и вырубал их с большим плюсом. Но тогда были совсем другие времена. Тогда вода была более мокрой, дышалось воздухом намного лучше, ну и трава, конечно же, была зеленее. Сейчас все, конечно, намного сложнее. Ладно, подождем откровений каких-то от Ананда. И давай посмотрим, что у нас еще есть. Какие у нас еще партии. Так, а что у нас делают Аронянца с Витлером? Вот я все-таки, в принципе, соглашусь с тобой, что... Ничью делаешь, что ли? Не может быть. Ливон, я тебе этого не прощу. Нет, нет, нет. Да, давай посмотрим. Ну, по ходам, во всяком случае. Да, здесь пока было так. После конца 6 все-таки сыграно слон Д3. Слон С4? Нет, а здесь слон на С4 прошел. Да нет, нет, я говорю, что тут могут делать ничью слон по 5 и слон С4. Значит, что они будут делать. Вот ферзь А4, мы идем по партии Латье-Широв. Помните, где белый слон прилетел вертолетом на F7? Метеоритом Челябинским. А, Челябинский метеорит, да, правильно. Перелетел и все взорвал, но получилась ничья. Но вот долгие раздумья Ароняна, честно говоря, возникают подозрения. Смотри, смотри, быстро. Тут у нас немножко задержка, потому что хода получаем тоннами сразу. Видимо, была задержка от трансляции. Обрати внимание, что у нас ферзь пошел не на А6. Дорогие друзья, мы показывали партию вам Латье-Широв, в которой на слон Б3 было сыграно ферзь А6. И Латье отошел ферзь Е3. А вот Свидлер сыграл ферзь А3. Вот, честно говоря, визуально вот в этой партии мне казалось, что, может быть, там что-то не использовали до конца. Вот смотри, может, вот момент. Белые свои возможности. Ну да, ну как-то выглядело очень опасно вот здесь. Так, ферзь А3, конь А5, слон Ф7, да? Я понимаю, что, конечно, сразу тут все под сомнение поставить сложно. Ну, допустим, вот Ладья А1 был. Ну, мне так кажется. Хотя бы вот это заслуживает внимание. Ну, может, Е6 просто, чтобы не было там каких-то инсинуаций. Или ферзь Б5 высказать. Ферзь Б5 я тогда слона 5 возьму. Даже потом Ладья ФБ1 очень сильно. А, то есть там слон на Б7. Может, ты прав. Может быть, Е6 надо. Но я не исключаю, что здесь какие-то могут быть усиления. Ну, вообще, раз Свидлер не пошел на этот вариант, причем он сделает очень быстро, да. Значит, там не все чисто, да. Там возможно, да. После слона Ф5, наверное, уже доказано, что ничья единственная возможность. Кстати, ферзь А3 — это новинка. Ферзь А3 — это новая позиция. Такой позиции, во всяком случае, мой компьютер не находит. Ну да, так у нас Ферзь А3 как раз, получается, тут и две возможности. Ферзь А6, альтернатива потом Конь Е5. Кстати, обрати внимание, что вот опять-таки в русле того, что мы сказали сейчас про Ферзя Крамникова. Ферзь остается в тылу белых и как-то чуть-чуть, хоть немножко, но мешает. Оттягивает силу, он должен оттягивать силу. Кстати, он может где-то на Д6-то и вернуться на базу, да. А вот висит ли пешка на Д4, я вот думаю. А что думать, все равно ход белых. Ход белых. Сделать ход, чтобы ее не прикинуть. Я имею в виду H4, имеют ли белые право сейчас. Дело в том, что на Конь Д4 где-то взял-взял слон Б4, есть такой ресурс. И на Ферзь Б4 и слон Ф7. Ну давай, покажи. Давай. А покажи просто вот пару трюков здесь, чтобы... Х4. Да, вот Конь Д4, взяли-взяли. Слон Б4, вот такой маленький. Наверное, нужно сюда, да? Да, то есть брать на Б4 нельзя за слон Ф7, Ферзь А6. И что-то вряд ли мы, наверное, Ферзь Ф3, Е6, да? Ферзь Ф3, Е6, да, как-то все крепко у черных. Ну, очень уж крепко у черных. То есть, ну... Далеко Ферзь, но пока напасть тоже особо не нужно. Да, да. Близок локоток, а не укусишь. Ну, может быть, действительно... Давай просто самое прямое посмотрим на Д5, чтобы... То есть вместо Аж4, да? Ага, ага. Вместо Аж4 играем Д5. Ну, вот в чем состоит печаль этого хода? В том, что слон на Ф7 уже не летит. Это правда. Этот слон очень сильный становится. И теперь уже Ферзь в полной безопасности. Да, Конь Д4. Взяли-взяли. Ну, а если Е5 продолжить? Да, я так и хотел. Вот просто, если нахрапом попер. Ну, другая возможность все-таки еще Аж4 все-таки продвинуть. Тут, мне кажется, уже поздновато, нет? Все-таки с коня... Это же Аж4, это еще и форточка, понимаешь? Ну, я бы с конем... С конем Ф3, мне кажется, Аж4 посильнее. Все-таки где-то Конь на Ж5 прегнет. Здесь это немножко в пустоту. Даже если после Аж5 особо не ослабил Короля Черных. А что, Е5 пока... Пока пространства захватил много. Много. На Ф5 вроде ладья ЕЦ1 есть ход какой-то. Хотя Ф3, а что там дальше-то делать? Ну, слон Д5 грозит, да? Ладья ЕЦ1 ушел опять на А3. Я не уверен, что грозит. Там ладья ЕЦ1. Может быть, Ф3 тоже возможный. Е6? Теперь ладья ЕЦ1. Ну, Ф3 ушел куда-то. На А3, да? Или на Е7, я не знаю. Все связали. А там Ф4 или Ф4. Там повиснет слон на Д4. Кстати, очень сложная позиция. Очень интересная. Ну, да. Так. Ладья ЕЦ1. Да. И Ф4 в следующий ход. Там не так просто все. Компьютер, если бы куда-нибудь пошел Ф5, самое пекло. Да. И все хорошо бы у него было. И сказал бы, что у черных больше перевес. Да, да, да. И черный выигрывает. Кстати, не исключено, потому что теперь все зависло. Мысли разменов очень много. Взял на С8, Ф4, слон Д5 просто. Это фантастика. Типичная игра такая. Ну, компьютер вот так и выигрывает. Вот слон бьет Д5. Взяли на Д4, слон бьет Б3. Правда, тут я не уверен, что выигрывает. Как бы мы слона не заберем. Да. У него не заберешь. Нет, понимаешь, тут слон А6 где-то опасный. Нет, здесь да. С8 просто может быть. Хотя наверняка тут ничего не получится с ним. С компьютером не получится, а человек, наверное, здесь уже... Оценить человеку оценить непросто. Я думаю, что человек за черных здесь уже близок к сдаче после слона А6, если честно. Вот. Ну, ладно. В общем, это одна из интересных продолжений. Но, ты знаешь, у меня такое есть подозрение, что Аронян уже начал играть своей головой. Что здесь началась уже человеческая игра. Все еще так стоит. Да. Все еще так стоит. И Ливон Аронян оказался перед лицом такого сюрприза. Анант по-прежнему у нас думает. Аронян тоже думает. Значит, мы имеем право пойти к партии Ковякина и посмотреть. Ну да, вот некоторые... Ты знаешь, Топалов все-таки, знаешь, ну, как-то прислушался к доводам рассудка. Да, прислушался. Итак, после ладья И8 последовало. Давай. А3. Ф6, да? А, нет, конь Д5. А ты конь Д5. Тут Ф6, вот, раньше времени смысла нет. То, что мы с тобой смотрели. Ф6, Д4. Даже здесь, вот, после Ферси А4, Ф6 уже без особого смысла. Поскольку Ф6 хотели ладью на Ф7 ставить. И очень важно на будущее защитить пункт С7, когда белые начнут сдваиваться по ленице. То есть они могут ладья С3, ладья С1 это делать. Или слон С5, потом после размена сдваиваться. Задача черных встретить это, пытаться попить слон С5, где-то слон Ф3 и конь Д4. Знаешь, когда я играл подобную структуру с Виктором Давыдовичем Купрейчиком, он на слон С5 ставил слона на Д6. Да, но сейчас считается, что это все-таки не так хорошо, потому что ладья С3, ладья С1, и все-таки белые подавливают. Можно так ставить, ничего. Беды нет большой. То есть он просто ставил слон Д6, и потом куда-то летел Ферзем на Ф6, как-то играл просто спокойно фигурами. Но ладья Е8 и Ф6 действительно это хода из разных планов. Да, да, да. Надо ли тот делать ход, или этот. Итак, после конь Д5 последовал размен на Д5. Я думаю, Ферзь А4 последует. Слон бьет Д5. Вот сейчас какая позиция у нас. Сейчас вот такая позиция, да, да. Давай посмотрим, может быть, уже Ферзь А4. Да, Ферзь А4 уже прилетела. Ну, давай сейчас посмотрим, насколько здесь... Ваганян Гуревич 0-1, 1988 год. Гуревич сыграл слон Д6. Михаил Гуревич. Ну, посмотри, вот моя партия с мафсисяном, как она... А вот, слушай, ну твоя партия с мафсисяном, мы обязаны ее показать. Ну да, так это самая правильная партия, я считаю. Я не смею спорить, Сергей. Ну, после ладья в Д1, если пойти... Ладья в Д1, да. После ладья Б8 я, честно говоря, не видел ни одной проблемы, потому что я не вижу, как можно защититься от слона Ф3, конь Д4. Просто... Сергей, а компьютер здесь включал? Компьютер делает ход мафсисяна, Ферзь С2. Это уже о чем-то говорит. Сейчас я... Можно я включу сейчас свой компьютер, проверю? Ну, вот видишь. Да, да. Мафсиан быстро хуже получил, хотя, конечно, там ничего не было. Второе предложение компьютера ладья Е1, конечно, впечатляет. Уже опять первое. Это о чем-то говорит, понимаешь? Он защищается от конь Д4, но это уже не борьба за перевес. А зачем вообще ход ладья в Д1 сделан? А что делать? Если черные ставят... А какой ты ход хочешь сделать? Пломбу на Д4. Сделай ход. Ну, хотя бы даже ладья Е1, чтобы не висел на Е2. Ладья Е1 сыграл. У тебя все равно надо... После ладья Б8 ты пойдешь... Вот ладья Е1 здесь сыграл, да. Хорошо. Ты хочешь на такой ход пойти слон С5, да? Ну, слон С5 или Б4, я не знаю. Да, Б4 вообще не идея. Идея только с двоения. Хорошо. Вот это возможно. Да, вот теперь пешка на Е2 висит. Ну, хорошо. Знаешь, такие поезды тоже играли. После С6 практически ничего нет. А если белый Е3 отгонит коня, а потом Б4, А4, Б5? Хорошо. Возможно, в этом и идея. Я не спорю. Я просто хотел сказать, что после ладья ВД1, ладья Б8 уже был тупик реальный. Ладья Б8 тоже, знаешь, совершенно необязательный. Ну, давай покажу пару ходов из твоей партии. Ферзь С2, слон Д6, да? Вот ладья на Д1 встала. Так, ладья ВД1, ладья Б8. Да. На слон С5 просто взял, взял слон Ф3 и конь Д4. Итак, последовал ферзь С2, слон Д6, слон Д6, конь Д2, размен, размен и конь Д4. Не, ну, тут, знаешь, тут уже просто понятно, что только черных может. Такое изменение структуры. Это ясно. Я считал, что уже вот в этот момент белым надо просто сделать любой какой-то ход нейтральный. Ну, типа Б4. Ну, опять то же самое все. Ну, только равная позиция, я считал, вот такая. Ну, конечно, да. Что, на пешке на Ц6, видимо, встанет? Ну, тут ты не продавишь никогда, да. Ну, я здесь при слоне Ф3 ничего не смогу. Да, потому что конь-то намного лучше. Там получился конь, а здесь слон, он держит на Е2. В общем-то, равная позиция. Я не знаю, Мавсисян, конь Д2, я считаю, промечиво. Смысла не было. Вот здесь я не выиграл. Помнишь, я говорил, что одна плюс 7, другая плюс 4. Вот где-то здесь я не выиграл. Плюс 4. Не, ну, вот вообще, я просто знал партию Грещук-Мамедьяров и подумал, очень тут хорошо подумал, и пошел Ладя Б8. Вот Мамедьяров пошел по-другому немножко, и какие-то проблемы были. Грещук-Мамедьяров до этого был. Да, Грещук-Мамедьяров это из Гран-при, да, известная партия. И он пошел здесь, он пошел слон Ф8. Вот не Ладя Б8, а слон Ф8. Да, слон Ф8, ход ненужный, он потерял темп. Тогда Ладя Ц3, Ладя Ц1 белый успевает. И уже конь Д4 нет идеи. Не проходит, на Ц7 висит. Да, да. То есть это как бы вроде ход полезный, но это реально сдача темпа, потому что интрига одна. Сдвоится по линии Ц белые. А если я успеваю слон Ф3, конь Д4, интрига, честно говоря, умирает. Ну, посмотрим. Не исключено, что ход Ладя ФД1 неправильный. Хотя белые, знаешь, пограживают Д4, Е5, конь Е5 во многих позициях. Это одна из идеи Ладя Д1. Да, согласен. Не исключено, что ход Ладя ФЕ1 точнее? Ну, это я сейчас на глазок предложил. А, кстати, и здесь еще какие-то идеи были. После Ладя Д8 даже Д4, конь Е5. Но там обоюдная позиция была. Кстати, а после того, как у тебя в партии были Ладя ФД1, Ладя ФД8, Д4 не проходило? Нет, это была основная идея борьбы за перевес, мне казалось. Д4 дальше. Вот. Тогда Е4, конь Е5. Так. Но здесь я могу ничего не делать, пойти слон Д6. Жертву качества не опасно, да? Ну, там на Б2 все-таки важнейшая пешка. На Е4, на Е2, да. Ну, в общем, трудно сказать. Нет, это что-то возможно было. По крайней мере, здесь интрига сохранялась, да? Я во время партии, честно говоря, об этом и думал. Доходы ФЕ2, пока компьютер не посмотрит, догадаться невозможно. А Сергей тут, наоборот, начал думать. Хоть ему что-то не нравилось, пошел Ферзь С2. Я, честно говоря, думал, что он просто хочет Б4 и вот ту позицию получить. Но я считал, что там ничья просто, скорее всего, в разноцвете. Но удивил меня ходом конь Д2 потом. Да. Ну, ладно, это, скажем так, достаточно глубоко. Давай посмотрим. Может быть, ходы уже есть? Шахматисты-то у нас не играют? Давай посмотрим. Может, уже, во-первых, здесь ходили? А6 он пошел. Ну, так же, да. Ну, А6 вот ждем от Корякина либо Ладеев Е1, либо Ладеев Д1, либо какого-то откровения от Иоанна. Хорошо. Так, от Юрия Дахаяна, я бы сказал. Хорошо. Давай. У нас осталось сейчас 5 минут до перерыва, дорогие друзья. Как обычно, в конце каждого часа мы делаем перерывы. А давай Момедьяра, что-то очень-очень давно не смотрели. Там просто 7 ходов у нас было. Обязательно. А, о как. На Ферзь С2, Ферзь С7. Что-то говоря, мне такой ход в голову не пришел. Ферзь С7? Ну, да. Ну, это лишний раз подтверждает, что Андрейкин – это крайне загадочный шахматист. Крайне загадочный. Некоторые его решения, ну, настолько необычные и настолько не бросаются в глаза. Ну, даже такие матерые специалисты, как Никитин, Зайцев, отмечают, что игра Андрейкина, в общем, ну, вызывает очень много вопросов, а потом неожиданно получается, что он играет очень сильно. И Е4 уже сыграно, да? Но это Шахриар. Это Шахриар, это как раз в его стиле. Кстати, я думаю, при Ферзь С7 это имеет обоснование. А почему? Белые имеют на это право. Теперь действительно шаха на Б4 нигде нет. И зачем, собственно, надо скромничать? Е4 уже сыгран. Давай я посмотрю, Ферзь С7 вообще встречалась ли вообще в природе? Да нет. Это просто новинка. Честно говоря, ход странный. Да, ну, хорошо, а если бы белые что-то делали, там, Б4 или слон Д2? Нет, Б4 тогда, видимо, взял на С4, Б5, А5. А, там ладья Б1 есть, да? Ну, типичная, да. Опять-таки непонятно, зачем Ферзь на С7 здесь нужен. Там под коми Б5 только попадает, да? Непонятно. Ну, на слон Д2 тоже не особо я понимаю, но, видимо, на слон Д2 Е5 какой-то ход. А может быть, и на Б4 тоже он Е5 собирался. Так там под слона Б2 в итоге попадаешь. Ну... Здесь хотя бы какая-то логика существует. В общем, логика Андрейкина — это тайна С7 печать. Наиболее логичный, вот пусть черный покажет, что на Е4. Да. Потому что белые захватывают центр, да? Собираются просто вывести потом слона на Д3 и по-человечески развиться. Когда-то, когда-то, когда ход с Ферзь С2 только появился, 50, ну, не 50, может быть, я загнул, а может, и 50 лет назад, у него идея-то была именно Е4 пойти во что бы то ни стало на слон Д6 и где бы там ни было. И поэтому сейчас на Ферзь С2 Е4 и вступление ходов А3 Е6, на мой взгляд, в пользу белых здесь. В пользу белых, однозначно. Потому что у него сломба 4 шахта, однозначно. Вот. Поэтому... Ну, в общем, соперники открыли новые пути в этой позиции и, ну, пока не видно, в чем идея черных. Разве что какие-то очень быстрые упрощения. То есть, размены, размены, не знаю, вот что будет после С5. Вот взяли-взяли-взяли все на Е4 и С5. Вот как-то так, я только так могу трактовать. Потому что слон Д6, просто слон Д3 у белых известные позиции с явным. Слон Д6, может быть, уже и С5, кстати, белые сами. А, С5 и слон Ф4 даже. Ой, там черного ферзя начинают гонять. Так, АЦ5. Ну, здесь, наверное, уже и ДЦ имеет смысл. Потом, потому что Б4 мы быстро пойдем. Ну, а слон Ф4 и Три нуля, я думаю, от Шахряра можно. А, слон Ф4 тоже очень неплохо. Слон Ф4, потом Три нуля. А что делать? Ну, слон Д6, допустим. Ну, шах слон Д2 и Три нуля, да. Шах слон Д2, да, то есть навар явно. Ну, здесь тоже навар. Взяли-взяли Три нуля, да. Здесь тоже навар приличный. Ну, видно, что перевес у белых просто. Кажем так, в перерез в темпах точно. Конечно. Так весело они не развиваются. В общем, прямое сравнение с известными вариантами показывает то, что, скорее всего, у Мемедьярова будет кое-какой плюс. Пока так, да. И что еще посмотрим перед... Давай в партии Анант-Крамник перед перерывом отметим интереснейший ход H5. Я такого не видал. Я тоже, честно говоря, не видел. Вот это то, чего я и ожидал, что где-то какой-то... Ну, это радует, честно говоря. Подожди, это Гельфанд и Шульман так все-таки играли. Это не новинка сезона. Значит, и для Крамника не новинка. Итак, Гельфанд-Найдич, 2008 год. То есть это было все. И еще была партия Шульман-Найдич, 2009. Ну, Найдич достаточно принципиальный тоже сторонник. Давай посмотрим, в чем идея. У нас пешка на H6 идет. Я думаю, что наоборот, что она сюда и пришла, чтобы не было кое-же 6. То есть F4 где-то, да? Да, да. Скажем так, профилактика где-то против рокировки. То есть конь на G6 никогда... Иногда, мне кажется, конь на G6 и сам не прочь уйти, потому что на F4 грозит прыгнуть. Ну, вот Найдич здесь пробовал два хода. Слон D7 более чем логичный и ферзь D6. Ну, слон D7, понятное дело, что там ладья B3, надо считаться с пешкой на B7. И ладья B1 тоже, да? Ну, вот во встрече Гельфанд Найдич был слон D7, ладья B3, ферзь D6, ладья бьет B7, ладья D8. Ну, вот начали люди играть. Конь B3 просто сыграл Гельфанд и решил просто потихонечку выигрывать это окончание. Вот. Правда, окончание не получилось, черные уклонились от разбины. Ну, получилась сложная игра, в которой Гельфанд оказался сильнее. Честно говоря, не факт, что черные решили, а что, пешку обратно отдали? Ну, непонятно. Я бы так подумал, что белые преуспели, должно быть лучше. Конечно. Вот. А во второй партии, вот уже испытав вот эти все превратности судьбы, Найдич сыграл ферзь D6 сразу. Последовало... Ну, это партия Шульман-Найдич, которую как раз Анант собирается усилить. Король G1, ну, нехот неочевидно. Это, на мой взгляд, медленно, ну, хорошо. Слон D7, ладья B1. Не знаю, я бы ладьей С1 сразу сделал какой-нибудь ход, честно говоря, вместо король G1. Ладья D8. Мне не нравится тоже. Ладья D8, ладья C3, B5. Ну, и то, что белые здесь играют ладья B, C1, ну, вот видно, что что-то уже здесь... Да, та же позиция, только что-то черных на пешку больше. Та же позиция с пешкой. И ладья на C3 заместо B7, а все остальное то же самое. Да, итак, дорогие друзья, мы, конечно же, сейчас дождемся какой-то серьезной новинки в этой партии. Я предлагаю уйти на перерыв, во время которого мы, конечно же, сейчас должны посмотреть обзор третьего тура, ну, и, возможно, какие-то ролики. Встретимся с вами через 5-7 минут и продолжим нашу работу. Экс-чемпион мира Вишванатан. Вишан Ананд стал единоличным лидером после того, как обыграл Мамидьярова в третьем туре турнира претендентов Ханты-Мансийски. Еще три партии Андрейкин-Карякин, Топалов-Аронян и Свитлер-Крамник завершились в ничью. Третий тур ознаменовался еще одним примечательным событием. В этот день, 15 марта, одному из участников турнира претендентов Веселину Топалову исполнилось 39 лет. Поздравляем! Очередная славянская защита случилась в партии Шахриярама Медьярова и Вишанатана Ананда. После вступительных ходов белые перешли в наступление в центре ходами Е5 и Ф4. Экс-чемпион мира не терял времени и сразу же подорвал эту пешечную цепочку. Белые не могли поставить свой ладзин центральные поля, контролируемые черными слонами. Медьярову пришлось разменять одну пару слонов, но этот маневр ослабил поля около короля белых. Анант быстро мобилизировал тяжелые фигуры для атаки. Белым не удалось продержаться долго, Медьяров сдался на 31 ходу. Дмитрий Андрейкин – неприятный соперник для Сергея Корякина. На Кубке мира 2013 года Андрейкин выбил своего соотечественника из соревнования. Для этой партии Сергей выбрал для защиты берлинский вариант. Андрейкин избежал перехода в знаменитый Энш при постепенном захватом центра путем D3, C3 и D4. Но со слабленной пешечной структурой вокруг короля Андрейкин не смог найти ничего лучше, чем разменять все ладзии и форсировать вечный шах. Несмотря на поражение в первом туре, Ливон Аронян вновь применил антимаршал. Веселин Топалов решил обострить игру, отправив своего ферзя в экскурсию на H5. Скоро в партии начались безумные осложнения. Черный король был открыт, но Аронян успел вовремя развить контр-игру движением пешки D. В конце концов, белые были вынуждены идти на ничью вечным шахом. Самой длинной партией Тура стало противостояние двух россиян Петра Свидлера и Владимира Крамника. В английской партии черным удалось разменять белопольных слонов, и их позиция не вызывала опасений. Но несколько неаккуратных ходов позволили Свидлеру прорваться в центре ходами E5, C5. Белые получили сильную проходную на D6. Уже около 30-го хода оба соперника испытывали серьезный недостаток времени, а последние ходы перед контролем делали буквально на секундах. Когда дым рассеялся, казалось, что белые наконец избавятся от блокера на D7. Но неожиданно у черных нашлись фантастические ресурсы для контр-игры. Череда единственных ходов спасла День Крамника. Ему удалось завершить эту партию в ничью. После трех туров на верхней строчке таблицы расположился Вишунатан Анант с двумя с половиной очками. Редактор субтитров А.Семкин Индия — родина шахмат. Но она не блистала сильными игроками, пока не появился Вишунатан Анант. В соответствии с индийской традицией, его имя можно перевести как Анант — сын Вишунатана. Путаница с именем началась, когда он появился в Европе. Многие посчитали, что Вишунатан — это его имя, а Анант — фамилия. Позже Вишунатан был сокращен до Виши. Научившись играть в шахматы в шесть лет, Виши уже в 14 стал чемпионом Индии, в 15 — международным мастером, а в 17 — чемпионом мира среди юношей. С ранних лет Анант играл не только сильно, но и очень быстро. Невероятная интуиция — сильнейшая сторона его универсального таланта. В начале 90-х Виши выдвинулся в число лучших шахматистов планеты, а в 95-м году получил право сыграть матч за звание чемпиона мира с Гарри Каспаровым. Матч Анант проиграл, однако в 2000 году победил в чемпионате мира Фиде по нокаут-системе. Это был первый чемпионский титул Гроссмейстера. В 2007 году мечта его наконец сбывается. Анант выигрывает в Мехико двухкруговой турнир и становится чемпионом мира. Это звание он подтверждает в 2008 году, уверенной победой в матче с Владимиром Крамником. Виши Анант — единственный шахматист в мире, который добивался звания чемпиона в трех различных формах розыгрыша. Попытка Веселина Топалова отобрать у индийского Гроссмейстера чемпионский титул в 2010 году закончилась неудачно. Анант выиграл матч со счетом 6,5 на 5,5. А еще через два года чемпион в тяжелейшей борьбе сохранил корону в противостоянии с Борисом Гельфондом. 8,5 на 7,5. Анант удерживал титул 6 лет до ноября 2013 года, когда в родном Чинная передал чемпионские полномочия лидеру современных шахмат Магнусу Карлсону, уступив матча со счетом 3,5 на 6,5. Игрок универсального стиля, блестящий защитник. Виши Анант остается серьезной угрозой для своих оппонентов в соревнованиях любого формата. Владимир Крамник родился в Туапсе в семье художников. В шахматы его научил играть отец. Владимир быстро стал перворазрядником, затем кандидатом в мастера, чемпионом города среди взрослых. В 11 лет его партии попали в руки Ботвинника, который высоко оценил талант юноши и пригласил его на сессию своей школы. Крамник стремительно прогрессировал, был чемпионом мира среди юношей до 16 и 18 лет, а в 1991 году стал международным гроссмейстером. Его первый громкий успех связан с выступлением на Олимпиаде 92 года в Маниле, когда юный гроссмейстер набрал за команду 8,5 очков из 9. С этого времени Крамник стал постоянным членом сборной России. Побеждал на Олимпиадах в 92, 94 и 96 годах, а в 93 он уже был претендентом на шахматную корону. В 1995 году Гарри Каспаров пригласил Владимира Крамника помогать ему в матче за мировую корону с Виши Аннандом. Этот опыт впоследствии пригодился Крамнику, когда он в 2000 году в Лондоне обыграл Каспарова и стал 14-м чемпионом мира по шахматам. Владимир Крамник удерживал титул с 2000 по 2007 год. Он сыграл матчи за первенство мира с Петром Лека, 2004 год Бриссаго 7 на 7, и Веселином Топаловым, 2006 год Элиста 8,5 на 7,5. В 2007 году Крамник разделил второе место на турнире в Мехико, где чемпионом стал Виши Аннанд, с которым Крамник впоследствии сыграл матч-реванш. 2008 год, Бонн 4,5 на 6,5. В 2013 году Крамник поделил с Карлсоном первое место в турнире претендентов, но дополнительные показатели оставили его на втором. За свою блистательную карьеру Крамник выиграл более 50 турниров. Ему принадлежит своеобразный рекорд. Супер-турнир в Дортмунде Крамник выиграл 11 раз. В 2013 году в норвежском Тромсе Крамнику покорилась, пожалуй, последняя неизведанная вершина. Владимир выиграл Кубок мира, подтвердив свою силу в нокауте. Как и большинство выдающихся гроссмейстеров, Крамник обладает универсальным стилем игры. Но все же эксперты отмечают его блестящую дебютную подготовку, редкий дар позиционной игры и исключительный профессионализм. Ливон Аронян начал играть в шахматы в 9 лет, а уже в 12 стал чемпионом мира среди юношей. Он еще не раз добивался побед в юношеских турнирах, а наиболее важным для молодого шахматиста стал успех на турнире в Гоа в 2002 году, когда Ливон стал чемпионом до 20 лет. К этому времени его семья переехала из Армении в Германию, где Аронян живет и по сей день. Титул шахматного принца помог гроссмейстеру в карьере и убедил в правильности сделанного им выбора. В середине нулевых к Ароняну пришли первые крупные успехи в международных турнирах. Первый этап карьеры завершился победой в Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2005 году. После этого армянский гроссмейстер получил возможность регулярно участвовать в претендентском цикле. Вскоре он прочно прописался в элите. В его активе первые места в сильнейших соревнованиях нашего времени. Вейканзее, Ленаресе, Мемориале Таля, Бильбао. В 2009 году Ливон досрочно выиграл серию турниров Гран-при Фиде. Аронян – отличный командный игрок. На протяжении многих лет он возглавляет сборную Армении и трижды приводил команду к победам на Олимпиадах и однажды к победе на чемпионате мира. Аронян – еще и признанный мастер быстрой игры. Он не раз побеждал в Монако и Маэнце. По состоянию на 1 марта 2014 года рейтинг Ароняна достиг рекордной для армянского шахматиста величины – 2830. Этот гроссмейстер на протяжении многих лет удерживает вторую строчку рейтинг листа, а чемпион мира Магнус Карлсон называет его своей главной угрозой. И снова здравствуйте, дорогие зрители. Участники турнира претендентов как будто специально ждали того, что мы уйдем на перерыв, и именно в наше отсутствие устроили очень интересные события в своих партиях. Я предлагаю начать со встречи Аронян и Свидлер. В студии для вас работают Сергей Шипов и Сергей Рублевский. Я думаю, не нужно лишний раз напоминать. Итак, в тот момент, когда мы констатировали, что Свидлер применил новинку, отступил ферзем не на А6, а на А3, выяснилось, что это приглашение к рукопашной. И после некоторых сомнений Аронян это приглашение принял. Давай, Сереж, вернемся. После хода ферзь А3, разница по сравнению с ферзем на А6 в том, что поле С4 теперь не контролируется, и вот Ливон прилетел вперед. Слон бьет Ф7, король Ф7, ферзь С4. То есть черный король вынужден идти в люди, вынужден идти в свет. Но пускать короля белого ферзя на Ж8 или после короля Ф8 конь Ж5 дожидаться не стал так Свидлер. Е6, видимо, единственный непроигрывающий ход, конь Ж5, король Е8. Но очень важно, что черный ферзь все-таки с А3 возвращается на Е7. Поэтому ферзь бьет Е6 от этого... Да, ферзь Е7 тогда. Да, и поэтому конь бьет Е6. Вот белый конь активно внедряется в черные тылы, ферзь Е7. У меня вопрос такой, а вот здесь слон б4 не годелось? Очень интересно. Конь d4, видимо, тогда, да? Если конь б4, то мат в полтора хода, да? Ну да. Ферзь Д6 последний ход. Ферзь Е6, конь f7 и ферзь Д6 мат. Ну или... Да, так... Конь f7 и ферзь Д6 мат. Ну, такая вот начинка. Возможно, тут конь d4 тогда. Да, дело в том, что белые уже пожертвовали фигуру. Так что при разменах, наверное, они останутся все-таки с чем-то лишним. Там конь c2 в конце. Конь c2. Не повезло немножко. Чуть-чуть не повезло белым. Но все закономерно, я считаю. Ты думаешь? Ну да. На конь Е6 даже, наверное, можно отойти просто. Ну да. Не получилось. Не получилось. Нет, но белые все равно получают очень мощную компенсацию за пешку. Вот сейчас сыграно ферзь Е7. Аронян здесь думает. Ну, белых выбор сразу меняться на G7 или сначала сыграть D5. Ну, даже можно сыграть D5. Вот конь ушел куда-то, да. А вот вопрос в том, куда он ушел. На Е5, на D4. То есть большой вопрос. А если на D8? Ну, в любом случае. Конь бьет G7 просто. Конь бьет G7. Ну, ферзь D3 ушел. И дальше вот просто позиционная компенсация. Белый пешку на Е5 могут толкать. А у черных хронически не устроен король. Позиция иррациональная. Позиция очень сложная. И ясно, что... Вот для меня совершенно очевидно, что Свидлер идет по своим домашним анализам. И есть подозрение, что Аронян тоже что-то подобное смотрел. Да, я не знаю. Компьютер может не заметить вот такую позиционную компенсацию. Скажу тебе по секрету, Сереж, я тут в перерыве включил компьютер. Это все первая линия компьютера. Вот слон бьет F7, это все первая линия компьютера. Чем заканчивается? И заканчивается тем, что вот сейчас в преддверии хода D5 он показывает почти равенство. Почти равенство. Хотя пешка за фигуру, да? Да, всего лишь пешка за фигуру. Значит, белых. Нет, современные. Все-таки современные компьютерные программы, они очень здорово, конечно, чувствуют динамику. И инициативу. В этом плане компьютерным программам очень трудно предъявлять претензии. Ну, я надеюсь, что Свидлер знает, что делает. Потому что вот так по-человечески за доской попадать под такой атакующий пресс, конечно, неприятно. Видимо, у Петра есть за душой компьютерные все-таки анализы, и он пока все исполняет. Кстати, давайте посмотрим на часы. Да, вот показания часов весьма красноречивы. Кстати, давай поставим галочку, посмотрим, нет ли у нас получения ходов. Да. Нет. Нет. Пока не делает ход Аронян, но вот, обрати внимание, что уже целый час продумал Аронян, да? Ведь на известные ходы, на известные варианты человек не будет отдавать целый час. Да не факт. Тут, понимаешь, столько, во-первых, сейчас Б6, не знаю, как Б6, Б6 менее популярна. Хотя играют, я помню, партии были. Тут столько вот, смотри, обрати внимание, столько раз, как сказать-то, столько нападений слона на ферзя, там запутаться можно, при каком ферзе это проходит, при каком не проходит. Ну, сейчас многовато, конечно, хочется сэкономить. Сейчас, сейчас многовато. Но, хорошо, посмотрим, дело у нас с другой стороны. Свидлер потратил всего 10 минут. Нет, Свидлер, понятно, что для него нового ничего нет. Скажем так, даже вот в этой позиции, когда тебе отдают, отдают фигуру, если ты совсем не в курсе, что происходит, надо на дыхательные упражнения уходить, хотя бы уже что-то. А тут он просто Е6 и как ни в чем не бывало. Хотя, конечно, Е6 напрашивается, иначе ферзя с А3, скорее всего, не вернешь просто. Но, тем не менее, очень быстро. Ну, в общем, вот в текущей позиции, над которой думает Ливон, ход Д5 или размен на Ж7, вот такой выбор у белых. Так или иначе, в принципе, наверное, у белых затем будет какое-то давление, белые пешки пойдут вперед, но от конкретики здесь очень многое зависит. И Ливон, вероятно, правильно делает, что сейчас думает, потому что позиция очень ответственная. Ошибаться здесь он не имеет права, все-таки фигура пожертвована. Давай посмотрим, что происходит в партии Анант Крамник, потому что там тоже произошли интересные события, важная новинка. Причем забавно, но мы с тобой, в общем-то, вполне понимали, к чему дело клонится. И мы идем по встрече Найдича с... Так, с кем там играл Найдич? В общем, ферзь Д6 последовал, не слон Д7. И вот, как я говорил, ход Король-Ж1 раньше с Найдичем играли, и Анант применил... Он Конь-Ж7 сразу сыграл. Ну, сейчас вернемся. Давай Ананда, да? Да, ферзь Д2 сыграл, очень агрессивный такой ход. И теперь последовал Конь-Ц6. Предложение разменять ферзей, да? Ладья Д3, жесткий отказ, и ферзь пошел на Н2. Вот, видимо, почему белые здесь иногда играют Король-Ж1. Последовал ход Ф4, жестко. Ход Ф4, белые готовы отдать ладью на А1. Давай покажем какой-нибудь прямой вариант. Итак, допустим, уже сыграна Ладья-Ж8, но вот что будет после ферзь H1-шах? Ферзь H1, король Ф2. Взяли на А1. Сразу получают черный мат или не сразу? Ну, вообще, похоже на первый вариант. Взяли. Так, слон Д7 еще ход есть. Ну и два нуля, да? А слон Д7, там ферзь Д6. Ну, давай я покажу. Вот. Так, ферзь Д6, и все-таки мат. Да. Вторая возможность. Уйти в два нуля. Да. Ну, тогда... А тогда, наверное, просто, да? Просто даже Ладья-Д8, возможно. Ладья-Д8, взяли-взяли. Ну, наверное, H6, просто это мат. H5, H6. Взяли, ферзь Ф8. Это чистый мат. Просто мат. Натуральный, чистый мат. Итак, черные не имеют права на такую вольность. Играют Ладья-Ж8. А здесь, наверное, слон Ф3, да? Да, слон Ф3, слон Д7. Я просто вариант в перерыве накопал. Смотри, слон Д7. На конь Б3. Здесь есть такой волшебный ход. Конь Е5, восклицательный знак. На 3-0 конь С5. Атака продолжается. Да, да, да. Атака продолжается. Конь Е5. Здесь черные неожиданно переходят в контратаку. ФЕ, слон Б5. Ну, понятное дело, что Белый Король тоже участвует в борьбе. А4. Иначе Ладья-Д8 там еще прилетит. Размен на Д3. Ладья-Д8. Когда вечный шах-то будет? Сейчас. Вот до вечного шаха осталось немножко. Ферзь С3. ФЕ. Ладья-С1. Ну, это все компьютерный вариант. Ладья-Ж3. Ферзь Б4. И вот он вечный шах. Ладья бьет Ф3. И ферзь шахует. Вот такой вариант изобразил всевидящий компьютер. Но не исключено, что что-то подобное сейчас Крамник вспоминает. Что нечто подобное записано в компьютере у Владимира Борисовича. И он сейчас ищет изъяны в этой своей задумке. Давай интересно посмотрим, кто же сейчас думает в этой партии. Кто же сейчас находится... Слон Д7, Крамник. Ну, Слон Д7, да. Конь Б3. Конь Б3. Надо ли играть? Или, может быть, сначала увести Ладьюз А1? Ну, вот это интересный вопрос, потому что здесь как раз уже состоялась важная новинка. То есть белые допустили черного ферзя на H2. И вот Анант собирается доказать, что здесь у белых есть преимущество. Но ферзь на H2, с одной стороны, фигура активная. А с другой стороны, если там ничего не получится, то что дальше он будет там делать? Шахи давать. Да? Может, конь Е2? А, конь Е2 тогда... Ты конем НЖ1 хочешь играть? Ну, вряд ли, что я 3-0 сделаю. Все же хорошо. Тогда давай тогда Ладья А на Д1 или Ладья А на С1. Вот я не знаю, хочу куда-то убрать... Давай так. Давай так. На Д1 покрепче, да. Мне кажется, поактивнее. Кстати, компьютер ход конь Е2 рассматривает. Ну, ладно. И с конем НЖ1, кстати, играет. Это он не льстит явно. Ну, Ладья Д1 тоже нормальное продолжение. Ну, черные как-то должны, видимо, с вертикалью Д разбираться, потому что... Я пока не пойму. Ну, взять на Д4, слон ушел, там, хотя бы даже с шахом. Да, с шахом. И после этого у черных хотя бы один темп возникает. Король Ж2. Ну, может, король Ф8, король Ж7 куда-то убежит. Да, можно. Кстати, феркс на НЖ2 пасет. Пасет поле А6. Да, не пускает пешку. Король Ф8. Ну, может быть, как-то, да, держится здесь что-то. А что-то, если сюда перебежит, просто лишняя пешка будет. Ну, наверное, да, наверное. А Ладья Д8 вроде бы не страшно. Там действительно от А6 защищаются. Вроде получается все хорошо. Если где-то Е5 сейчас белые не порвут, конечно. Сложно порвать будет. Даже Ф4, даже потом побежал. Тут все крепко очень. Нет, я имею в виду. А, тут не будет вечного шаха. Давай, Е5. Просто, чтобы феркс на Ж5 пошел. ФЕ, Ладья Д8. Нет, так будет. Ну, немножко кооперативного ряда. Надо промежуточный шах дать. Шах, король Ж1, да, допустим. Хорошо, теперь ФЕ. Взял на Е5. И пешка на А6 пошла. Так. Хотя, не знаю, что происходит. Феркс Б4. Внимание, вопрос. На Ж7 кто пойдет? Там Ладья на Ж4 идет. Это правда. Ну, Феркс Е7, но это уже не то. Ну, Ладья Д7 там. А Ладья Д8? Черт его знает. Взял-взял Сладней 8. Размен-размен Ладья Б8. Там Эншпель не такой, может быть. Нет, ну там, мне кажется, как раз ничего. Ну, вариант совершенно не обязательный. Да, да. Нет, ну, во всяком случае, здесь есть какая-то интрига. Да, это интересно. Тут, может быть, отойти. Вот так вот. Ф5. 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 Опасно, да. Ф5 опасно. Нет, то есть, тут есть все-таки кое-какое тактическое наполнение. То есть, это конфетка не безначительно. Хорошо, тут Ф5 сами пошли. Ага. Вот так вот. На выигрыш хочу поиграть. Хотя, какой это выигрыш. Ну, почему? Ну, на Б7 просто съели, да, в конце варианта. Нет, я на Деду 8 сразу отойду. Другое дело, какие основания играть на выигрышах, а то можно пешку всегда съесть обратно. А, обратно вернуться, да. Кстати, честно говоря, примерно равная позиция, скорее всего. Может быть. Итак, дорогие друзья. Там и там, да. У Ананды есть широкий выбор продолжений. Нет, здесь не равная. Я не думаю, что одна из сторон как-то очень сильно рискует. Скорее всего, с аналитической точки зрения, то есть, ну, должна случиться какая-то. Да, я посмотрю, может, уже сделали ход. Думаю. Ладья Ц1 тоже заслужит внимания. Да, то есть, может быть, ладья еще по вертикали Ц. Да, и ладья Б1. Что не исключено, что 3-0 крайне опасно в любом раскладе. А, ладья Б1-то нет. Ладья Б1-1 шаг. Так, в общем, здесь действительно настала пора серьезных раздумий. Ароняна разменялся на G7, и тоже, вероятно, там будут люди задуматься. Давай посмотрим, как Корякин играет с Топаловым, потому что там белая ладья уже находится на C5. То есть, демонстрация всех указанных нами идей происходит. А, вот, ладья Ц6, ладья Ц3. Ладья Ц3 сыграл, да? Честно говоря, я слон F6 намечал издалека. Чтобы на D4 внедриться, да? И здесь намечал слон Е7. Я что-то не понял, почему он так не ведет. И здесь сыграно... Кто на Е7 пошел? Я в партии намечал вот так. А, в партии, да? А что тут можно придумать? А жертва качества не проходит? Ну, проходит. Ферзь А5, там луч у черных. Вот давай посмотрим. Ладья Д5, да? Ферзь бьет Д5. Конь Д4. Ферзь А5. Ну, слон С6, видимо, да? Единственный практический ход. Взяли, взяли. ЕД. Ферзь А5, слон Е... А, ну да, ну здесь... Лучше, я думал, Еф еще и играть будут. Ну, равенство. Я бы не сказал, что равенство. Слон С5 и слон F6. Какая-то... На расшарагу немножко белые стоят. Ну, ничья, конечно. Ничья, да. Понятно. Ну, такая ничья с позицией силы ученых. Ну да. Ну, а что тут можно еще придумать было бы? А, знаешь, вот здесь... Нет. Как тогда? Это же повторение. После слона Е7. Не понял. Да, пока не совсем понятно. Ладья Ц3, слон F6. Ты знаешь, а у меня вот такое простое объяснение. Топалов вовсе возражает против ничьей. Ему не хочется делать четвертую ничью подряд. Его болельщики в Болгарии да по всему миру ждут от Веселина яркой победы. Соперник из России просит у него ничью, но Веселин гневно ему отказывает и, конечно же, не хочет повторения ходов. На самом деле, со стороны Сережи Корякинова это все шутки юмора, и он вовсе не обязан соглашаться на ничью. Я думаю, что можно было бы, не знаю, там, после слона Е7. Хотя в Ладья Ц2-то нет хода. Б5 сразу, да? Нет, а дело не в том, что ты можешь, знаешь, ходом раньше тогда в Ладья Ц2 ходить. Ну да. Как-то если Сережа мечтал о ходе Ладья Ц2, он бы его здесь сразу сделал. Но дело в том, что в любом случае получится позиция с ходом черных. Ну а что, от повторения ходов разве что-то меняется? Это проверка. Он проверил соперника на желание повторить. Да, проверил, проверил. Ну, Конь Е7-то ход же не такой плохой. Если Конь Е7, в принципе, я не думаю, что он сильно хочет выиграть во что бы то ни стало, но он, может быть, посчитал, что вообще никак не хуже. Зачем? На самом деле, если черные пойдут в С6, такие структуры из другого варианта английского получаются. Они достаточно безопасны. Еще и Конь на Ф5. Нет, может быть, так вообще ничуть не хуже ход. На самом деле можно поиграть. Ну, не на перевес, но просто равная позиция. Ну, а если здесь белые коня через Д2 ведут? Так а куда уже особо никуда не ведут, честно говоря. Давай, Конь Д2. Нет, может быть, так уже пора. А знаешь, тут даже взял бы 6 С5 при случае надо рассмотреть. Ну, а что, на С6 Конь Е4 хочешь? Да, конечно, конечно, конечно. Ну, давай, может быть, это... А, не хочется это давать, конечно. Меняться, да? Ну, меняться, да. Меняться и Коня ставят на Д5, наверное, да? Ну, а как, сразу? Сразу. По приказу. Ну, Конь Е4, допустим, да? Я не могу оценить после Конь Е3 позицию. В чью это пользу? А, скорее в пользу белых. А там на Е5 висит. Там на Е5 висит. Да. Ну, может, С6 просто... Нет, ну, С7 можно же сначала, в смысле. Теперь отогнал, потом взял. Ага. Вот, что это за позиция? Ну, вот здесь, пожалуй, ученых полный порядок. Порядок? А может быть, сразу как-то Ферзь Б3 начну накидываться? Ну, Ферзь Д5, чтобы... А, Танан С7, да? Не собрать фигуру будет. Ферзь Д5 нет хода из ладья С7. Да, то есть здесь у черных провисают пешки Б7 и В7. Ну, хорошо, пока ничего не случится. Беды-то нет пока еще. Так пошел. Слон С5. Слон С5. Обычно ничего, в общем-то, страшно. При пешке С6 мы легко пешку Б7 защищаем. Ну, все-таки конь на С5 встает, его вытеснить оттуда будет практически невозможно. Ну, а мы в F5 и в F4 тогда пойдем. Вот это стиль Топау, как ты любишь говорить. Ну, конечно, да. Ну, в общем, здесь нас ожидает очень интересная борьба и своего оба соперника достигают. А вот давай посмотрим, над чем думает Дмитрий Андрейкин. Ну, здесь позиция, конечно, таит в себе интригу. Это очень интересно. И с точки зрения зрителя, я думаю, очень хорошо. Мы просто оборвали там рассмотрение на том, что Мамедьяров сыграл Е4, и мы не с тобой недоумевали. Нет, мы подумали, что белые преуспели. Итак, ДЕ конь Е4. С5, действительно, как и следовало ожидать, просто немножко в другой вариации. Не то, что мы с тобой считали. С5, размен на F6. Произошел. ДС. Ну, очевидно, это намек на то, что пешка с B2 на B4 с темпом пойдет, да? Да-да, и опять. Опять. Ну, вот тут сказывается образование в каракане, так часто играет Дмитрий Андрейкин. Да, там отдает все пешки, но по структуре пытаются извлечь какие-то выгоды. Опять. Итак, черные собираются взять на C5, да так, чтобы B2 на B4 не было. Еще последовало G3. Ну что, если черные возьмут на C5, если успеют развить слона с C8, то у них получится неплохо. Вот эти два, ну, насчет первого, если сомнений никаких нет. Можно прямо здесь взять слон бьет C5, да? Ну, вот после слона G2 успевают ли черные как-то развиться, допустим, B6 сразу? Или слон D7 все-таки это не совсем то, что надо, да? Не знаю, слон D7, слон C6 то же самое, что B6. Ну, давай слон D7 сыграем, да, вот как-то. На B6 слон F4 какой-то ход. Тут тоже, наверное. Здесь тоже слон F4, я полагаю, что белые должны прощупать черный. К тому же конь на E5. Да, слон D6. Допустим, взяли-взяли. Пешка на C5 должна идти или нет, вот в чем вопрос. Ну, в любом случае, черный слон на C6 метит, да? Это не так плохо ученых. Неплохо ученых, да. Ничего такого. Пока не видно, в чем же тут такая загвоздка. Да, кстати, дорогие друзья, я должен напомнить вам, всем, дорогие зрители, что вы можете по скайпу задавать вопросы вашим комментаторам на позывные чест.тв. Сейчас появится на экране. У нас со вчерашнего дня, дорогие друзья, еще осталось пару вопросов. Просто к концу эфира народ как-то уже разогрелся, стал задавать вопросы. Еще два вопроса у нас осталось без ответа, но мы с Сергеем постараемся их упомянуть. Единственная, вот большая проблема у нас с Сергеем, то, что вопросы очень часто идут не связанные с турниром претендентов. Вы поймите, что нам очень трудно. Мы, конечно, с удовольствием поговорили бы с вами на все вопросы, начиная там с большой политики и кончая какими-то историческими экскурсами, но вы поймите, что в рамках нашего эфира наша первейшая задача рассказывать о Ханты-Мансийске. Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь, ну, если это возможно, тематики нашего эфира. Так, после Ж3 задумался Андрейки, на что у нас по времени, вот интересно. Так, есть ли у нас показ? Час 16, час 20. Ну, соперники оба в великих раздумьях, да, то есть час 14, час 20, вот согласно нашему эфиру. Видно, что соперники творят, и это все очень, очень интересно. Так, ничего не понимаю. А, конь на Ж1 уже у Ананда, ты не поверишь. Сереж, вот прежде чем отвечать на вопросы зрителей, ну, Сереж, ты меня просто так упрекнул, сказал, что неужели с конем на Ж1 будет выиграть. Я, честно говоря, действительно тоже гневно отшатнулся, подумал, что, может быть, это, наверное, перебор. А вот, во-первых, и компьютер, а во-вторых, и Анант решили, что это не перебор. Да, похоже, исполняется ничья. Конь Е2, Ферс H1. Да, конь Ж1, конь Д4. Конь Д4, но все это записано в компьютере у Владимира Крамникова. В этом нет ни малейших сомнений. Погоди, а сейчас... А, там Е5, понял, где ничья. Видимо, так, шах, король Ф2, шах и Е5, а потом Ферс F4, Ферс G3, так? Сейчас проверим. Или Е5 сразу, я думаю. Так, ну, коня на Д4 под два боя никто не ставит, конечно, просто так. Значит, взятие на Д4 надо смотреть. Слом Б5, шах очевидно. Король Ф2, Е5. Сразу. Ну, и вечный шах Ферзен, да. И на ФЕ просто Ферс H4, Ферс G5 ничья. Можно даже никуда. Хорошо, а на Ферзь D3, ой, Ферзь D3, как я говорю, а на Ладья Д3 есть такой ход вообще, нет? Е5, Ладья Д3. Ход Ладья Д3 проигрывает партию форсированно. Скорее всего. А, тогда шах и просто Ладья Д8 же, да? Да. Нет хода Король Е3 из-за ЕФ. Да, 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 я понял. И Ладья Д8 там под связкой. Ну, в Львове вообще не так свяжут, так по-другому. Да, под связкой белые гибнут моментально. Так это не сложно тогда, а что там сложного-то? Ну, в общем, маневр Каняна Ж1 не произвел глубокого впечатления, как, собственно, у нас первое впечатление такое было. И, похоже, мы сейчас увидим в исполнении великих шахматистов довольно быструю ничью, ну, правда, не без теоретического содержания. Ну, им, конечно, виднее, они действительно великие. Анант считает, что его турнирную ситуацию устраивает. Ну, Крамнику, кстати, я думаю, ничья черным цветом тоже. Вряд ли он сильно расстроится. Так что здесь большой интеллиги нет. Аронян. Аронян. Аронян – это наша боль. Наша всеобщая. Это наше все, во-первых. Вот так, с общечеловеческой и болельческой точки зрения. Итак, последовал размян на Ж7. И совершенно очевидно, что Ливон здесь уже творит по полной программе. Скажу по секрету, что компьютер, конечно, ход комбьет Ж7 и ругает. Он считает, что Д4, Д5 было значительно сильнее. Размен на Ж7 последовал ход слон С3. То есть, вот видно, что Ливон пока не воздерживается от движения пешек. Но хочет осуществить это, во всяком случае, с комфортом. Так, чтобы черный конь нигде в центре не встал. Но в чем здесь состоит надежда для армянских болельщиков? Хорошо, для болельщиков армянского гроссмейстера. Я уверен, что за Ливона болеет во всем мире. Она состоит в том, что партия сходит с компьютерных рельсов. Что теперь Свидлер будет вынужден тоже думать своей головой, а не вспоминать. Погоди, а вот если вот, скажем так, если Свидлер перепугался до смерти здесь и подбил конь Д4, что будет? Ну, что будет? Будет примерное равенство в разноцвете, судя по всему, да? Да, потом еще ладья Ц4 подгрузил. Так, хуже у него не будет. Не знаю, может быть, какой-то есть такой кто? Ну, шаг довольно простенький. А что, да? Шаг взяли-взяли? Нет, нет, я думал так. А-а-а! Ну, так предупреждать надо, Сереж. Ну, вот она и разгадка. Конь С2, что ли? Конь С2, Ферзь Б2, наверное, нравится. Ну, мне не нравится, это как-то слишком вычурно. Что-то должно найтись у черных. Тем более, если бы это выиграли. А, так вот ладья Д8 просто. И конь Е2, да? Да. И конь Е2 взяли на Д1, да? Нет, так, наверное, не играют на победу уж слишком это. Да, да, конечно. Тогда у Петра вообще супер все. Нет, ну хорошо, можно просто взять Ферзь Бед Д4. Нет, понятно, и на ЛДАЦ А4 отойти, там, связка, я понимаю. Ну, просто уйти, да, дело в том, что на Е4 брать нельзя. Да, но это совсем не игра на победу. А еще уйти-то некуда. Ну, слон А1 пошел. Ну, в смысле, вот так далеко только можно. Ну, здесь у черных полный порядок. У черных, конечно. Нет проблем. Нет проблем. Сейчас еще по 2-й. Андрейкин берет слоном на Ц5. Да, так что здесь Свидлер, судя по всему, решает дебютные проблемы. И, честно говоря, есть такое подозрение, что вот размен конем на Ж7, исход слон Ц3, вот это вот самостоятельное творчество Роняна, оно оказалось неудачным. И сейчас черные, ну, без проблем могут уравнять. Но Свидлер, наверное, может сейчас подумать о большем. Так, ну, понятно же, что сейчас все достаточно проясняется, дорогие друзья. И мы с Сергеем имеем право ответить на некоторые вопросы, которые нам задают наши. Давай я поставлю, все-таки покажу. Просто поставлю на доску партию Андрейкина, там какие-то ходы сделаны. Ну, там ничего такого. Ничего. Слом бьется 5 и слом же 2. Ну, хорошо, не дошли. Ну, хорошо. Нет, ну, мы просто видели это на экране, поэтому. Вот так сейчас такая поясня стоит. Давай попробуем ответить. Да, ну, тут, вы знаете, тут ответы очень серьезные. Вопросы очень серьезные прозвучал. Дмитрий спрашивал, оцените перспективу Гарри Кимовича Каспарова на посту президента ФИДа, ведь история доказывает, что он разрушитель и не созидатель. Ну, во-первых, я не согласен. Гарри Кимович прекрасный созидатель. И я сам по себе это знаю. И он создавал ассоциацию ГМА, да, гроссмейстеров-профессионалов. Он создавал сайт Каспаров Чес и много чего создавал. Другое дело, что его детище, ну, во всяком случае, не оказывались долгожителями. И человек, он очень креативный, творческий. Ну, что касается перспектив Каспарова на посту ФИДа, то вот лично для меня очень многое будет зависеть от того, сумеет ли Гарри Кимович разделять дела шахматного мира и большую политику. Потому что лично я очень опасаюсь, что эти две вещи будут смешаны. Ну, и тогда шахматный мир может, ну, скажем так, несколько измениться. И в частности, судьба российских шахмат от этого может пострадать. Вот лично я этого опасаюсь, скажу вам откровенно. Ну, а делить шкуру неубитого медведя, что будет после того, как кто-то из претендентов на президентский пост станет президентом, это довольно сложно. Я напомню, что в августе в Тронсе, в Норвегии, состоится конгресс ФИДа, и там состоятся выборы президентов. И Люмжинов, и Каспаров претендуют. Что будет дальше, это очень большой вопрос. Если Каспаров выиграет, то большие-большие реформы ждут на шахматный мир, чтобы дальше предсказать крайне тяжело. Но это очень отдельная большая тема, на которую можно спорить и дискутировать очень много. Так, вот сегодня уже поступили вопросы, и ну, давай потихонечку. Ну, из Ижевска спрашивают, ну, конкретно по теме. Сколько очков, вы полагаете, будет достаточно для занятия первого места? Ну, давай, Сергей, в рамках, ну, вот в категориях плюс 3, плюс 4 или плюс 5? Плюс 5, я думаю. Точно будет достаточно. Да, ну, вот пока мы с вами обсуждали, начали обсуждать, Крамник и Аннат согласились на ничью. Ну, собственно, вот тот самый вечный шаг состоялся, ферз H4, ферз G5. Ну, что, дорогие друзья, как видите, мы не лаптимще хлебаем, понимаем, что к чему. В общем, ожидаемая ничья состоялась. И пожелаем хорошего отдыха и Крамнику и Ананду, их ждут еще дальнейшие подвиги. Итак, плюс 5, да, Сергей, ты считаешь? Я считаю, что плюс 5 будет чистое первое место, плюс 4 не исключено, что тоже чистое первое место. Плюс 5, я уверен, что чистое первое место. Но судя по тому, что в Лондоне плюс 3 был дележ первое место, я лично ставлю на плюс 4. Я считаю, что плюс 4 это будет первое место. Я тоже, плюс 4 тоже, скорее всего, будет чистое первое место, плюс 3, скорее всего, будет дележ. Вот, мне кажется, два человека. Понятно. Вот у меня такое мнение. Вот некоторым нашим читателям нравится, как мы с тобой, Сергей, обсуждаем позицию и начинаем о чем-то говорить, поэтому считают, что вопросы вообще излишни. Но это такая крайняя точка зрения. Добрый день. Не кажется ли вам, что ходом F4 окончательно Анант доказал всему миру, что Мадрасский тигр проснулся после долгой спячки? Уверен, что еще полгода назад он сыграл бы тихо и надежное ладья H3. Ну, в общем, здесь какие-то шахматные нюансы наш зритель вкладывает. Да, Анант в целом, конечно, выглядит здорово, неплохо. Видно, что он играет быстро, уверенно, достаточно, ну, видно в его действиях энергия. Две победы одержал достаточно легко, удивительно. Обыграл Ароняна Мамедьярова. То есть ясно, что Анант как-то восстановился после неудачи в Чинай. Но насколько его хватит, посмотрим. Турнир длинный, и все-таки ветеранам не так будет просто выдержать этот темп. Так, вопрос к ведущим. Планируется ли в этом году включение по скайпу каких-нибудь известных шахматных персон, как было в прошлом году? Костенюк, Сосонка и так далее. Это здорово бы оживило онлайн. Дорогие друзья, мы над этим думаем. И, ну, если удастся договориться с кем-то из известных людей мира сего, мы обязательно так сделаем. Вопрос, почему Андрейкин оказался не готов к турниру в дебютном плане, мне кажется, преждевременным. Давайте подождем развитие событий. Может быть, просто в конкретных партиях что-то не сложилось. А если завтра-послезавтра Андрейкин преподнесет нам яркие дебютные новинки, уверяю вас, что эта оценка будет скорректирована. Скажите, пожалуйста, какой из восьми участников этого педицкого цикла самый неудобный соперник для Магнуса Карлсона? Ну что, Сергей Аронян? Возможно, и Крамник тоже ничего подойдет. Возможно, и Крамник, и Аронян могут доставить очень большие неприятности Карлсену. И, разумеется, этого нельзя исключать и применительно к другим участникам пробега. Да, ну и вот вопрос, как вы думаете, 19-го числа состоится партия Крамник-Топалов. Пожмут ли они друг друг руки? Ну, я уже во время первого эфира говорил, что это один из таких околошахматных вопросов. Мне почему-то кажется, что Владимир и Веселин преспокойно пожмут друг друг руки и будут спокойно играть в шахматы. Так что те, кто ожидают каких-то околошахматных скандалов, ну, я думаю, что они будут просто разочарованы. Ну, мы еще успеем поговорить на эту тему. У нас пресс-конференция, слушаем Владимир Крамника и Виши Ананда. Мы вернемся скоро. До свидания. Друзья, дядя, 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 добро пожаловать на первую пресс-конференцию четвертого тура турнира представителей. В ничью завершилась партия между Вишенатаном Анандом и Владимиром Крамником. Можете, пожалуйста, какие-то комментарии дать об этой партии? Ну, для меня, это было милость-конференция, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал. Я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал. Против Владимира сам этот вариант. И после Qd6, H5, это хорошая идея, как-то топичная, и Qd6, Qd2, и теперь Qc6 я не изучал в глубокой глубине. И, well, okay, Qd3 is forced, Qh2. And now there's a kind of, well, I doubt Qe1 can be anything. There's Nf3, Qh1, Ng1. But then he goes Rg8, and I think I have to go Rg3. And, well, the position simply wasn't very clear to me. Perhaps I should have gone for that. I missed something here, that after Rg8. Bishop f3, just Bd7. Maybe I overestimated Nb3. And afterwards, when thinking about it, I decided that, well, okay, Nb3, I guess he will play Qe5. So we will get bishop and knight versus rook. And... But with two pawns and the black king being quite safe on G7, somewhere there, I actually decided that white wasn't better there. And, of course, knight e2 just walks into a draw. So... Well, since it's a long tournament, I actually, well, I find it a bit difficult. I mean, I wouldn't like very much to give any variations, because the game has quite a theoretical importance, in my opinion. I wouldn't also like to tell where, what was my preparation and why. No, I just want to say that, okay, in this position, I basically play practically all available moves here. No, I just want to say that, okay, in this position, I basically play practically all available moves here. Bb4, bb7, c5, I play quite frequently all of these moves. And, well, DC4 less frequently, but still, I also used to play, and I think the last... Actually, I played the same, exactly this variation, against Grishuk some three years ago. But probably it was the last time when I played it, if I remember well. At least in official games, yeah. And, yes, and then, okay, the only thing I can say, not going into details, that, basically, I'm happy that I showed a little bit better preparation. I mean, that I showed that I'm also not so badly prepared, as you could maybe imagine after my last game with Black. Okay, thank you for these comments. And, actually, while you mentioned that you were not, maybe, really well prepared with Black, maybe you've seen this comment of Alexander Grishuk on Russian Federation website, where he mentioned that your preparation with Black, because Black is not so well. What can you answer? Well, it is a point of view which deserves attention, that's what I would say. I'm not fully agreeing with you, but he has his points. Well, he has his own opinion, so I would not say that I completely agree with him. Well, he has his right to life. Thank you. Okay, please. Have questions. Вопросы? Вопрос Владимиру. В продолжение темы черного цвета. Вопросы? Вопросового в конце концов в следующая ситуация? Вопросы? Вопросы? We had an unexpected situation. Но в таких случаях, как и в Лондоне, так и здесь, я могу сразу сказать, что моя главная задача на старт турнира было, что называется, не закончить его после четырех туров. Я могу сказать, что в Лондоне и здесь, тоже, мой главный цель для начала турнира был не закончить его после четырех матчей. Тем более, что я не всегда так легко вхожу в турнир. Я давно не играл, поэтому была такая опасность. Но, по крайней мере, эта опасность вроде бы миновала. Другие поджидают меня, но уже не это, так что в этом плане все нормально. Нормально, я не так легко вхожу в начале турнира. Так что, по крайней мере, я чувствую, что эта опасность прошла. Есть еще вопросы? Как вы думаете, какой он может показывать результат, чтобы выиграть в этом турнире? Плюс четыре, плюс пять? Как вы думаете, какие результаты должны быть показаны в этом турнире? Плюс четыре, плюс пять? Да, я не знаю. Ну, мне кажется, я единственное, в чем уверен, что надо будет набирать больше очков, чем другие. А так, на самом деле, турнир развивается по своему сценарию, и очень трудно предсказать, как он сложится, я не знаю. Ну, понятно, что, наверное, где-то между плюс три и плюс пять, но ближе к концу посмотрим. На самом деле, я думаю, каждый меня и каждого другого участника на данный момент волнует только то, чтобы этот вопрос, так сказать, был все еще интересен ближе к концу турнира каждому из нас. Поэтому, а там уже посмотрим, какая конкретная цифра понадобится. На ваш взгляд, вопрос обоим участникам, на ваш взгляд, повлияло на течение борьбы, в основном, на старте то, что в турнире была принудительная жеребьевка, и сперва были, ну, скажем так, три русских дня, три иностранных дня, а сейчас вот эти вот группы как бы смешались друг с другом. Ну, вопрос к двое игрокам. Этот турнирмент был специальный парень, когда первые три дня были борьбы против русских, и теперь русские играют против других игр. То есть, вы можете сказать, что это было бы впечатляет, что это было бы неправильно. Это сложно сказать, что первые три раунда выглядят как русский чемпионат, а не русский чемпионат, а потом мы перейдем. Но я знаю, что это из Ниамбер-турнаментов. Также там они разделили 12 партизментов в 2 группы, а потом после 5 раунда они перейдем. Но я в какой-то системе привычен с турниров Амбер-турниров, когда тоже разделяли участников на 2 группы, и потом эти группы по 6 человек смешивались. Я не думаю, что это очень важно. Жребьевка есть жребьевка, вы просто приходите и играете партию с тем, с кем должны. Я, как-то, честно говоря, вообще об этом забыл, но сказать, что вот сейчас спросили, я подумал, что Ада действительно сыграл с фирменами российскими. Но здесь все примерно одного уровня игроки, и они уже никакой разницы с кем начинать и с кем продолжать. Actually, I even forgot about it. Now that you asked, I realized I played three games against Russians in the first three rounds. But actually, players here are all of relatively same strength, so I don't see any difference with whom to start and with whom to continue. Тогда вопрос немного о другом расслоении, что после первых трех туров, разумеется, как бы рано говорить еще о каком-то распределении сил, но, по крайней мере, стало очевидно, что какие участники находятся в хорошей форме, а какие плохой. Может ли, скажем так, стратегически рассматриваться, что против кого-то лучше сыграть, ну, я не знаю, постараться выиграть, может быть, вопреки каким-то предварительным ожиданиям, а против кого-то, может быть, стоит сыграть, наоборот, поосторожнее. И с этой точки зрения, насколько важна была сегодняшняя партия и для Виши, и для вас, Владимир? Ну, теперь, после трех раундов, мы можем рассчитывать, что игроки в хорошей форме и которые в хорошей форме. То есть, как вы видите, у вас есть какие-то стратегические идеи, может быть, для каких-то игроков, чтобы играть для выигрыша, а для других, чтобы выиграть для выигрыша? Ну, еще даже третий турнир не прошло, поэтому, на мой взгляд, слишком рано давать какие-то оценки. Я просто двигаюсь от тура к туру и играю с тем соперником, с которым должен играть сейчас. И все игроки здесь очень сильные. Я бы не совсем согласился с тем, что уже ясно, кто в хорошей форме, а кто в плохой. Скажем так, кто в хорошей, более-менее мне понятно, а кто в плохой, так это все еще совершенно неоднозначно для меня. Поэтому, нет, я бы не сказал, что турнир... На мой взгляд, турнир не разделился на фаворитов и аутсайдеров. На мой взгляд, нет. Поэтому для меня каждая партия абсолютно одинаковая. То есть, у меня нет такого ощущения, что вот надо вот с этим поднажать, а с этим ничего сделать. Нет, я играю каждую партию, пока, по крайней мере, первый круг. Я играю каждую партию так, как играется. Если есть шансы играть на выигрыш, я его пытаюсь использовать. Если нет, нет. То есть, ну, нет, у меня никаких таких расчетов пока нету. Ну, я бы не уверен, что мы уже можем рассчитать кто в плохой форме и кто в плохой форме. Ну, да, я могу видеть, что некоторые игроки в плохой форме, но я бы не скажу, что я не могу понять, кто в плохой форме. Насколько философский вопрос. Вы оба являлись чемпионами мира. Если бы вы сейчас играли против самого себя времен чемпионства, то кто бы победил? Я думаю, что ничья была бы, скорее всего. Я думаю, что это будет ничью, наверное. Я бы предложил ничью просто. Наверное, согласился бы. Я бы предложил ничью, и, наверное, я бы согласился. Да, это очень сложно, чтобы меня удивить. Вы знаете, очень сложно себя удивить, поэтому... Нет, ну на самом деле, если говорить более серьезно, то просто шахматисты сильно меняются. Скажем так, я по-другому играю. Сильнее, слабее, мне трудно очень сказать, не знаю. У меня примерно тот же рейтинг, примерно такие же успехи. Поэтому просто я другой сейчас шахматист. Ну, в принципе, другой стиль немножко, по-другому вижу шахматы немножко. Но, честно говоря, это сравнивать, не знаю, трудно сказать. У меня были свои козыри тогда, сейчас немножко другие есть козыри и недостатки. Вот все, что я могу сказать. Ну, если мы возьмем это немного серьезно, то я бы сказал, что шахматисты, они меняются, и у меня есть немного другая стиль. Я не знаю, если это сильнее или сильнее, но это просто разнообразно. И это сложно сравнивать. Тогда я имела мои weak points и мои great points, и теперь я также имею мои weak points и мои strength. Так что это сложно сравнивать. Да, и мой рейтинг на самом деле не видно. Да, и я не вижу большую разницу. Виша, бы ты хотел сказать что-то, и вы понимаете, что сейчас шахматы лучше, чем в момент, когда были чемпионом мира, когда только стали чемпионом? Да, это очень простая ответ. Я думаю, что больше и больше вы изучаете чес, тем меньше вы уверены. Тут ответ очень простой. На самом деле, чем больше вы занимаетесь шахматами, тем менее вы уверены. И я думаю, что это тоже самое, даже если вы говорите о игре на вашу историческую себя. Я думаю, что тоже можно сказать в отношении того, если бы я играл сам с собой в прошлом. Я хочу добавить, что если философией заниматься, то на самом деле у меня такая странная есть теория. Я считаю, что слишком глубоко понимать шахматы не надо, тоже плохо, это контрпродуктивно. Я серьезно так считаю, что надо просто понимать чуть-чуть лучше, чем твой соперник, вот и все. Ну, во-первых, начиная с того, что понимание шахматы это не является еще гарантией успеха, потому что есть очень много других качеств. Но на самом деле, когда слишком глубоко начинаешь понимать какую-то позицию, часто она почему-то хуже, ее хуже играть начинаешь. Поэтому это такая очень сложная материя, поэтому вот я как-то об этом серьезно не задумываюсь, в общем-то, и не пытаюсь сравнить там понимание. Ну, если мы поговорим чуть-чуть более философски, то я бы сказал, что я имею в виду теории, что иногда понимание шахматы слишком глубоко, это действительно контрпродуктивно. Все, что нужно делать, это понимать шахматы лучше, чем твой соперник. Иногда, если ты понимаешь какую-то позицию слишком хорошо, то это действительно не помогает тебе. Спасибо большое за твои хорошие ответы. Спасибо большое. Мы готовы. Выходим. Итак, дорогие друзья, мы прослушали такую импровизированную пресс-конференцию двух философов. Ну, вот Анант мне напомнил Сократа, который говорил, что я знаю только то, что ничего не знаю. И, естественно, очень интересно было послушать мнение Владимира Крамника. Воспоминания о самом себе и сравнение силы шахматистов в разное время действительно очень интересно. Тем временем происходят определенные события в оставшихся трех партиях. И перед тем, как уйти на перерыв, мы с Сергеем попробуем вам показать, какая там текущая ситуация. Ну, а вот все поступившие вопросы от зрителей мы ответим на них уже только после перерыва. Давайте сейчас взглянем туда, в турнирный зал, посмотрим, что там происходит, ну и покажем те самые позиции, которые у нас стоят на досках. Могу сказать, что Аронян, Свидлер, там не произошла разгрузка. Вот очень важный момент, что Свидлер не побил на Д4, дорогие друзья. Но это говорит о том, что настрой Петра Свидлера очень серьезный. Кстати говоря, читатели в вопросах, то есть слушатели, зрители как раз в вопросах подозревают Петра в том, что он настроен очень амбициозно. И действительно, то есть не побив на Д4, Свидлер тем самым демонстрирует свой агрессивный настрой. Он хочет реализовать лишнюю фигуру. Ну, естественно, эта палка о двух концах, можно в какой-то момент попасть под атаку. Сергей, как оцениваешь ход конь Д8? Ты знаешь, один из возможных ходов сложно даже оценить. Еще и конь Е7 интересно было. Не, ну сам факт, что от конь Д4 отказался Петр, видно было, что там у черных порядок, то есть он явно настроен искать большее, да? Ну, знаешь, если он позицию смотрел, он должен понимать, что здесь у черных не только в конь Д4 порядок, а должно быть много где, скорее всего. Потому что, если смотришь, как ты говорил по компьютеру, ход Д5 единственный, который позволял им бороться за перевес. Понятно, что какая-то такая медленная агресса, какой-нибудь С7, С3, вряд ли позволяет им бороться за перевес. Поэтому он пытался искать что-либо. Мне кажется, еще конь Б8, конь Д7 перевод, так вполне через Е5 тот же перевод тоже работал. А, через Е5 нельзя было, да, наверное, Ферси Е6. Поэтому один из возможных ходов в борьбе за перевес. Позиция по-прежнему, конечно, не ясная, но если он ее смотрел, что это уже точно очевидно, а Ливон не смотрел вот такой-такой тип, то, конечно, попытаться играть хочется. Свернуть игру в позицию, которую ты лучше знаешь, она у тебя объективно не хуже, скажем так, как минимум. Еще и времени больше. Это уже с малодушницей побить конь Д4. Ну, понятно. В общем, Петр демонстрирует агрессию. Другое дело, объективно, хороший это ход конь Д8 или нет, это уже другой вопрос. Может быть, он не сильнейший, и что в таком духе. Ну, вот я ожидаю, что в этой партии будет вестись борьба на три результата. А, смотри, Петр еще один. Кроме Ливона отошел Ферси Б3, ну что предполагается, да? И тут Петр уже как-то ответил. Быстро достаточно. Кстати, насчет быстроты. Обрати внимание, что уже час 06 только у Свидлера. Он отдал 40 минут практически. Да, но он изучал возможности. На эти сомнения он отдал 40 минут. И сыграно ладья Ц7. Вот. Ну, я думал, что как-то конь, может быть, через Е6 будет. А, правда, для этого надо ладья БЦ3 бить, и потом конь Е6 бить. Но, кстати, тоже был вариант интересный. Вот, потому что иначе конь через Ф7 там на Е6 ферзя запускать не хочется. Он сыграл ладья Ц7, но это большая амбиция. Я думаю, что сейчас белые могут отвести слона с Ц3, потом сыграть Д5. Не знаю, я могу сказать, что я не уверен, что у черных здесь лучше. Это очень сложная материя. В общем, ждем здесь яркой борьбы. Давай посмотрим. Сейчас не будем вдаваться уже в мелочи. Как Корякин с Топаловым. На чем мы остановились? Мы остановились на том, что черные отвели коня на Е7. И вот после этого произошло несколько ходов, но они изменили картину. Значит, ладья Ф на Ц1. Белые вынудили ход Ц6 и сыграли слон Ж5. Вот здесь маленькая ловушка состоялась. Изначально нам с тобой казалось, что после слон бьет Ф3, слон бьет Ф6 и слон бьет Ж2. Казалось, что все легкие фигуры размениваются, но... То есть вот так они бы разменились? Да, если бы так. Но здесь есть ход Фержи 4. Ну вот ход Фержи 4 это была такая коварная ловушка от Корякина. И черные вынуждены играть Ж6. Взяли на Ж2 и, конечно, ситуация меняется в пользу белых. Ну, это в эту прозрачную ловушку не попадается у нас Топалов. Он играет слон бьет Ж5. Конь Ж5. Слон Ж2. Король Ж2. Будь здоров, Сергей Юрьевич. Так, разменялись на Ж2. И теперь у нас получается пара лошадок на доске. Но все-таки это придает борьбе какой-то боевой потенциал. Ну, черные, кстати, играют на редкость логично. Все в том же духе. Хотят коня-то на Д4 привести и вынудить. Или размен коня, или... Да, с пешкой на Е2 надо будет решать проблему. Или конь Д4 и Д, что, наверное, еще неприятнее белым. Да, конь Ф5, конь Д4 грамотный маневр. Ну, в общем-то, ничего нет у белых. А как ты считаешь, не могут белые Фержи 4 сыграть, перевести на королевский фланг? Заодно, кстати, пешку Е2 защитить. Фержи 4, конь Д4. Здесь, во всяком случае, у белых есть темп. А что тут ему делать особо нечего? А, Ферс-Аш-5? А, ну так-то понятно. Ферс-Аш-5, да. Не, ну так хорошо, не обязательно же, да. Вот, защитим таким образом. Ферс-Аш-6, но тут уже конь через Е4 на С5, вероятно. Ты знаешь, этот конь, так тоже туда загружаться. Ну, можно Е3 пока сыграть, потом конь Е3. Ладья Д8 защищать будет непросто. Конь Е4, ладья Ц3 и конь С5. Ну, то есть, вот такая вот. Ну, можно ладья Ц3 начать даже, я вообще не знаю, надо ли. Тут, правда, может быть, даже конь Д6. А, если так вообще. Ну, конь Е4, хорошо. Ферс висит. Да, да, ферс висит, тогда начинаю с конь Е4, виноват. Тут уже, погоди, тут проблемы с фигурой. Виноват, начинаю с конь Е4. Начинаю с конь Е4. Погоди, я могу тут так начать тоже. Ну, какое же коварство, да. Ну, видишь, хорошо, значит, с Е3 неправильно начать. Думаешь, с конь Е4 начинаешь? Да, с конь Е4 начинаешь. Да, я просто считаю, что после ферзь Е6 ничего нет. Хотя, наверное, о, ферзь Е6 еще лучше. Да, и, допустим, Е3. Конь Е3. Нет. Ага. Ферзь на Ж4 не очень. Да, да. Он везде попадает. Ну, что ж, судя по всему, у Топалова здесь, ну, вполне боевая игра. Я думаю, порядок тут. Порядок. И давай последнее, что перед перерывом мы должны отметить, это то, что происходит во встрече Мамидьяров-Андрейкин. Угу. Так, мы расстались на том, что черные взяли на С5. Слон бьет С5, был сыгран ход. И слон Ж2. Ну, вот мы, конечно, ожидали, что слон на Ф4 где-то выйдет, но почему это не сыграл так? Так, а уже поздно. Мы думали, что после слона Д7 он выйдет, а он пошел Е5. Хотя белые могли С4 до этого выйти. Да, вот я как раз думал до этого. Итак, Е5, вот здесь создалось у нас такое стойкое ощущение, что у черных прекрасная игра, то есть они решили дебютные проблемы, и мы даже стали возвращаться назад, искать какие-то более четкие пути за белых. Но сейчас нет времени на это вдаваться. Слон Ж5, ладья А6. Вот так вот защитил коня на Ф6 Андрейкин. И заодно, кстати, развивает ладью. Ладья А на Е1. Ладья Е8. Ферзь С3. Ну, не знаю, правда, что будет дальше с пешкой Е5. Слон еще стоит на С8. Может быть, не все так просто. Так вообще не просто. Обычно в таких структурах пешка на Е5 крайне редко уходит. В общем-то, достаточно рваная позиция у черных. Причем вот то, что белые ладьи оставили на Ф1, это говорит о том, что они собираются взять пешку Е5. А6 сыгран, кстати. То есть приглашение к варианту слон бьет Ф6, ладья бьет Ф6, и кто-то взял на Е5. Вот вопрос в том, можно ли здесь брать на Е5. То есть пункт на Ф2 с одной стороны защищен, но все-таки очень опасный чернопольный слон. Давай, ладья бьет Е5. Ну, здесь, видимо, никто особо не спрашивает. Взяли. Ну, кстати, Ферзем тоже на Е5. Тоже надо было смотреть. Ферзем потом слон Д4 в конце. А, и на конь Д3 слон Ф5, да. Какая-то конь сразу. Конь Е5. Ну, не так просто доказать, видимо, да. Ферзь Б6, конь Д3 есть. Ферзь Б6, конь Д3, да. Слон Д4. Может быть, даже Ц5 есть какой-то трюк. Ц5, я думаю. Ц5 трюк такой может найтись. Ну, не знаю, здесь слон Д4, ладья С1. То есть у белых какой-то небольшой здесь. Ага, тогда конь на Д3 подвисает. Если только... Может быть, это не конец варианта. Может, конец. Сереж, я боюсь, что найти концы этих вариантов мы не сможем. Не сможем, да. Ну, с другой стороны, Ферзь Д2 возможный ход. Да, но все равно слон Ф5. То есть у черных где-то инициатива... Нет, есть, конечно, не просто так пешку отдал. Да, конечно. Итак, пожелаем соперникам удачи и идем на некоторый перерыв. Минуты через 5-7 вернемся в эфир. Дмитрий Андрейкин появился на свет в 1990 году, который оказался богат на шахматные таланты. Его конкуренты-ровесники были очень сильны. Магнус Карлсон, Сергей Корякин, Ян Непомнящий, Ильдар Хайрулин, Иван Попов. Однако Дмитрий не только не затерялся в этой звездной кампании, но и стал одним из лидеров своего поколения. Вершиной его успехов среди юниоров стало звание чемпиона мира до 20 лет, завоеванное в 2010 году. В 2012 году Дмитрий выигрывал почти все турниры, в которых принимал участие. Стал победителем Высшей лиги чемпионата России, а затем и суперфинала, опередив на тайбрейке Сергея Корякина и Петра Свидлера. Выиграл матч чемпионов у Яна Непомнящего. В том же году он взял несколько первых мест в сильных турнирах по быстрым шахматам. Летом 2013 года Андрейкин впервые пробует свои силы в супер-турнирах. В Мемориал Таля Дмитрий проходит без поражений, показывает лучший результат среди россиян и делит третье место. В Дортмунде поражений избежать не удается, но Андрейкин наращивает мускулы для самого значительного успеха своей карьеры. Выходы в финал Кубка мира. В норвежском Тромбсе Дмитрий обыгрывает Дреева, Корякина, Свидлера, Томашевского, но в решающем матче уступает Крамнику. Быстрый и точный расчет сложных вариантов, трезвая оценка позиции, грамотная турнирная стратегия и психологическая устойчивость – главные качества, которые позволяют Андрейкину рассчитывать на самые высокие достижения. Шахрияр Мамедьяров родился 12 апреля 1985 года в Сумгаите. Играть в шахматы его научил отец в 1993 году. В том же году он начал посещать занятия в шахматной школе. Юный шахматист не раз добивался успехов в детских турнирах и стал единственным игроком в мире, который дважды побеждал в чемпионатах до 20 лет. Семье Мамедьяровых принадлежит еще один рекорд. Старшая сестра Шахрияра Зейнаб и младшая Тюркан – тоже носители высшего шахматного звания. В последние годы Шахрияр существенно переработал свой стиль, стал более универсальным и гармоничным игроком. Атака по-прежнему его стихия, но он обновил дебютный репертуар, стал более техничным и гармоничным. Шахрияру удалось выйти на новый уровень, а 2013 год стал для Мамедьярова исключительно успешным. В июне он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, а чуть позже закрепил свой успех, выиграв престижный турнир Парапиду в Женеве. Став одним из победителей турнира в Лондоне и выиграв этап в Пекине, Мамедьяров занял второе место в Гран-при Фиде 2012-2013 года. Шахрияр доказал соперникам и болельщикам, что готов к покорению самых высоких шахматных вершин. Сильнейший гроссмейстер Болгарии родился 17 марта 1975 года в Руси. Веселин научился играть в шахматы в 8-летнем возрасте и очень быстро выдвинулся в число самых перспективных игроков своего поколения. В 1989 году он стал чемпионом мира до 14 лет, а в 1990 – вице-чемпионом до 16. В 1992 году Топалов становится гроссмейстером и практически сразу врывается в элиту мировых шахмат. С середины 90-х искрометный болгарин выигрывает турнир за турниром и вскоре становится одним из претендентов на мировое первенство. В 2005 году Топалов подтверждает свою силу, выиграв матч-турнир за звание чемпиона мира Фиде в Сан-Луисе и завоевав высший шахматный титул. В 2006 году в Элисте Топалов на тайбрейке уступил в объединительном матче Владимиру Крамнику, потеряв звание чемпиона. После небольшого спада, последовавшего за матчем, к концу 2008 года Веселин вернул себе первую строчку рейтинга листа и вновь отправился штурмовать Олимп. В 2009 году он выиграл матч претендентов Укамского и вышел на чемпиона мира Ананда. Матч за высший титул состоялся в 2010 году в Софии. Решающей оказалась последняя партия, которую Топалов проиграл. В матчах претендентов 2012 года Топалов уступил Камскому, но не оставил притязания на шахматный трон. Выиграв турнир в Лондоне и Цуге, Болгарин победил в Гран-при Фиде 2012-2013 года и вновь является одним из главных кандидатов на матч чемпионом мира. Топалов отличается ярким бескомпромиссным стилем. Он играет каждую партию на победу, а сочетание острого тактического зрения с тонким позиционным чутьем позволяет ему создавать шахматные полотна исключительной красоты. Как и многие другие звезды первой величины, Сергей Корякин родился в урожайном 1990 году. Когда Сереже было 5 лет, отец показал ему, как ходят фигуры. Через два месяца Корякин отвели в шахматный кружок Дома пионеров в родном Симферополе. Талант Сергея проявился рано, и для его огранки Корякин переезжает в Краматорск, чтобы заниматься в знаменитой школе шахматных звезд. В 2002 году Руслан Пономарев включил Корякина в свою команду для подготовки к матчу с Иванчуком в финале чемпионата мира Фиде. Бесценный опыт помог Корякину стать самым молодым гроссмейстером в мире. Он получил звание в 12 лет. Классический вундеркинд. Он рано связал свою жизнь с шахматами, и всю ее подчинил достижению главной цели – стать чемпионом мира. В 2009 году молодой шахматист поменял украинское гражданство на российское. Он прочно вошел в состав сборной России, а с 2011 года обосновался в мировой десятке. Сергей регулярно выигрывает супер-турниры. Самый большой турнирный успех пришел к нему в мае 2013 года в норвежском Ставангере. Чистая победа впереди Карлсона, Ароняна, Ананда. Корякин силен не только в классике. Быстрые шахматы – родная стихия Сергея. Он становился чемпионом мира Парапида в 2012 году и выиграл Кубок мира по этой дисциплине в 2010. Стиль Корякина отличается универсальностью. Он одинаково хорошо ориентируется в спокойной позиционной борьбе и в диких тактических осложнениях. Петр Свидлер родился 17 июня 1976 года в Санкт-Петербурге, где живет по сей день. Петр начал заниматься шахматами в 1983 году. Быстро пришли первые значимые успехи. В 1991 году он разделил победу в чемпионате СССР среди юношей и первые третьи места на чемпионате мира до 16 лет. В 1994 году стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет и получил звание гроссмейстера. В том же году он впервые стал чемпионом России. Это звание он завоевывал еще шесть раз. Абсолютный рекорд. Петр быстро выдвинулся в число сильнейших шахматистов России, а впоследствии и мира. Много лет петербургский гроссмейстер выступал за сборную России и, как правило, очень удачно. В его активе пять золотых и две серебряных олимпийских медали, а также победа на командных чемпионатах Европы и мира. Несмотря на впечатляющие результаты, многие специалисты считают, что Петр мог бы добиться еще больших успехов. Настолько велик его шахматный потенциал. Свидлер – превосходный тактик. В его активе множество красивых партий и победы над лучшими шахматистами мира. Ливон Араньян начал играть в шахматы в 9 лет, а уже в 12 стал чемпионом мира среди юношей. Он еще не раз добивался побед в юношеских турнирах, а наиболее важным для молодого шахматиста стал успех на турнире в Гоа в 2002 году, когда Ливон стал чемпионом до 20 лет. К этому времени его семья переехала из Армении в Германию, где Араньян живет и по сей день. Титул шахматного принца помог гроссмейстеру в карьере и убедил в правильности сделанного им выбора. В середине нулевых к Араньяну пришли первые крупные успехи в международных турнирах. Первый этап карьеры завершился победой в Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2005 году. После этого армянский гроссмейстер получил возможность регулярно участвовать в претендентском цикле. Вскоре он прочно прописался в элите. В его активе первые места в сильнейших соревнованиях нашего времени. Вей Канзее, Линаресе, Мемориале Таля, Бильбао. В 2009 году Ливон досрочно выиграл серию турниров Гран-при Фиде. Араньян — отличный командный игрок. На протяжении многих лет он возглавляет сборную Армении и трижды приводил команду к победам на Олимпиадах и однажды к победе на чемпионате мира. Араньян — еще и признанный мастер быстрой игры. Он не раз побеждал в Монако и Маенце. По состоянию на 1 марта 2014 года рейтинг Араньяна достиг рекордной для армянского шахматиста величины — 2830. Этот гроссмейстер на протяжении многих лет удерживает вторую строчку рейтинг листа, а чемпион мира Магнус Карлсон называет его своей главной угрозой. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в эфир. Продолжается четвертый тур турнира претендентов. И, в общем, развиваются события в оставшихся трех поединках. Довольно лихо стали играть Мамедьяров и Андрейкин сейчас. Просто я вижу, что значительно меняется картина происходящего. Давайте мы сейчас посмотрим первым делом именно то, что происходит на досках. Вернемся визуально. Ага, вот это у нас Петр Свидли. Да, вот здесь. Кстати, сам себе проблемы придумывает, на мой взгляд. Но давайте все-таки начнем с Андрейкина. Давай с Андрейкином, мне кажется, он уже придумал проблемы. Да, потому что это действительно интересно. Итак, после хода Ферс С3 последовал ход А6. Взятие на Ф6. И он не взял ладьё, не стал жертвовать пешку, а сыграл с ЖФ. Ну, я вот так, знаешь, не вникая, скажем так, в конкретику, могу сказать, что так вот не может быть хорошо. Прямо-таки не может быть. Ну, во-первых, так всегда можно было делать и без ладья А6. Да, без ладья А6. Ну, может быть, тогда Ферс С2 еще хуже. Но в целом, вот такой стукур я никогда не видел хороший. Это конь А4, слон Е4, Ферс С3. Ну, то есть черный могли слон Е6, ладья Д8 по-человечески. Нет, уже надо было на слон Ф6, ладья Ф6, примерно вариант, который мы смотрели. Но там блестящий шанс на соскок, скажем так. Открытая позиция, два слона, но и материала немного. А так, Б4, очень логично. И это очень логично. То есть слон на Д4 нигде уже не идет, да? Слон Ф8, конь А4. Ну, я думаю, что и Ф5 надо смотреть за счет. А слон А3. Ладья Ф6. Не знаю, там даже Ф4. Ну, давай будем что-то двигать. Ф5? Здесь и слон Д5 заслужит внимания. Ну, давай посмотрим, можно ли разрыв устроить сразу. Может быть, а погоди, а на слон А3, так. Да, то есть взятие на Ф5 это серьезные угрозы, да? Слоном, да, очень. А как? Ну, если Ф4, структура все-таки у черных будет. Ну, это безнадежная структура будет. Я еще Ц5 вырежу слона, конь постепенно подойдет на... Итак, а если ладья Ф6? Ну, ладья Ф6, вот я думаю, что и Ф4 может сильно быть. Ну, Ф4 шаг не мальчика, но мужа. А взятие на Б4, если состоится после... А, и шаг в Ц5 же? Ц5 же. А, Ц5, да? То есть тоже не получается. Да, не совсем понятно, как здесь черные воюют за правое дело. Да, действительно, достаточно серьезный вопрос. Но, может быть, и Ф5 ход несколько опрометчивый. Вот угрожает ли реально белопольная вот эта... Угрожает слон Е4. Он Е4, да, и Ц5, Ф3 куда-то отправились на королевский фланг. Да, в общем, от Андрейкина, дорогие друзья, сейчас мы ждем какой-то тактического обоснования. Давай посмотрим, может быть, уже сходил. Конь А4 сыграно, да? И ждем от Андрейкина обоснования своего вот этого изменения пешечной структуры. Ну, можно на перешку Ц4, наверное, навалиться. Да, КАЦ5 его поставлю. Вообще навалиться непросто. Б6 там будет, нет? Ну, то есть, допустим, АБ, АБ, слон Е6. АБ. АБ, слон Е6. И просто попытаться сразу быстро. Ну, давай, Ц5 пойду. Б6, да? Б6, не знаю. А Б6, Ц6. Ц6. Ага. Б5. Б5. Не напали. Ну, слон на Ц4 идет, если что, да? Ну, может быть, уже подумать. То есть, Ф5 это опять-таки размены в пользу белых будут, да? Хотя надо... Я не подумал, честно говоря, на Ф5. Ну, все равно там у белых лучше. То есть, на слон на Ц4, конечно же, жертвуешь качество, да? Так, а там не жертвуешь, там же я просто, мне кажется, мат ставлю. Какое из этого качества? Где? Взял, взял. Какой? Ну, шах. Мат три хода. Хорошо, а слон бьет Б4, если сначала. То есть, все равно Ф4, КОНЕ в 5. И КОНЕ в 5. Да, просто КОНЕ в 5, да. Ну, это очень опасно для чего-то. Может, просто матом закончится? Может, просто матом закончится, да. А шахом, а шах тоже же там, ой, прошу прощения. А что на шах? Куда? Все. На КОНЕ в 8, КОНЕ в 5. На КОНЕ в 8, на КОНЕ в 8, ФЕРЗЕ в 5. Да. Есть, есть определенный труд. Ну, в общем, тут, видите, как я хочу показать, что чуть-чуть задремал. Слон только ушел. Поле на Ж4 только появилось для ФЕРЗЕ. А сразу просто мат прямой наводкой. Ну, не знаю. Мне кажется, крайние оценки еще все-таки. Не, я говорю, что очень опасно. Какие опасности есть? Здесь еще, конечно, не проиграно. Здесь вот, вот, Ф5, да. А может, ЛАДЯ Д8, ЛАДЯ Д4 можно пока сыграть? ЛАДЯ Д8. Здесь? Да, здесь, конечно. ЛАДЯ Д8 поставит ЛАДЮ на Д4. А ФЕРЗЕ в 3, если все равно? Ну, да, вот ЛАДЯ Д4. Давай попробуем. ФЕРЗЕ в 3, бьем на Б4 смело. Давай посмотрим. Тут есть угрозы. Пока слон на Е6, может быть, страшных угроз и не быть. Нет, там просто на А7 это будет только один шаг. Только король 6, Ф8 на Е7 убежит. На КОНЕ в 5 бьем на Ф5. Нет, зачем бить? На КОНЕ в 5 как раз я немножко себе перекрыл. Ничего не грозит. Зачем бить? Ну, а тогда в чем идея белых? Идея белых. Нет, тогда не будем торопиться. Вот так. Это уже первое достижение со стороны черных. Нет, ну, зачем уже отдавать сразу-то? Ну, вот, вероятно, что-то такое Дима Андрейкин задумал. Кстати говоря, сейчас на экранах вы видите Веселину Топалова, который очень внимательно изучает позицию. Кстати, ФЕРЖЕ 4, тот ход, который мы ожидали от Корякина, но не был сыгран ФЕРЗЕ в 6, просто поставил коня на Д6. Топалов не пуская белого с кокуна на Е4. Ну, тоже солидное очень такое, надежное продолжение. Я подумал, что заслуживает внимания и Ладью подключить. Вот это да. Вот это номер. Не выигрывает. Ну, Ладья Д4 тоже есть ход. Все равно, да? Ну, я не знаю, насколько... Потому что Ладья бьет Б4, мы при случае можем ударить. Есть такая... Да, но ход Ф2 и Ф4 все-таки обнажил кое-какую диагональ. Зато Ладью подключил. Она у нас никогда не играла. А сейчас играет. Король Аш1. Король Аш1. А что такое? Очень боевая игра. Очень боевая игра, да. Ну, Сережа... Но она не безвыгодна для белых. У черных проблемы, скажем так. Серьезно, да? Ну, конечно, а как? Ну, посмотри на позицию. Ни одной пешки хорошие черные. Ладья А4, съел пешку просто. Все съел. Я еще думал Ладья А2 и куда-то на Ж2 занести. Но я думаю... Ну, погоди, как все-таки... ФЕ взял на Б4 просто. АБ. Ой, Ладья А бьет Б4. А бьет Б4. А бьет Б4? И на С5 взяли. А, и тут ничего нету, да? Ну, если будет, то плохо. А если не будет, то хорошо. То не сильно плохо. Ну, может Ферзь С5. А что тут? Ты Ферзь С5? Да. То есть где-то ты Ладья А6 все посчитал. Я ничего не посчитал. Абсолютно. Я просто верю в то, что что-то срастется. Но вот если бы я играл за черных, я бы так легко все это не делал, конечно. Так, ну ладно. Давай мы пока завершим обзор происходящего. Так, над чем думает у нас Веселин? Просто покажем позицию текущую. Корякин против Топалова, раз у нас наши режиссеры так настойчиво показывают нам болгарского с чемпионом мира. После Ферзи 4 последовал не Ферзи в 6, как мы обсуждали, а Конь Д6. И Корякин сыграл Е3. Ну, в данном случае вполне обоснованно, да, потому что пешка на Д3 не висит. Ну, Е3 возможный ход. Е3. Уже сыграно. Е3. Ну, теперь Топалов думает, что... Ну, Ферзь Е7, Ладья АД8 напрашиваются какие-то простые терапевтические меры. Честно говоря, любой ход нормальный. Опять ход нормальный, да. А, Ферзь H5 не грозит теперь, да, H6 просто и все. Да, дело в том, что Конь на Д6 контролирует массу полей. Хотя, в принципе, он достаточно беспреспективно стоит. Ну да. В общем, видно, что у черных здесь вполне надежные, солидные позиции. Нет повода для каких-то излишних эмоций. И последняя Аронян с Видлером. Последняя у нас по очереди, но не последняя по значению. Потому что партия, видимо, действительно становится центральной. Ага, пешка на Д5 пошла. Дорогие друзья, это самая интересная партия сегодняшнего дня. Вне всяких сомнений. После хода Конь Д8 последовал Ферзь Б3, Ладья АД7. Это было уже. Да, Слон А1. Ладья АД8. Д5. Рано или поздно Д5 бы пошла, иначе... Ты знаешь, мне очень нравится пешка на Д5. Теперь Слон на Б7 и Конь на Д8 чувствует себя неуютно. Ферзь Д7. Ферзь Д7 и Ферзь Б2. Такое ощущение, что белые матуют короля, стоящего на Ж8. Как-то Ферзь Д7, вот все смотрится. Комично, да? Ничего, может, неплохо, но смотрится забавно. Но это, знаешь, это компактная упаковка. Это вот математический термин. А она добром никогда не заканчивается обычно. Да, да, да. Теперь Ферзь Е7. Итак, белые угрожали ходом Ферзь H8 начать объедать весь королевский хрон. С шахами. С шахами причем. С е7, да. Ой, сомнительно это все смотрит за черных. Я, например, ладья Б на Д1... Вот это уходят ходу. Хороший ход подвел. И белые просто угрожают цинично пешками задавить черных. Есть ходы? Конь Ф7? Я вообще не понимаю. Е5. Конь Ф7, Е5. Какая-то ерунда. На ладья С2 Ферзь отскочил с шахом. А, куда с шахом? А давай посмотрим. Ферзь H8. Так Ферзь F8 на Е2 висит. Ферзь D... Ну ничего, Ферзь Е5 шах еще сыграл. Подожди. Ну не стоит. Не знаю, может быть даже уйду. А Ферзь Е7 ты когда планируешь? Ферзь G3 пошел и дальше Е5. Ну дальше ход мой. Ну ладно, если король D7... Все равно Ферзь G3. И следующий ход Е5, Е6 и дальше с песней. Ученых вообще есть какие-то идеи? По-моему, близко к безнадежным же, так? Ну я боюсь, что король на D7 все-таки скажет. А я на C8 там. Сейчас рокернусь в длинную сторону. Так, ну давай по ходам конкретно. Е5. А на D5 не висит, да? Нет, ну вот в этом-то весь и... Там вот по вертикали D не будет никаких неприятностей. Ну опять-таки все по ровну. Вот сейчас, если даже потеряем фигуру. Ну, король. Да, так, так. Нет, так Ферзь на C5 выходит. Отлично. Ну хорошо, Ладья C5. Ну да, здесь вот у белых еще, может быть, есть какие-то вариации. Можно Слон D4 про... Можно Ферзь Аштрик. А, на Ферзь Аштрик куда ходишь? Не знаю. А вот. Не видел такого хода. Уйду обратно. Король Е8 взял на H7. Так на F2. Слон D4. Вот, Слон D4. Ты подставился? Не знаю, мне кажется, очень опасный. Просто очень опасный. Я, честно говоря... Помнишь, как Шариков говорил? Вот его спрашивал, Филипп Филиппович, с кем ты не согласен? С Энгельском? С Энгельсом или с Каутским? И Шариков ответил с обоими. Вот, честно говоря, здесь есть вопросы к обоим шахматистам. Может быть, Слон D4. Но позиция слишком сложная, да? Ну, мне кажется, черный Ферзь G3 может быть рановато. Слон D4, нет? Ой, не знаю, Сереж, здесь исключительно сложная борьба. Я считаю, что Петр может здесь, конечно, доиграться с огоньком. А у нас по времени... А, по времени пока все в порядке, Светлера. Итак, дорогие друзья, а теперь у нас в эфире сюрприз. Вот нас зрители спрашивали, будет ли у нас включение в Скайпе с известными людьми мира шахмат. И вот мы дозвонились до Яна Непомнящего. Сейчас наши видеорежиссеры постараются связаться с Яном и выслушать его комментарии. Я надеюсь, что Ян будет не спрашивать, а комментировать происходящее. Ян, мы ждем тебя в эфире. Так, сейчас Ян выйдет на связь. Да-да. Ян, здравствуй. Привет. Ян, ян, здравствуй. Ян, ты слышишь нас? Слышу. Да, Ян, здравствуй, во-первых, мы рады, вот, с Сергеем, что ты подключился к нам. Прокомментируй, пожалуйста, происходящее, все, что ты хочешь сказать. Что, я пока ничего не хочу сказать, просто я вот смотрю тоже партии, могу, то есть, немножко поделиться. Вот, если меня спросить. Большая просьба к тебе, Ян, говори погромче, немножко плохо слышно. Плохо? Да. Да, алло. Алло, как тебе турнир, Ян? Ян, в целом, расскажи свои впечатления о турнире, для начала. Ну, вот, сначала прошел чемпионат России, надо сказать, вот, мы не выявили там сильнейшего. Вот, первое, второе место поделили, как там, получается, Кравник и Свитлер, да, у нас в нашем чемпионате? Да, да, именно. Вот, и ждем второго круга. А вот это, мне кажется, такой вот переходный этап, то есть, эти вот партии мало кому интересны. Ты считаешь, что среди россиян скрывается будущий претендент? Конечно, конечно, да, конечно. Не, ну, если россияне и иностранцам напроигрывают, то потом уже не важны по чемпионам России. Честно говоря, сейчас идет матч века, как бы, такой матч-турнир. Ага. То есть, у нас турниры немножко... Четыре турнира в одном, по сути. Да, ну, то есть, ты Ароняна и Ананда не рассматриваешь так уж всерьез? Или это все шутка юмора? Как ты? Не, на самом деле, в основном все шутки, потому что, конечно, Ананд порадовал всех. Набрал очков очень много, то есть, я думаю, что все считали, что он, может быть, наберет 50% очков в первых, примерно, в десяти турах. Но он уже, на самом деле, ну, сделает много ничьих, грубо говоря, да. Но он очень удачно, как бы, действовал. Ну, теперь с отметки плюс два он может действовать солидно, да, и не лезть на разон. Ну, да, и плюс два, в принципе, да, и где-то вот подцепить еще какому-нибудь взорвавшемуся молодого шахматиста. Понятно. Кстати, как оценишь пока выступление своих сверстников? Ковякин, Адвейкин не радует пока? Ну, в смысле, вы уже сами за меня ответили, получается. Ну, может быть, ты ожидал от них все-таки чего-то другого? Да нет, ну, трудно сказать. Ну, понятно, что, в принципе, Сергей нас проинформировал, что у него было там четыре тренера, как бы, там, и массажист. Так что, мне казалось, да, что, может быть, старт получится более успешным, но на самом деле. На самом деле, конечно, да, то есть пока что не клеится игра в целом. Но вот сегодня какую-то избрал другую тактику Сергей, может быть, что-то сумеет выжить. Понятно. Как оценишь происходящее в партии Аронян Свидлер, вот, как знаток защиты Грюнфельда и того, что там произошло? Ферз А3, вот, что это за новинка? Изучалось ли это? Водя БД-1 последний ход. Ну, я думаю, что Свидлером она точно изучалась. Ну, это, конечно, это мы, да. Вот, больше ничего не могу сказать на этот счет. Но я думаю, что довольно странно, поскольку Аронян недавно играл такую партию с Грючуком, и он оказался, ну, явно, ну, не то, что не готов, но как-то, да, то есть он потратил слишком много времени, мне кажется, по крайней мере. Ну, либо это было какое-то гениальное исполнение, актерская такая игра, что, мол, я ничего не помню, что за позиция, первый раз вижу. Вот, но на это, на самом деле, на Ливон это не очень похоже. Да, совсем не грозит. Да, ну, вот, как-то, да, вот, комби-Д4 Свидлер не побил, то есть комби-Д4 давал ему чуть лучше Эншпель, почти не шейный. И вот сейчас позиция такая совершенно неясная, но я бы, кстати, поставил скорее уже на белых, то есть, ну, при таком раскладе, потому что белыми играть очень легко. У них очень мало, у них очень мало фигур, как бы, осталось, чтобы, то есть сразу выбор сужается автоматически по умолчанию. Вот, в принципе, план такой, нехитрый, Е5, Е6, Е6, там, ну, в каком, в правильном порядке, все надвинуть и выиграть. Понятно, понятно. В целом, Ян, на кого ставил в этом турнире ты, вот, все-таки, ну, давай так, серьезно, уже шутки в сторону, кого ты рассматривал как фаворитов и изменило ли твое ощущение, вот, ну, произошедшее событие? Нет, ну, фаворитом, понятно, что я рассматривал Ароняна в первую очередь, вот, ну, потом уже, может быть, Крамника и еще, скажем так, еще кого-нибудь, вот, но пока что у нас вот есть единый личный лидер, так что я думаю, что надо просто смотреть на результат. Вот, ну, правда, сегодня она от Крамника такая партия особо не получилась, то есть, там, заранее анализа, по крайней мере, Крамниковского партия не вышла, вот, но, ну, в целом, пока что те, кто в плюсе, те, как бы, теми, те считаются фаворитами, а кто в самом большом плюсе, тот, я думаю, на данный момент фаворит номер один, тем более, что, в принципе, сумел выиграть черными Виши, и Белыми тоже поставил проблемы, то есть, ну, по крайней мере, ну, и сегодня пытался, вот, так что, по крайней мере, он готов, он, судя по всему, как-то хочет бороться, в отличие от ряда предыдущих соревнований. Понятно, ну, вот, к тебе, как к человеку, который общался и занимался с Магнусом, с Магнусом Карлсоном, ну, вопрос, который, вот, мы просто можем переадресовать тебе вопрос, которым нас уже замучили с Сергеем, кто из участников этого пятидетского турнира имеет реальные шансы против Карлсона, ну, в частности, какие шансы у Ароняна, у Крамника, я имею в виду грядущий чемпионский матч, твоя точка зрения на этот счет? Ну, я вот, это будет, наверное, самая странная точка зрения, что, мне кажется, шансов не имеет только Анант. А, не имеет, то есть Анант не имеет шансов, да? Скорее, остальные, мне кажется, да, но остальные, те, кто реально претендуют на победу, я думаю, что они имеют нормальные шансы, поскольку, но Ананту, мне кажется, очень будет трудно психологически, еще раз, как бы, завалить на себя эту ношу. Так. Вот, а вот остальные, ну, мне кажется, подобных проблем не испытывают, и, по крайней мере, счет не такой. Плачевный у них с нынешним чемпионом. Ну, можно согласиться с Сергеем, да? Ну, не знаю, разве только дело в счете предыдущих партий? Ну, то есть, даже и динамика, как бы, их развитие, то есть, скажем так, Анант. Не могу сказать, что какие-то партии ему удавалось, действительно, бороться за победу. Ну, хорошо, Анант, это понятно. Ян, а если на Ананду выходит Мамедьяров? Нет, на Ананду Мамедьяров пока не выходит, только если на Карлсона. Ой, да, да, я извиняюсь, конечно, на Карлсона, да. Ну, тоже там, наверное, шансы будут не настолько уж значительные. Нет, ну, с Мамедьяровым и Андрейкиным, ну, можно долго там обсуждать со слагательным наклонением, но пока у них все-таки на двоих минус три. Пока нет оснований для таких предположений. Пока, преждевременно, но я думаю, что шансов, ну, как бы, я не думаю, что очень много, но в целом, да, что тех, кто сейчас лидирует, думаю, шансы неплохие. Ну, за исключением, я думаю, Виши, как ни странно. Ну, хотя тоже, я думаю, что рано списывать счетов, потому что, может быть, второй раз все эти, как бы, ошибки, если Виша представит, с такой шансом он не будет повторять. Понятно. Спасибо. Так, Ян, ну, может быть, у тебя тоже какие-то есть вопросы? Ты грозился мне в скайпе задать вопросы. Я его еще не придумал. А, нет, вот. Сейчас я. А вот я бы наздавал просто на пресс-конференции, вот, Виши спросил, в чем у него секрет возвращения, так сказать. Вот. Что, столько партий уже выгодно. Так. Скажем так. Но на пресс-конференции я, к сожалению, не попал, так что... Понятно. Так что, не знаю. Ну, что, я думаю, просто Анант успокоился, перестал, Шапка Мономаха его не давит спокойно, человек играет в шахматы, знает фантастически много, умеет, класс высокий. А чтобы ему не поиграть просто так в шахматы, особенно если психологического нет давления на него, ну, вот. Возможно, мы переоценили несколько его спад, возможно, все не так плохо у Виши. Он, в конце концов, еще молодой человек, вот это я могу об этом так судить, для тебя, Ян, конечно, он уже старичок глубокий, но я-то понимаю, что Анант совсем молодой еще человек. Да, даже, может быть, не столько в этом дело, просто, ну, как-то проснулось желание играть, потому что спада как-то шахматного у него не было. А было какое-то такое, ну, апатия, может быть. Да, конечно, апатии, мотивации не было, ну, вот сейчас, видимо, что-то появилось. В конце концов, он индийц, буддист, наверное, открыл чакры, как-то энергии космоса в себя впустил, да. Конечно, конечно, да. Восток дело тонкое, и не нам, европейцам, о том судить. Вот, ну, ладно, Ян, спасибо, и вот, спасибо тебе за включение, я надеюсь, что мы в будущем будем продолжать консультироваться с тобой по важным вопросам, особенно в защите Гринфельда. Спасибо за включение. Дорогие друзья, для вас, для нас, для всех, комментировал происходящее один из сильнейших шахматистов России, Ян Непомничий, ну, а мы возвращаемся в Хантамансийск. Давайте, спасибо, до свидания, Ян. Пока. Давайте посмотрим, вот, картинку из зала и, соответственно, происходящее на шахматных полях. Так, ну, вот конь на h4 пошел уже у Мамедьярова. Ой, и пешка на b6, это интересно, ох, это интересно. Так, b4, слон f8, на чем мы закончили, да? Нет, конь h4, вот после слона f8 конь h4. Слон e6, ага, показать? Да. А, b, a, b было? А, b, a, b. Ну, ход, видимо, включение не... Слон e6? Да, c5. c5. Слушай, b6, все как мы смотрели, да? Угу. Ты здесь предлагал ход c6. c6, b5, я смотрю еще ход. То есть... Существует, наверное. b5, слон c6, cb тоже неплохо смотрится. Ну, b5, может быть, можно ладья a4 как-то. Слон c6. Слон c6, вот, потом. Давай, давай, надо пробовать. Там слон c5, я вижу, какая-то тактика начинается, может быть, это ничего и не получается. Или ладья a5, или ладья a4. Так, на c6 слон b4, да? Ферзь c2, ладья a2, не поймешь. Ну, вот я хочу слон c6 попробовать сразу. Слон bc5. Вот слон bc5 можно, нельзя. Вот тут, может быть, какой-то ход ферзи f3 есть тоже промежуточный. С нападением на f6 и на f7. Ну, да, если я взял, то слон f2, да, это понятно. Вот насколько эта пешка важна? Наверное, важна. Ох, важна. Близко к королю. Ох, не хочется ее терять. Ох, не хочется. Да, да. Угу. Поэтому на слон c6 надо куда-то отступить. Так, ладья d8. Ну, вполне грамотно, да. Вот теперь я пробил. Пробил, так. И теперь, может быть, так же пошел. Ферзь f3. То есть, опять-таки, подвисает пешка на f6. Ну, чуть-чуть. Тут она так, наполовину подвисает. Ну, можно даже король g7 сыграть, наверное, спокойно. Ну. И потом слона с f8. Да. Взяли, взяли, да? Ну, я не знаю. Я под угрозу расстрела только взял. Ну, хорошо взяли. С5, подожди. Ну, а почему, собственно, должны черные... Или ладья d2 сразу пошел. Не знаю. Ну, вот, на мой взгляд, пешка f2 тоже, в общем. Да, на мой взгляд, ужас какой-то просто. Ужас, да? Король h1 f4, что ли? Нет, ну, как? Что тут? Слон c5. Так шаг, шаг на d2. А, нет. Ну, вот, да. Это я все зевнул. Ты так не боишься, что забежит, да, все время? Ты знаешь, Сереж, я не боюсь, потому что это не моя позиция. Просто не я играю черными. Если бы я играл черными... Ну, бывает, что ничего страшного, но что-то, мне кажется, при разноцветии. Ну, хорошо, сыграл слон c5, тем не менее, вот прямо здесь. Да, ну, ты знаешь, мне кажется, позиция статическая. Я могу и ладья e2. Слон e4, я играю королев 8 пока. Может быть, но если я ладья e2. Вот позиция, мне кажется, что она сама по себе очень-очень неприятная. Потом даже король g2, где-то f4. Слон e4 каждым ходом считать. Согласен, согласен, да. Все-таки, может быть, тебе попытаться не отдавать слона. Слон e6 все-таки мощный. Ничего же тут не произошло пока. Ну, отойди. Ну, то есть мы держим четвертый ряд, да? То есть никто никуда не идет. Ну, кони f5 пока слон e6... Правда, ферс h5, наверное, вынудит какие-то. А, я сам недооценил свою силу. Да, тут, может быть, и вынудит. Да, тут начинается. Да, смотри-ка. Может быть, король g7. Ну, ты знаешь, какие-то проблемы-то есть. Слон c6 можно поставить. Ну, вот ты помнишь, да, что... О чем мы говорили до этого? От хода b6-то мы отказались, в конце концов. Я ладья d8, ладья d4 стал другие каверсы строить. Ну, ты, может быть, и правильно делал. Может быть, это было более здраво. По крайней мере, ты-то там... Хочешь пешку съесть в этом фоне, хоть есть за что мучиться. Здесь при слоне c6, как говорится, дармовой заезд. Может быть, ничего страшного, но... Сереж, мы с тобой все-таки по поверху здесь идем. Верхний пласт снимаем, в то время, как Андрейкин, наверное, здесь уже очень глубоко копнул. Сейчас, может быть, он нам что-то покажет. Итак, b6 и думает, как я понимаю... 33 минуты. У кого? Ой, ну, ты можешь ничего... Вот в этой позиции. 35, да? Почему-то показания часов... Ага. Там у нас меняется. Ну, в общем, оценить эту позицию не так-то сложно. То есть, общее ощущение такое, что у белых перевес, но, в общем, не исключено, что на конкретных нюансах у Андрейкина все срастется. Так, есть ли у нас какие-то еще яркие... Давай посмотрим другие, да? Да, ну, просто здесь... Карякин-то, Павел, там скукота, да? Карякин-то, Павлов, ничего особенно не происходит. Да, там просто ферзь f6 вышел, ничего не творится. Просто нет явных изменений. Соответственно, тоже очень сильно задумался Свидлер. И для нас, Сергей, это повод поговорить с людьми, ну, в смысле ответить на их вопросы. Так, ну, вот всех болельщиков, буквально всех интересует, каковы шансы у тех или иных шахматистов вернуть корону либо в Россию, либо в другие страны мира. Это шкуры неубитых медведей. Мы уже много обсуждали, и вот Яну задавали вопрос. Давайте на эти вопросы мы сейчас не будем отвечать. Вот задают вопросы люди такие, например, уважаемые комментаторы, как вы полагаете, влияет ли факт выхода победителя этого турнира на робота Карлсона в матче на отношение участников к турниру? Или все же об этом никто не думает? Но, дорогие друзья, неважно, с кем победитель этого турнира будет играть дальше. С роботом Карлсоном или с роботом Гудини или что-то иное. Выход на матч на первенство мира – это колоссальное достижение для любого шахматиста, включая Крамника и Ананда. Это огромные деньги, это большая честь и, в общем, это счастье, о котором каждый из нас мечтает. И то, что они боятся, допустим, проиграть Карлсону, поверьте мне, что это нисколько не остановит их в желании выиграть турнир претендентов. Так что сам вопрос, ну, в общем, мне кажется, не о том. Не имеет значения, с кем они там будут играть, они одинаково хотят выиграть. Видел, как… Вот один из участников нашего эфира говорит, видел, как Магнус Карлсон играет в футбол. Какими активными видами спорта занимаются претенденты для поддержания физической формы? Ну, вот я лично думаю, что Анант в футбол не играет. Он не играет. Не играет. В тренажерном зале кто-то его видел. В тренажерном зале он бывает. Да, мне кажется, Крамник тоже сейчас футболом завязал. Наверное, даже с теннисом завязал. Ну, потому что… Плаванием занимается точно. Да, вот плавание, оно более… Оно, наверное, никаких ограничений в себе не несет. И всем, наверное, стоит рекомендовать. Но кто-то любит, кто-то не любит. Вообще футбол – травматичный вид спорта. Там ломали ноги многие шахматисты известные. Ты знаешь, я не помню случаи, когда на сборах футболом кто-то что-то не ломал. Да, бывало. То есть чаще всего бывает обратное. Очень много таких примеров. Поэтому для шахматистов футболка… Даже Гарри Кимович, на что уж в молодости, любил играть в футбол. И в какой-то момент, ну, в общем, его команда ему запретила играть в футбол. В общем, шахматисты сейчас увлекаются настольным теннисом, плаванием. В общем, такими видами спорта, которые не несут в себе опасность получения травмы. Тем временем, кстати, пешка Ароняна уже оказалась на Е5. Давай-ка сейчас мы сделаем небольшое… Я специально оставил это на доске. Да, да, да. Давай-ка небольшое, маленькое включение с диаграммой. Потому что как бы нам не прозевать. На вопросы ответим позже. Вот сейчас видите, как Петр Свидлер… Кстати, один из наших зрителей спрашивал, вот почему же Свидлер так себя ведет вне доски. Заметно, что он очень сильно волнуется. Я хотел бы сказать вам, дорогие зрители, что Петр Свидлер по природе очень экспрессивный и подвижный человек. Ему трудно быть абсолютно неподвижным. Он не может быть памятником самому себе. Между ходами он постоянно ходит, двигается. Это просто такая физиология человека. Это, кстати, ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Он может быть абсолютно спокоен. И при этом, вот смотрите, какой могучий ход Ладьён сделал. Давайте сейчас на диаграмму посмотрим. После Ладья Б на Е1… Ладья С2 пошел, да, наверняка? Нет. Е5-то пошел? Он пошел… Ты вот в этот момент. Ладья Б на Е1, он пошел Коньев 7, Ливон пошел Е5. И сейчас Петр замахнулся. Вот куда Ладью поставил, я не вижу. На С2. Ну да, странно бы, если бы мы поставим на С4. На С2, конечно. Позиция очень счетная, очень жесткая. И здесь шаг на Б5, потом Е6. То есть ждем сейчас от Ливона активного наступления. Но не факт, что шаг будет. Идти на Д4, тогда еще на С4 добавить. Ну, Ферзь Б3 тоже, по-моему, ничего смотрится. Цак, шаг на Б5 исполнен, прямо на наших глазах. Ход Короля Ф8, наверное, вряд ли мы будем сильно обсуждать, потому что, ну, Ферзь Д7 как-то возвращать не будет. Тоже не проигрывать, но Ферзь Д7 хочется поконкретнее. Подожди, так это же будет у нас… Ну, а, наверное, это уже само собой нет. То, что можно… Белые могут отыграть. То есть взяли-взяли, да? Не знаю, мне кажется, Свидлер… Нет, может быть, тут вообще уже пешки проходят? Ей не исключено. Тут надо посмотреть, а как к черным ходить? Так, ой, как опасно. Ну, да, я говорю, что тут может быть очень опасно уже. Допустим, взяли на Ф7, Король Ф7, Д6. Да, Д6, могут пройти просто. Потому что угрожает Ладья Е7. Ладья Е7, да, позиционную еще. Нет, Ферз Д7, видимо, не надо играть. Значит, Король Ф8. Король Ф8, ну, Е6 напрашивается, да? Так. Давай посмотрим. Вопрос такой, не выигрывает ли где-то здесь Иранян сразу? Так, А, Д6, Ф4. Ой, еще слон скрывается. Нет, нельзя. Е6, Конь Д6, да? Конь Д6, какая-то хлипкая, но блокада, да? Ферз Д3, нет, ну, такая может неокончательная быть. Да, Ферз Д3 и, так или иначе, Ферз Д4, Ферз А8. Такое. Ладья С4, пытаться поля вторжения все отфиксировать. Значит, Сереж, а может быть, надо было играть Ферз А4, нападая на пешку А7? Тоже он очень интересный. С двумя идеями, либо съесть на А7, ну, пешки и не орешки, они, в конце концов, могут пригодиться, да? Да, тогда так, попробуем. Потому что Ферз Д4 опасная угроза. Ферз А4, Ферз Б6 просто сел. Не, я все понимаю. Нет. А, Ферз Б6 вообще ничего не напал. Ферз Б6 защитил на Ф2. Да, это совсем плохо стало сразу. Совсем плохо стало. Нет, вот здесь вот от черных требуется уже и тюдно играть. Конь Ф5. Вот что-то черные вообще ничего не сделали, белые просто все надвинули. Нет, ну, это как-то совсем плохо. Тут не исключаю, что... А нет, Д6 всегда... Хотя, может, и Д6 выиграет. А что, Д6 и Ферз Д4? Ну, я на Д6 думал, что Конь Д6 и Д4. Или Ферз Г5 ты хотел. Ну, Ферз Г5 и Е7. Я что-то хотел, но как-то не понял, что все делать. Ну, белые пешки первые проходят, причем шаг. Белые попроще. Все вперед и с шагами, да. То есть Ферз уходит Е7, Е8, шаг. Так, а это уже все. Это конец абсолютно, да? Ну, может... Или близко, но... Кстати, может быть, это шанс. Ну, я бы дал... А, там на Ф2 5 висит. Все время на Ф2, да. Везде шанс один, но на Ф2 где-то. То есть вообще черные должны все-таки действовать от Наша и должны быть какие-то контршансы. Ну, вот сейчас, мне кажется, Петр действительно заволновался. Знаешь, Сереж, вот в контексте нашего разговора... Нет, сейчас вот он... Вот когда он ходит, он наоборот, абсолютно спокоен. А здесь все видно, что он покраснел. И, кстати, вот у Петра есть такое... Ой-ой-ой, посмотри, посмотри, как он сейчас начинает. Да нет, это он ему так думает легче, когда он доску не видит. Это понятно. Это как раз ничего. Нет, просто Петр я сразу заметил, что если он начинает... Он обычно считает очень-очень быстро. Если вдруг в счетной позиции Петр начинает очень долго думать, это значит, что что-то, как сказать, его подсчету не поддается. Как правило, он попадает в цитнот только тогда, когда у него реально плохо. Ну, серьезно говорю. Он пытается в цитнот не попадать. И когда он играет хорошо, он играет еще всегда быстро. Сейчас что-то ему явно не нравится. Хотя, с другой стороны, каждый играет так, как ему противник дает. Ну, шахмат это сложная штука. Когда возникает такая сложная позиция, тут как бы он хорошо не считал, а все сосчитать почти невозможно. Вот сейчас Ливон Аронян на ваших экранах в такой, я бы сказал, праздничной, цветастой рубашке. То есть помните, как в известной комедии студент, смахивая слезу с лица, говорил, «Профессор, экзамен – это для меня всегда праздник». Ну, и тот говорил похвально. Вот сейчас это праздник для Ароняна, и действительно серьезный экзамен, ну, кстати, для обоих участников этого экзамена. Ну, вот общее ощущение, общая тенденция в этой партии такова, что белые получили, наконец, реальную серьезную компенсацию за фигуру, и их атака достаточно серьезная. И от Светлера требуется колоссальное усилие для того, чтобы как минимум не проиграть. Попробуем, на чем он может думать. На Д8 уйти? Ну, мне кажется… Ну, еще хуже, мне кажется. Вот это может кажется. Тут, может быть, все очень конкретно. Давай Ферс Д7 все-таки еще раз посмотрим. Не удержится ли здесь? Ой. Близко к проигрышу. Я все понимаю, нет, тут, скорее всего, или проигрыш сразу, или… Ну, взял на Ф7. Я просто хочу сказать, вот такое бывает? Может быть, бывает? Ну, трудно в такое проверить, признаться. Да, но хотим съесть на Ф7, да? Ну, Ф7 будет же хорошо, но неплохо, скажем так. Так, на шах играешь король Д7. Ладья Ф6, да? Ладья Ф6. А что еще? Так тоже ресурсов не миллион. А может, мне не нужно ничего другого? Ладья Ф6. Ну, хорошо. Вот здесь, здесь черные… Да я даже просто пешку на Д6 даже могу. Скажите, так. Так, Д6, допустим. Ну, 6 слон Д5 уже, потом ладья Ф7. Или ладья Д5. Я что-то так сказал бы, что все понятно. А, там первый ряд еще провисает. Ладья Е1, ладья Е7, там мат на С1, да, будет? Да. Так, 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 интересно. А, да, фоточки не хватает. Ну, что ж, вот и вот может быть… Блин, зато это, знаешь, зато это очень, очень, гораздо более форсировано. То есть на Ферзь Д5, если есть Ферзь Д7, вот, и не выигрывает Ферзь Д7, то куда отходить на Ферзь Д3 уже, Ферзь Ф5, совсем другая позиция. Я как-то первый начал ходить. Так, любопытно. Любопытно. Все-таки Ферзь на Ф5 отличная клетка. Хорошо, Ферзь Д3, Ферзь Ф5, да, ты хочешь сказать? Я что-то тут, я вообще… Давай, давай. Настолько оптимистично. Так, взяли на Ф5, и на Д6 Ладья Д8 есть ход. На Д6? Да. Я вообще тут ничего не боюсь. Я хочу Е6 сыграть. Конь Д6, Ладья Ц1, а что там может быть опасно? Тут нечего бояться. Пожалуй. Ну, а если после Ферзь Ф5 Ферзь ушел на Ж3? Ну, даже Ферзь Г5 буду гонять. Ферзь Г5, Е6. Опять-таки взял на Ж3. Ну, тоже самое, например. Ну, может быть, что-то уже и подумаю. Может быть, где-то Ладья Ц4. Хотя, конечно, опасно смотреть Ферзь Г5. Ну, тем не менее, на Ферзь Д7, конечно же, надо взять, смотреть взятие на Д7. Вот прямой вариант именно этим расчетом занимается Свидлер. Так, 20 минут у него, кстати, осталось. Король Д6, ну, так нетривиально, опасно выглядит. Может, что-то и прилететь, как говорится. А вот обратите внимание, дорогие друзья, на резкий переворот, большой переворот по оказаниям часов. На выходе из дебюта Свидлер опережал соперника. У него было 40 лишних минут. А сейчас у него минус 20. То есть он на 20 минут опередил уже соперника по раздумьям. Давай одним глазком посмотрим, что у нас в других партиях. Конечно, ну, если там будут происходить серьезные события, то вовсе не одним глазком. Топалово? Там еще не ходили. Топалово просто включи, сейчас мы посмотрим. Нет, ну, там все-таки лошадок разменяли. Это серьезно. После Е3 последовало. Ферзь Ф6, конь Е4. То есть не стал мудрить Корякин. Он просто взял и разменял ладья А, Д8. Ну, по-моему, все хорошо у ученых. В равной позиции просто равной позиции. Ладья 1 на С3, ладья Е6. То есть слабости на Е5 и на Д3 уравновешивают. И, судя по всему, здесь примерно равная игра. И, наконец, Мамидьяров. Так, после хода Ферзь Ф3. О! Нет, мы видели, знаешь, что Б6 последняя. Да, а он как-то совсем по-простецки пошел. Ну, С6 это так, как ты предлагал. Я предлагал. Я не думал, что можно просто ладья Б1 и вообще ничего не бояться. С6, ладья А4. Вот такой нюанс. То есть черный слон на Б4 при случае отправляется. И ладья Б1. Ну, это такая игра на удержание, да? Ну, в другой стране как. Ну, Б5 грозит. Серьезная же проходная будет. А если черные где-то и в 5 Е4 сыграют? Ну, конечно, это возможно. Еще и Б5 они тоже могут пойти. Да, и Б5. Поэтому мне, честно говоря, из этого отказался, что как-то совсем медленно. Ну, давай пока Ф5 посмотрим. Давай Ф5 посмотрим. Ну, идея такая, что поставить слона на Е4, ой, пешку на Е4 и перекрыть этого слона. Поглядь, на Ф5 может быть Аферси2, ладья А2. Ну, тогда пошел бы 5. Ну, слон С5, наверное. Ну, я понимаю. Тут уже совсем все по-другому стало. Ну, это, да, это очень такая... Ну, пешка на С6. Конечно, пешка мощная, но пока она со слоном Е6, ладья Е8, ферзи пройдет только в Эншпиле. Вопрос в том, что будет после слона А3. А, уже пора, да? Ну, вроде бы как жизнь заставляет белых. На Ферзь С8 мы уже Ферзь бьет Е5, наверное, где-то мужественно заберем. Угу. Ну, там слон С4, Ферзь Ф6. Так, а какой последний ход у нас был? Последний ход слон С5. Давай не будем торопиться. Можно, конечно, слона на Ж7 поставить. Я вот думаю, Е4 на слону. Е4, давай сразу. Е4. Е4. Ну, все равно слон А3. Да. Как-то вот пешка Ф5 все-таки непрекаянная, да? Слон Ж7. А, слон Ж7, чтобы Ферзя на Е5 вывести, да? Тогда как раз, может, пешка и пройдет. Сейчас посмотрим. Не знаю, мне кажется, при слоне на Е6 ничего там не пройдет особенно. Ферзь Е3, ага. Ферзь Е3, Ф4, возможно. К пешке Б6 ты привязываешься. Не знаю, клетку не могу найти. Вообще, куда идти-то? А что такое Ф4, ЖФ, слон А3 взял и ферзь Ф4, да? Ну, тоже, может быть, непростая игра. Не так ясно. Ну, ты знаешь, это какой-то Челябинский у нас идет. Пройдется же какие-то очень сложные осложнения, в которых... Сложные осложнения. Да, это масло масляное, но, тем не менее, действительно какой-то смысл в этом есть. Ну, скажем так, на какое-то отступление Ферзь Е5, да? Ферзь Е5, да. Здесь белые как-то перекручиваются. Тут тоже, в общем-то, коня на Ф4. Правда, на перевес, это не на перевес, не совсем понятно. Ну, слон С4, взятие на Б5, надо смотреть здесь осложнения. Итак, очень действительно трудная борьба происходит в этой партии. Отдать кому-то предпочтение очень сложно, но, возможно, у белых все-таки должно быть преимущество. Пока мы видим наглядные факторы в их пользу. Пешка на С6 очень сильная, это мощная проходная. А Свидлер продолжает думать, и для нас это шанс с Сергеем обратиться к вопросам наших зрителей. Так, про виды спорта мы уже сказали вкратце. Ну, вот опять нас спрашивают про Каруану и Накамуру. Были бы у них шансы для победы в этом турнире? Конечно, они не испортили бы этот состав. Ясно, что шахматисты очень сильные. Но вот когда они отберутся в состав турнира претендентов, тогда вот и посмотрим. Гипотетически рассуждать очень сложно. Так, ну, вы знаете, дорогие друзья, у нас сегодня так много вопросов, что я вынужден что-то отсеивать. Вот, читатель спрашивает. Смотрю у вас по ЧСТВ, вопрос несколько не в тему. Как вы оцениваете 50 лет? Это возраст, когда с молодыми не справиться? Можно уже не участвовать в серьезных турнирах, шансов мало. То есть, вот, вопрос, это все вопрос. Ну, в 50 лет Стеннид становился чемпионом. Корчной играл матч на первенство мира с Карповым. В Багио играл в высшей степени успешно, практически выиграл титул. Вот сейчас мы видим, что поколение за 40 успешно все-таки участвует в борьбе за титул. 42-летний Анант и 43-летний Гельфанд боролись в матче на первенство мира. Так что, 50, дорогие друзья, это еще не возраст. Что, конечно же, не отменяет того факта, что между 20 и 30 намного легче выдерживать перегрузки. Так что этот вопрос не содержит однозначного ответа. Так, ну, вопрос, почему Топалов и Крамник относятся друг к другу вражески. Мы еще чуть-чуть поговорим об этом 19 марта, когда они встретятся между собой. Так, ну, вопрос про шахматы Фишера. Давайте я вообще не буду отвечать. Но это совершенно отдельный вопрос. То есть, вот, читателям и зрителям не нравится, что некоторые партии заканчиваются достаточно быстро. Про шахматы Фишера поговорим отдельно. Ну, и последний вопрос. Какой, на ваш взгляд, самый неприятный противник для Карлсон? Об этом мы уже говорили. Видимо, Аронян или Карлсон. А вообще, я думаю, самым неприятным соперником для него будет победитель этого турнира. Ну, а кто им будет, мы еще посмотрим. Так, сейчас возвращаемся на игровую площадку. Видим, насколько напряженная работа мысли идет на всех трех оставшихся столиках. И смотри, Сергей, Свидлер сидит за доской и никак не может принять решение. Давай, я поставлю. А он никак не может принять решение. То есть, шах ему выписали. И он, ты знаешь, он же сейчас в цветнот лезет очень серьезный. Вот меня это очень беспокоит, потому что Педр Свидлер в цветноте. Какой, так там 6 ходов. Где 6 ходов? 34-й ход. А, может быть, в этом плане я несколько драматизирую ситуацию. Ты знаешь, если будет ферзь d7, потом е6, еф, ладья f8, это что там уже? Там или белые сразу выиграют, или у черных отлично, и времени хватит. Тогда Петр делает все правильно. Вот сейчас он все сосчитает, все конкретные варианты подточит. И, соответственно, исполняет. Не исключено, что он считает, что у него и так, и так не хуже. Все-таки у него лишняя фигура. Может, он считает, что все вообще в порядке. Можно и на d8, и на f8 изучать. Хотя выглядит опасно. Ну, что опасно? Понятно, опасно. Если бы совсем было безопасно, тогда бы легко реализовал лишнюю фигуру. Да, нет. Ну, здесь пока реализации даже... Нет, я даже еще не приступал. Ну, понятно, пока белые центральные пешки двигают, конечно, какая тут реализация. И король d8 непросто опровергнуть, оказывается, и ферзь d7, и король f8. То есть здесь Петра Свидлера напрягает еще тот факт, что выбор очень широко реально оказался. Так что не будем ему мешать. Так, 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 напряжение. Ну, в партии Корякин-Топалов, в общем, каждая из сторон занимается небольшим благоустройством своей позиции. Мне это напоминает, знаешь, работу в приусадебных участках. Каждый вскапывает грядки, выращивает цветочки и не мешают друг другу. После хода ладья 1 на c3, 24-го, ладья e6, последовало два движения. b4 и g6? Два полезных хода сделали, белые и черные. Да, полезные хода. Вот, интересно, такой вопрос. Хотят ли белые войны? Это a4, b5? a4, b5. Дело в том, что они ничего не получают. При ладье на 6-й всегда даже можно в самом плохом случае разменяться два раза, пойти b6, и эту пешку очень легко будет защитить. Ну, к тому же, пешка на d3 подвисает. То есть у черных, хотя там на e5 еще слабость. Знаешь, а нет ли у тебя такого ощущения, что окончание 4 на 3 нас может ожидать? Нет, не получится. 4 на 4 будет окончание. Но ее никак не проиграть. Ферзь на e7 пойдет. Даже ты проведешь b5. Ну, давай по ходам. a4. Я пойду так. Так, b5. Я не знаю, cbcb5 это слишком, да? Ну, давай, не буду. Я вот обещал вот так играть, значит, я так и собираю. Ты, как честный человек, обязан выполнять. Ну, допустим, ладья c на b3. Ну, защитил совсем в тупую. Да, ну, в общем, белые ладьи тоже не блещут остроумием здесь. И действительно непонятно, что же делать дальше. Ну, то есть, вот может быть, я ладью на b3 зря поставил. Может быть, по вертикали. Ну, непонятно куда. Я что-то не очень понимаю. Вот у тебя два боя, у меня два боя. Как, за счет чего на b6 может потеряться? Ну, на оптимизме. На оптимизме где-то что-то. И при этом не потеряться на d3. А, короля на e2 будем вести. Король f1. Я как аренция, я ладья d6 буду держать. Король f1. Хорошо. Ну, ты сам подсказал идею, я ее реализую. Ну, я не понял идею. Я погнал. Король e2. Король e2. Вот я пешку d3 могу защитить, а черный король пешку b6 не смешу. Давай, давай, подводи поближе. Ага. Какое коварство. Ну, поставил ладью. А, то есть, на e5 ты отдаешь, да? Нет, я заберу на e5 через пару шахов. Нет, погоди, погоди. Ну, давай по ходам все-таки. А, ой, я не тут, я вжипся просто ферзем. Король f3. Что? А сюда ладья f6. Ну, вот предупреждать надо было. Ну, я просто, я, как сказать, выронил короля. Я-то имел в виду такой вариант, что если вот так, то так. Ну, Сереж, ты коварные ловушки ставишь, я, конечно, наивный человек. Нет, ну, на самом деле, ты попадаться не обязан. Просто оценка-то не меняется, и тут можешь король f3 убежать. Я позицию ты не усилил нисколечко. Я думаю, что она просто равная. Ну, хорошо. Я тебе верю. Итак, у Корякина с Напаловым а4 сыграно. Но, тем не менее, да. Делать то, что-то надо до 40-го ухода. Вот Сережа сейчас все проверит. Так что все будет у нас показано на доске. Так что мы все увидим. Ну что? Вот Топалов у нас смотрит, смотрите, в бесконечное пространство. Но тут важно учитывать и психологические факторы. Вот такому шахматисту, как Топалов, стоять и терпеливо защищаться ему все-таки неприятно. Вот по-человечески неприятно. И пусть с аналитической точки зрения позиции равные, но психологически ему захочется сделать что-то активное. И в этом составит шанс Корякина. Я считаю, что практические шансы на победу российского гроссмейстера, вот он сейчас с крупным планом на ваших экранах, сохраняются. Сережа, сегодня пора побеждать. Кстати, вот это касается и Шахриара Мамедьярова, и Дмитрия Андрейкина. Мне кажется, что... Там-то результат возможен. В той партии как раз... Давай туда пойдем. Там ферзь на ФТ пошел. Пока мы с тобой здесь обсуждали всякие мелочи, там белые сыграли... А, то есть черные сыграли ладья Д8. Вот это интересно. Черные сыграли ладья Д8, а белые отправили ферзя на ФТ. Ну, собственно... Ладья Д4. Ладья Д4, черные хотят откушать пешку на Б4, причем пешку на Ф6-то отдаем, да? Угу. А вот это интересно, да? Что будет после ферзь Б4? А если Б5? Тоже, по-моему, интересно. Ну, то есть ничего не отдать, да, врагу? Ну, да. Ну, на ферзь Ф6 хотя бы ладья А бьет Б4 есть ход. Как минимум. И вроде каких-то прямых угроз у белых вряд ли. Ну что, может быть, тут просто лучше конь Ф5? Ну да, в разноцвете все время получается. Поприятнее позиции. Еще пешка на С6. Нет, тут мощнейшая пешка, она, не знаю, как бы не проскочила. И королевский фланг. Сейчас комбинированные угрозы начнутся, это что-то не то. Мне не нравится. Нет, ну, это, наверное, не обязательно, да? То есть надо что-то посмотреть здесь. Ферзь Ф3. Нет, подожди, ладья А4-то уже сыграны. Да? Да. Ну, слон Ж7, может быть, на ферзь Ф6. Слон Ж7, Е4 куда-то вот взаможай, попытаться загнать белых. И только потом съесть на Б4. Еще Е4 гнать. А, пешку на С6 есть. Во, пешку на С6. Е4 сыграл. Если пешку на С6 черные откушают, то будет совсем другая песня. Во, вот она идея. Так? Даже так можно откушать. Ну да, и можно на Б4, наверное, съесть. Да, это правда. Я бы на Б4 еще сыграл. Да, значит, тогда это все... А, так это приманка. Это прибанка для мыша. Замануха. Да, приманка для мыша. Хорошо. В5. Мышь все понял. Мышь все понял. Мышь у нас понятливый. Мышь у нас такой. Погоди, а Слон Ж4? Может, еще одна приманка? Слон Ж7 без ферза, да? Угу. Ну вот какой коварный, коварный саратовский шахматист. Вот. Мы его раскусили, да? Раскусили, да. Да. Ну, вот для Дмитрия здесь надо на такие уж хитрости пускаться. Да. Ну, действительно, все очень серьезно. Хотя все равно пешка на С6 остается. Ну да, вот тут ферзь Е3. Очень тревожная ситуация. Хорошо, не зевнул и ферзя. Очень тревожная позиция у... С другой стороны, за последние ходы, может быть, черные неплохо перекручились, нет? Ну, раз все так сложно и непонятно, дорогие друзья, давайте уйдем на перерыв. Он будет не очень большим, и потом мы уже посмотрим цветнотные и предцветнотные события. Через пять минут возвращаемся. Сильнейший гроссмейстер Болгарии родился 17 марта 1975 года в Руси. Веселин научился играть в шахматы в восьмилетнем возрасте и очень быстро выдвинулся в число самых перспективных игроков своего поколения. В 1989 году он стал чемпионом мира до 14 лет, а в 90-м – вице-чемпионом до 16. В 1992 году Топалов становится гроссмейстером и практически сразу врывается в элиту мировых шахмат. С середины 90-х искрометный болгарин выигрывает турнир за турниром и вскоре становится одним из претендентов на мировое первенство. В 2005 году Топалов подтверждает свою силу, выиграв матч-турнир за звание чемпиона мира Фиде в Сан-Луисе и завоевав высший шахматный титул. В 2006 году в Элисте Топалов на тайбрейке уступил в объединительном матче Владимиру Крамнику, потеряв звание чемпиона. После небольшого спада, последовавшего за матчем, к концу 2008 года Веселин вернул себе первую строчку рейтинг листа и вновь отправился штурмовать Олимп. В 2009 году он выиграл матч претендентов у Камского и вышел на чемпиона мира Ананда. Матч за высший титул состоялся в 2010 году в Софии. Решающей оказалась последняя партия, которую Топалов проиграл. В матчах претендентов 2012 года Топалов уступил Камскому, но не оставил притязаний на шахматный трон. Выиграв турнир в Лондоне и Цуге, Болгарин победил в Гран-при Фиде 2012-2013 года и вновь является одним из главных кандидатов на матч с чемпионом мира. Топалов отличается ярким бескомпромиссным стилем. Он играет каждую партию на победу, а сочетание острого тактического зрения с тонким позиционным чутьем позволяет ему создавать шахматные полотна исключительной красоты. Как и многие другие звезды первой величины, Сергей Корякин родился в урожайном 1990 году. Когда Сереже было 5 лет, отец показал ему, как ходят фигуры. Через два месяца Корякин отвели в шахматный кружок Дома пионеров в родном Симферополе. Талант Сергея проявился рано, и для его огранки Корякин переезжает в Краматорск, чтобы заниматься в знаменитой школе шахматных звезд. В 2002 году Руслан Пономарев включил Корякина в свою команду для подготовки к матчу с Иванчуком в финале Чемпионата мира Фиде. Бесценный опыт помог Корякину стать самым молодым гроссмейстером в мире. Он получил звание в 12 лет. Классический вундеркинд. Он рано связал свою жизнь с шахматами, и всю ее подчинил достижению главной цели – стать чемпионом мира. В 2009 году молодой шахматист поменял украинское гражданство на российское. Он прочно вошел в состав сборной России. А с 2011 года обосновался в мировой десятке. Сергей регулярно выигрывает супер-турниры. Самый большой турнирный успех пришел к нему в мае 2013 года в норвежском Ставангере. Чистая победа впереди Карлсона, Араняна, Ананда. Корякин силен не только в классике. Быстрые шахматы – родная стихия Сергея. Он становился чемпионом мира Парапида в 2012 году. И выиграл Кубок мира по этой дисциплине в 2010. Стиль Корякина отличается универсальностью. Он одинаково хорошо ориентируется в спокойной позиционной борьбе и в диких тактических осложнениях. Дмитрий Андрейкин появился на свет в 1990 году, который оказался богат на шахматные таланты. Его конкуренты-ровесники были очень сильны – Магнус Карлсон, Сергей Корякин, Ян Непомнящий, Ильдар Хайрулин, Иван Попов. Однако Дмитрий не только не затерялся в этой звездной кампании, но и стал одним из лидеров своего поколения. Вершиной его успехов среди юниоров стало звание чемпиона мира до 20 лет, завоеванное в 2010 году. В 2012 году Дмитрий выигрывал почти все турниры, в которых принимал участие. Стал победителем высшей лиги чемпионата России, а затем и суперфинала, опередив на тайбрейке Сергея Корякина и Петра Свидлера. Выиграл матч чемпионов у Яна Непомнящего. В том же году он взял несколько первых мест в сильных турнирах по быстрым шахматам. Летом 2013 года Андрейкин впервые пробует свои силы в супер-турнирах. Мемориал Таля Дмитрий проходит без поражений, показывает лучший результат среди россиян и делит третье место. В Дортмунде поражений избежать не удается, но Андрейкин наращивает мускулы для самого значительного успеха своей карьеры – выхода в финал Кубка мира. В норвежском Тромбсе Дмитрий обыгрывает Дреева, Корякина, Свидлера, Томашевского, но в решающем матче уступает Крамнику. Быстрый и точный расчет сложных вариантов, трезвая оценка позиции, грамотная турнирная стратегия и психологическая устойчивость – главные качества, которые позволяют Андрейкину рассчитывать на самые высокие достижения. Шахрияр Мамедьяров родился 12 апреля 1985 года в Сумгаите. Играть в шахматы его научил отец в 1993 году. В том же году он начал посещать занятия в шахматной школе. Юный шахматист не раз добивался успехов в детских турнирах и стал единственным игроком в мире, который дважды побеждал в чемпионатах до 20 лет. Семье Мамедьяровых принадлежит еще один рекорд. Старшая сестра Шахрияра Зейнаб и младшая Тюркан тоже носители высшего шахматного звания. В последние годы Шахрияр существенно переработал свой стиль, стал более универсальным и гармоничным игроком. Атака по-прежнему его стихия, но он обновил дебютный репертуар, стал более техничным и гармоничным. Шахрияру удалось выйти на новый уровень, а 2013 год стал для Мамедьярова исключительно успешным. В июне он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, а чуть позже закрепил свой успех, выиграв престижный турнир Парапиду в Женеве. Став одним из победителей турнира в Лондоне и выиграв этап в Пекине, Мамедьяров занял второе место в Гран-при Фиде 2012-2013 года. Шахрияр доказал соперникам и болельщикам, что готов к покорению самых высоких шахматных вершин. Продолжается четвертый тур турнира претендентов в Хантамансийске, и наш эфир тоже продолжается. Сейчас, в общем, сделано еще несколько ходов, и, на мой взгляд, есть кое-какие подводные рифы появились на пути шахматистов. И я предлагаю начать с партии Аронян-Свидлер. Собственно, шахматисты пошли по тому пути, который мы с Сергеем здесь рассматривали. Итак, Свидлер действительно сыграл ферз Д7. Давай, Сереж, давай покажи. Я просто покажу здесь одну возможность, которую не увидели оба шахматиста. Итак, размен на Д7, Е6 шах, король Д6. И здесь, судя по показаниям компьютера, вот я немножко подвигал, поанализировал позицию, белые практически выигрывали ходом слона Ф6, восклицательный знак. Ничего себе. Фантастический совершенно ход. И, вы знаете, найти здесь спасение за черных, ну, очень сложно. Дело в том, что угрожает взятие на Ф7. Коню уходить практически некуда, потому что потом его, ну, начинает там... Это прямой шаг, да? И Д6. Как минимум, как минимум. А, да, ну, самый простой. Слон Е5, Д6, Д7 и так далее. Слон С7, да. И, в общем, все кончается. И здесь за черных... Ладья Ф8 играть плохо и за слон Ж7. И сразу пешка проходит. И плохо. Сразу конец. Поэтому вот что здесь удалось накопать? Ладья 2 на Ц7. Чуть ли не единственный ход. После чего белые холодно играют слон Х4, восклицательный знак. И слон идет на Ж3. Вот такая фантастическая была момент. Значит, дальше такой вариант. Уже без глубоких комментариев. Ладья Ц4. Слон Ж3. Король Е7. Взяли на Ф7. Король бьет Ф7. Д6. Ладья Е8. И вот кажется, что у черных порядок. Но здесь следует еще один очень сильный компьютерный ход. Ф2, Ф4. Потому что белый слон идет на Х4. И как справляться с пешкой Д6 не совсем понятно. К тому же Ф4 это еще и форточка. В общем, здесь у черных были бы очень большие трудности. Но практически проиграны их позиции. Во всяком случае, я спасения не нашел. Итак, Ливон, ну, судя по всему, и Петр, и Ливон это пропустили. Этот момент последовало. Взятие на Ф7 и Ладья Ф8. Вот эта позиция стоит. И, Сергей, я с сожалением вынужден констатировать, что приведенный нами вариант тоже казался дырявым. Значит, Ладья Е6 шах. Вот то, что мы с тобой смотрели. Ладья Е6 шах. Король Д7, Ладья Е6, ходы здравый. Но здесь ход Ладья С5 неудачный. Нет, я говорю, тут может другой какой-то быть. Ну, я покажу просто почему. Ладья С5, здесь у белых есть сильный ход слон Е5. Очень простой. Я сразу заметил. Да, после чего... Как ты сказал, что... После чего нет взятия на Д5. Ну, может быть, Ладья Е2 тогда можно? Правильно. Ладья Е2, сильнейший ход, не пускает белых в огород. Ну, вот. А тогда, опять-таки, очень сильный ход F4 с идеей поставить слона на Е5. И если запускаешь, то это уже просто эншпиль хуже, да? Так, слон Е5, Ладья Е7, и там белые не меняют Ладьи. Нет, конечно, шах, Ладья Е1, что-то в таком месте будет. Да, Ладья Д6, и начинается дальше активность. Конечно, конечно. Вот сейчас... Это неприятно. Сейчас Аронян думает, и, судя по всему, Ладья Е6, Ладья Е6. Ну, то есть, наоборот, Ладья Е6, Ладья Е6. Ему так играть надо. Судя по показаниям часов, у него... Ну, у него еще полчаса. То есть, Ливон может... Да, шах на Е6 он исполняет. Смотрите, как вовремя мы включились в видеотрансляцию. Ход Кроль Д7 не обсуждается. И, соответственно, потом, ну, вероятно, Ладья Е6 последует. Итак, в этой партии Ливон Аронян владеет инициативой и борется за победу. Смотрим дальше. Ну, раз у нас показывают вот еще краешком глаза, показывают, как Корякин играет с Топаловым. Давай посмотрим. Там, кстати... Ой, как там все изменилось. Слушай, Сережа, там две ладьи против Ферзя. Там все изменилось колоссально. После хода А4, последнее, что мы с тобой видели... Топалов решил сам себе. Сам себе, да. Ну, вот этот Топалов, вот ему вот... Он не может просто так стоять. Ему надо обязательно что-то такое, этакое придумать. И он придумал. Ладья Д4. Ну, ход, мягко говоря, неочевидный. Ну, мне, конечно, в голову не приходило ладью так подставить под бой. Да, ну, а кому бы это пришло? Хотя компьютер это приходит, дорогие друзья. А компьютер Ферзя очень сильно любит. Да, дело в том, что после А4 компьютер очень недоумевает. Говорит, так, белые зевнули ход ладья Д4. Значит, взяли, взяли. И Ферзь ушел на Ф3. Это компьютер так ничью хочет сделать. А Ферзь Е6... Нет, Ферзь Е6. Ферзь Е6 последовал. Не Ферзь Ф3, а Ферзь бьет Е6. Ферзь бьет Е6. И вот теперь Корякин ладья 3 на С4, видимо, должен играть. Сейчас я посмотрю, как так ли это было на самом деле. Куда он отступает? У нас... Да, ладья 3 на С4 и Ферзь Д6. Итак, что же у нас получается, дорогие зрители? У черных Ферзь и Пешка за две ладьи. Но проблема в том, что ладьям трудно развернуться, да? Но с другой стороны, Ферзь точно тут никуда не развернется. Можно ли играть Б5? Вот важный вопрос, я думаю. Ты думаешь, надо это? Ну, хочется просто... Понимаешь, я хочу получить окончание 3 на 3. Две ладьи против Ферзя. Ну вот Крамник-Лека, да, ты помнишь все эти окончания. Там ничья-то битвы, на самом деле. Тем не менее, практические шансы. Да, да, практически шансы хорошие, согласен. Но там, вот, я боюсь, что ЦБ, АБ, А5 последует. Я хотел сказать, да, здесь вот это такое надо изучать. А вот здесь вот непонятно, как тут, собственно, ладьям-то... Так, пешки Д4, надо перестроиться, не потерять пешку Б5 невозможно. У белых еще король стоит. Нет, я так, честно говоря, бы подумал, что может быть как раз... А5, да? А5 или здесь немножко двинуть, чтобы королю повеселее было. Ну аж 4, аж 5, а что там как раз усилие? Нет, это просто я немножко пространства у короля добавил. Теперь, может быть, А5, потом ладья Ж5, пытаться все-таки ладью отсюда убрать. Хотя ладья на Ж5 застрять можно. Вот если ладью с Ц5 на Е4 переместить, съесть пешку на Д4? Ну тогда точно выиграю. Тогда надо сделать ход конем. Ладья С5 на Е4. Грубо нарушая кодекс шансов. Хорошо, а ладья же теоретически может это перейти. То есть ладья С2, ладья Е2, ладья Е4, вторая вернулась на С4. Да, но с другой стороны ферзь Д5, ферзь Ф3 начнутся прыжки, король все-таки... Нет, погоди, ладья на С5 пока стоит. Вот играем ладья С2, ладья Е2 дальше. Ладья С2, а ферзь Е6 будет. Ну давай конкретно, опять пошли или не будем? Будем. Будем. Король Ж7, да, не поняли. Ладья С2, ферзь Е6. Ладья С4 пока. Шах. Шах, ах ты елки. Так, да? Да, на ферзь Ф3 ладья Д2 исход. А, и ладья Д4 даже исход. О, и угрожать ладья Е2. Значит, ферзь Е5 надо играть черным. Вот. Ферзь Е5. Не пуская, значит, наших на базу, да? Ну, похоже на ничью все-таки. Похоже, что не перестроится при хорошей игре. Да, то есть черный, но черным, по-моему, надо здесь соблюдать изрядную осторожность. Я тоже считаю, что только черным могут. Только черным. То есть оценка компьютера, дорогие друзья, здесь, по-моему, не вполне адекватная. Он до сих пор очень сильно любит ферзя. Ну что ж, пожелаем успеха обоим участникам этой партии. Хотя, конечно, наша симпатия скорее на стороне Сергея Корякина. Ну, посмотрим. Пусть победит сильнейший в этой паре. И, наконец, и, наконец... Андрейкин. Зажигательная встреча. Андрейкин черными сражается против Мамедьярова. То есть вот в этой партии, честно говоря, комментаторам приходится труднее всего. Да, не угадываем пока. После хода ладья Д4. Но почему? Мы угадали, что ферзем на Ф6 белый не возьмут. Я считаю, это большое достижение наше комментаторское. Я просто горд. Так, последовало кони в 5. Ладья Д на Б4. Ну, пока пешка на С6 стоит, я считаю, у белых есть повод для гордости. Ну что, взял на Б4 и сыграл ферзь Аш5, да? Да, это самое простое и логичное. Ну, в блице. В блице так вот хочется сыграть. Хотим откушать пешку на А6. Вопрос в том, чего здесь... Е4. А, чтобы отъесть пешку на С6. Да, ну давай прямой вариант. Взяли на А6. Взяли на А6. Слон А6. Ферзь А6. Ферзь А6. Можно бить на Ф6? Ну, я хотел Ф5, честно говоря. Постепенно откушать ее. А. Ну, не знаю, получится, нет. Ну, а ладья Ц1, там, эту пешку просто не сможешь отъесть. Может быть. Какая-то очень... Не знаю, я бы Ферзь А6 распроял в первую очередь. Конечно. Но мне кажется, после этого король уже хроник. Так, ну давай посмотрим по ходам. Ферзь А6, Ферзь Ф6. А если ладья Ц4 и ладья Ц1 успеть разменяться? Там Ферзь Ж5 никогда не успеешь. Сейчас просто пешка Аш убьет тебя. То есть у белых простой план. Аш-2 идет на А6 и мат. Да он очень сильный. Мы еще будем сочетать с возможностью каких-то подключений через Д1, через А1. Тут, я думаю, что проигранно просто. Прямо-таки проигранно. Ну, очень тяжело. Ну хорошо, Ферзь С5 пошел. Ферзь С5, ладья Д1 уже кончает. Практически завершает борьбу. Нет-нет-нет, это я просто хотел Ферзем на Д4 попасть. У меня была... Тогда Ферзь Д6 пошел. Ферзь Д6. На Д4 хочешь? На Д4 хочу попасть. Так. Сейчас какой-то грамотный. Ладья Ц1 без идей. Все равно Ферзь Д4. Думаешь, без идей? Ну, я не могу сказать, что без идей. Все тут идейно и правильно. Но задача черных централизоваться. А так? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так. Ладья А4, правильно. Блестяще. Вот ты смотри, Ферзь на Д1 идет. Вот она. Вот на какой-то тоненькой липочке здесь черные держатся. Вот буквально. Ну, в общем, шансы на ничью есть у черных. Погоди, шаг. Так. Допустим, король Ф8. Тогда шаг. Допустим, король Ж8. Так, все равно так. Да, есть ход? Да я даже... А я не вижу угроз. Там ладья НС8-то не идет. Ладья С8 есть угроза? Ну, Ферзь Д4 сыграл. А. И ладья А1. Нет, Ферзь Д4, если встанешь, будет нормально. Ну, вот в этом может заключаться хоть какая-то надежда. С другой стороны, знаешь, даже тут ладья Е1. Польшие шансы на выигрыш, наверное. Или скорее ничья. Ну, а если пешка Б5 побежит? Да, нет. Может ничья быть, конечно. Да, да. То есть... Ну, да. Так надо. Давай, покажи, какой нишпиль. Ладья Е1, Ферзь Д4. Взяли-взяли. Ну, можно вот в этот момент так же, наверное, да? Ладья Е1, да. Ферзь Д4. Я уберу это. Ну, тут, правда, Ферзь Д5 есть хоть. Ферзь Д5, Ферзь Д7. Разницы большого нет. Может, король Ф8 все-таки? Король Ф8, слон Е4 есть. А, слон Е4, да. Ну, взяли-взяли, да. И пешка Б поскакала, да. Не знаю, насколько далеко ускакала. Но все равно шансы на ничего есть, скажем так. Ну, да. Там ладья Б4, ладья Б2, пешка на Б3 пришла. Скорее, все-таки проиграла, да? Да. Тяжелая позиция может оказаться. Ну, хорошо. Тут, скажем так, уже везде нелегко. Это шанс все равно есть. Так. Давай-ка к Свидлеру. К Свидлеру, поближе к Свидлеру. Ну, Топалов с Корякиным так и сыграли H4, H5. То есть у них структура, ну, вполне предсказуемая. А Свидлер так тоже играет пока. Ладья Е2. А Свидлер, между прочим, как-то демонстрирует потрясающую уверенность. Ладья Е2 уже сыграна. Это 39-й ход. Знаешь, вот для Петра это очень хороший момент, что Цитнота он преодолеет. Ну, F4, слон Е5 выглядит очень логично, чтобы слона на Е5 поставить. Конечно, для грамотного позиционного игрока играть F2, F4, при такой пешке на Ж2 немножко тревожно. Но пока пешка белых стоит на Д5, вроде бы ничего страшного нет. Ну, в конце концов, без ферзей мат никто не получит. Черные могут, когда две ладьи и слон будут, в смысле, играть на короля можно будет. Ф4, слон Е5, здорово ладья отсекает черных. Ну, то есть разъединяет ладья. Да, наоборот, загоняет туда и забивает. А если эта ладья идет на Ф7, то тогда совсем без игры черные остается. Ну, давай покажем еще раз. Ф4, ладья Е7. Слон Е5, ладья, допустим, Е бьет на Ф7. Ладья Д6, ну, скажем, король Е8. Я какой-то думал, может быть, сюда. Ну, что тут? Слон С8 придется как-то так вот крутиться, вертеться. Я бы на королевском фланге. Аж 3, Ж4 можно еще там хода какие-то сделать. Ну, здесь, скажем так, есть серьезные... А что нам ходить некуда? Аж 3, Ж4, да. А ладья Ц1 тоже же? А как на ладья Ц1? Ну, слон Д7 или слон Б7. Слон Б7 шаг. Король Д8 единственный уже. Но Е7 нельзя. А почему король Д7 нельзя? Ладья Ц7. Король Д8? Ну, а на Д5-Т7? Ну, да, может быть, уже по-другому. Уже, может быть, так надо как-то. Ну, вот черным надо как-то держаться, да. Черным надо как-то держаться. Из последних сил. Ну, может быть, они держатся. То есть, все-таки какой-то запас прочности, вероятно, есть здесь у черных. Но ясно, что Аронян играет на победу. И Свидлер, я думаю, с удовольствием сейчас согласился бы на ничью. Да только кто же предложит-то? Цирковой ход у Ароняна. Можно подумать. Ну, тем не менее, основным кандидатом на результативную партию я по-прежнему считаю Мамедьяров Андрейкин. Ну, посмотрим. А там, кстати, как со временем? Вот мне интересно знать, не является ли цитнотным? Так. 20 минут на 19 минут. Ну, это достаточно жестко. На 14 ходов, да. Ну, правда, могут быть размены масштабные. То есть, сейчас соперники могут приблизиться. Ну, оба здорово в Блиц играют, так что справятся задачи в целом. Правда, цитноты и Блиц не одно и то же. Это правда. Нет, ну, когда у второго то же самое. Я в свое время очень неплохо играл в Блиц, а вот в цитнотах, как правило, играл плохо. Я вот по себе знаю, что когда отведенное количество ходов на время в Блиц... Я просто в Блиц играл бы сильнее, чем то, как я играю в цитноте. Вот была у меня такая особенность. Но к Мамедьярову и Андрейкину это отношение не имеет. Они, конечно, ребята очень хладнокровные, боевые и умеют справляться с перегрузками. Ну, может быть, Мамедьяров думает не меняться на Б4, но тогда темп отдавать. Темп отдавать это очень серьезно. Или он думает сразу Ферз-Аш-5 сыграть. Вот давай сразу Ферз-Аш-5 сыграем. То есть, есть ли тут какая-то разница? То есть, Ферз-Аш-5, допустим, черные играют точно так же. Е4. А почему Ферз-Аш-7 не играют? А, не знаю. На Е4 мы, в принципе, выяснили, что там тяжелая борьба за ничью. Да, Ферз-Аш-7? Ничего не отдавать просто. Хорошо. Хорошо. Так. Слон на Е4 у нас не встает сразу, да? Так, честно говоря, красиво, но пока не видно. Побил на Б4, и на ладья Б4 играю просто ладья Е1 с идеей слон Е4. То есть, план белых просто как табуретка. Просто слон Е4, отгоняем короля, съедаем. Я, наверное, уже качество буду жертвовать. Ну, сейчас, погоди, надо сначала все равно ход сделать. В5, допустим, да? Или Ферз-С8. А если Ферз-С8, кстати. Ферз-С8 это злодейский замысел, я считаю. И на слон Е4 уже ладья Е4. Просто успешно. А если конь Е3, конь Д5, такой перескок. Это правильно. А здесь уже Е4 можно посмотреть. Е4 или Ф5. Все равно конь Д5, там на Ф6 шах какой-то есть. Хорошо, если так. И на конь Д5. Так. А ладья Е5. Шах. А, шаха нет. Я стал неудачно. Хотя, может быть, удачного и нет уже, да? Ну, тут и рыхловато позиция. Понятно. Слон же 7, да? Тогда конь Е7, конь Е5. Нет, ладья висит. А, ладья висит. То есть это... Нет, я уже думал куда-то сюда вот подойти. Не знаю. Позиция такая. Конечно, там... Здесь, во всяком случае, первый ряд немножко подвисает у белых, да? Ну, обоюдка. Все-таки, знаешь, Е4 пойду, хорошо будет. Ну, понятно. У короля-то ничего. Так туча сгущается, но не страшно, да? Да. Но тревожно выглядят позиции ученых. Даже просто аж 4 какой-то ход. Не знаю. Так нельзя тут крутануться. Крутануться и взять на Б2, забрать эту ладью, да? Взяли на Ж4, Ферзь Е5, Ферзь бьет Б2. Ну, вот такие тактические трюки, да, они здесь все время нависают, поэтому легко понять. Можно так и выигрывать, сейчас еще кофе пьет. Легко понять сомнения Дмитрия Андрейкина. Очень легко понять. Сегодня ему никак нельзя проигрывать, конечно. Тогда он будет отброшен на последнее место, ну и совсем будет тяжело. Ну, а для Шахриара возможная победа в этой партии, конечно, значительно изменит его судьбу и придаст уверенность его болельщикам. Уже разменялись на Б4, сыграли Ферзь H5. То есть идем по нашему варианту. И здесь, дорогие друзья, мы изучали ход Е5, Е4. Ну, у черных идей взять, откушать пешку на С6, но за это удовольствие приходится платить. Я думаю, что неправ был. Тут будет жесткий цвет нот. Жесткий, да? А мне кажется, что кроме каких-то переходов в Эншпиль, можно еще белыми поддерживать напряжение. Ну, ладью вывести, да, пока. Да, да. Вначале-то мы как-то совсем сухенько смотрели что-то, да, с разменами. Нет, ну мы смотрели прямой вариант. Да, да. Берем, берем, берем. Еще не факт же, что там он, в принципе, как сказать, белые не могут усилить, да? Ну, может быть, ладья Д1, ладья С1, ладья Е1, ладья А1, наконец. Полно ходов. Кстати, ладья А1, судяя ладья А8. Ну, там первый ряд висает, да? Там тоже будет, там времени будет, не хватит на форточку белую. Нет, подожди, вот сыграл ладья А1 прямо сейчас. Погоди, сейчас король H7 все-таки? Сейчас ход черных. Да, то есть надо сначала решить. Да, ну Е4 это отдельная песня. То есть король H7, вот мы смотрели ход ладья Е1, да? А на Е4 может... А, Феджи 4, Слон-4 вряд ли. Король H7 мы смотрели, да, ладья Е1. Ладья Е1, вот то, что мы смотрели, ну, может... Это на Ферзь Е8? На Ферзь С8, да. На Ферзь С8, что-то красивое получалось. Ну, Конь Е3, Конь Д5 там пришел сюда. Да, и там же еще не факт, что на Б2 надо идти. Ну, а давай все-таки сделаем ход Б6, Б5 просто. Б5? Да, с идеей просто отдать качество на Е4. И пешка Б поскакала вперед. Ну, мы хотим съесть на С6, то есть... Не, я идею понял, что просто на Тупое. Да. Да. Берем, берем Ферзь С6 просто. Ладья H4, Ферзь С1 там есть ход. Так ладья H4 немножко в пустоту, Конь H6 не грозит. Это же Ашаха. Наверное, отступить лучше. Ладья B4. Да, тут угрозы закончились. То есть, получается так, что черных за качество... Нет, два слона бывает такое. Идет и идет. А две пешки? И здесь как бы не у черных было поприятнее, нет? Нет, конечно, может быть запросто. Но это мы кооперативный вариант застроили. Пешка далеко пробежит. Который вряд ли устроит Мамедьярова. Здесь может быть Конь Е3 уже. Все-таки ладья H1 усил или немножко повезет? Допустим, ладья D4, чтобы на D5 никого не пустить. И, кстати, не пускаем. Пешка B4 идет вперед. То есть, как-то не видно прямого продолжения за белых. Красиво, но бестолково немножко. Да, надо искать более убедительные какие-то маневры. Посмотрите, дорогие друзья, как вышагивает по турнирному залу Шахриарма Медьярова. Он как будто на нас посматривает, так немножко посмеивается. Мол, что вы там, дорогие комментаторы, видите? Я вижу намного больше. Наверняка так оно и есть. На 99,9, можно так сказать. Шахматисты за доской все-таки очень здорово погружаются в свои партии. И много видят такого, что со стороны даже и не придумаешь совершенно. Другое дело, что иногда, конечно, на фоне усталости и, в общем, не самой хорошей спортивной формы, они иногда придумывают то, чего и нет. Вот. Посмотрим. Во всяком случае, сейчас свои очередные проблемы надо решать Андрейкину. И это его проблема. Да, посмотрим. Свидел. А Петр, по-моему, не так и не сделал. Нет, вот 41. Все. Так стоит та позиция, дорогие друзья, которую мы с вами обсуждали уже. Ф4, Араньян как раз пошел по самому принципиальному пути. Задвинул слона на Е5. Мощно задвинул, надо сказать. Теперь я передумаю, чем взять. Да. Как ни крути, чем ни бери на Ф7. Но белые не станут менять ладьи. Они, конечно же, скорее всего, сыграют ладья Д6 шах. Ну и вот дальше уже начинаются варианты, вариантики. Мне кажется, ладья Д7 совсем нехорошо. Ладья Д7. Так, и вторая пошла на Е1. А я что-то думал. А ладья Д1 вообще выигрывает. Ладья Д1 просто похожа на мат Иван. Так, сюда, да? Не совсем. Д6. Ну, Д6 можно было предыдущим, потом большой разницы нет. Ну нет, ну Д6 уже что-то, мне кажется, крайне опасная позиция. Да, сейчас еще белые пешки на королевском фланге надвинутся. Да, упаковка очень неприятная для чего. Видно, что это действительно достаточно серьезная угроза. Да, но здесь так как-то пространство, что ли, больше у короля. Итак, ладья Д6. И вопрос в том, куда уходить черному монарху. Ну, этот вопрос будет решен после того, как Свидлер выпьет чашечку кофе, прогуляется. Я, кстати, не знаю, что пьет Петр Свидлер после сорокового хода. В разные моменты жизни это бывали разные напитки. Когда мы с ним 15 лет назад играли в жарком Майкопе, мы с ним оба пили прохладительные напитки. Ну, в разные моменты жизни. Сейчас горячительных-то точно не будет. Горячительных уже не будет, да. То есть пивка для рывка никто уже не выпьет. Это понятно. Но чай или кофе, я думаю, что все это находится в рамках здравого смысла. Здесь циклот прошел. Давай глянем все-таки Корякина. Что-то может быть изменено. С другой стороны, здесь кардинально изменить. В ближайшее время что-то сложно. Ферсии 5, наверное, находить. Итак, Король h7, кстати говоря, сыграл Андрейкин против Мамидьярова. Вот вы видите сейчас на ваших экранах Шахриар. Но у него 16 минут. Есть, в принципе, время для подумать. Но ходов до контроля осталось очень много. Так, у Топалова нет конкретных изменений? Давай. Нет, я покажу какие-то 3 хода буквально. Да, покажи, пожалуйста. Да, ладья c4. Ну, это мало что меняет, потому что можно, наверное, ферзь e5. На Король f1 опять-таки ферзь d5. И очень сложно перекрутиться. Хотя если белыми перекрутились... А давай попробуем. Ладья e1. Давай попробуем. Ладья e1. Ладья e1. Знаешь, а я Шахов не боюсь. Если надо, уколюсь. Нет, вот так. И на d2 уйти, да? Король d2, да. Хочу сыграть. Это хоть что-то, да. Ферзь f5, да? Так что ладья e2 уже немножко крутанулся. Ферзь f6, да? Тогда ладью сюда. Вторую ладью на e5. Вот. Ну, это тоже, правда, после ферзь d6 еще не факт, что работает. Нет, а знаешь, что мы хотим сделать? Мы хотим сыграть король e1, ладья e4. И все. Вот так тогда надо здесь было и играть. Вот король f1. Вот здесь. Е1, ладья e4. И съели пешку на d4. Вот так сюда пойти. Просто большие шансы на выигрыш. Нет, тут так две еще мало съели, еще и скоординировали. Да, то есть если белые забирают пешку на d4 и при этом ничего не теряют, король потом вернется на g2, когда понадобится, и у белых будут очень большие шансы на выигрыш. Ну, в общем, в шансах. А, вот ход ладья c5 последует. Дорогие друзья, я отмечаю, что компьютер отчаянно врет с оценкой позиции в подобных окончаниях. Он изначально оценивал вот это продолжение, вот переход в такую позицию, как выгодные для черных. И эта оценка не соответствует действительности абсолютно. Это как раз один из минусов современных компьютерных программ. Все-таки недооценивают они здесь опасности, которые подстерегают сторону, у которой ферзь. Но постепенно компьютер, конечно, корректирует оценку. Тем временем, Шахриар Мемедьяров сыграл не ладья е1, а ладья d1. И Андрейкин сыграл ферзь c8. Ну, опять-таки, в рамках тех идей, которые мы разматывали, черные собираются сместить белого коня с пункта f5. Ну, давайте посмотрим, король h7, значит, последний. А ладья d7 никак, да? О, ладья d7. Так, ладья d1 для этого и схожи на было. А шах по первому ряду? Слон f1, а дальше? Нет, просто я самый прямой. Наверное, все-таки не проходит, иначе бы... Не должно проходить. Ну, иначе бы сразу выиграл, да и все. Так, а как дальше-то? Так, а ладья бьет f1 и ферзь бьет c6, это что за позиция? А что сразу ферзь c6 не вижу? Или сразу ферзь c6? Ну, там ладья f7 и ладья бьет f8. А, ну да, точно. Там же очень просто все. Да, да. Вот там просто черные сразу погибают. Так что же тогда делать-то? Ну, что делать-что делать? Ферзь e8 играть, что делать? Сразу? Ну, ладья d7, ферзь e8? Ну, а что делать-то? Не вижу, на f7 же подвисает вроде. Ладья e7? О, ферзь бьет e7. Ну, так можно, но, наверное, там плохо. Нет, знаешь, а вот я не уверен, там крепостеночки не будет. Там вот эти слоны очень крепко стоят. Ну, пешка c6, конечно, составляет очень большую проблему черных. Сразу не пройдет? Сразу шах и ладья c1, да? Ну, хорошо. Нет, ну, надо, конечно... c2. Ой, Сереж, извини, я включил компьютер. Все, ход ладья d7, ну, давай, я просто показываю. Ход ладья d7, ладья b1 шах, слон f1. Ладья бьет f1, то, что я предлагал, тоже неплохо, но холодный ход король g8 завершает борьбу. Совершенно завершает борьбу, потому что белые не добиваются ничего. А, и ферзь c6 левый еще ход, да? Потеряют пешку c6, атака заходит в тупик. Ну, вот в блице такой просчет от Шахриарма Медиарова еще можно было бы представить. Но в серьезной партии он, конечно, так не сыграет. Это совершенно очевидно. Потому что, ну, взять и на 6, там просто... Да, да, взял слон d7, да. То есть ладья d7, дорогие друзья, очень яркий, блестящий такой комбинационный мотив, но он ведет к поражению белых, а не к поражению черных. Хорошо, а какой-то ход h3 просто слон f5, слон g7, да? И все защитил. Никак. Ну, вот молодец, Андрейкин. Вот как-то в целом его игра не производит впечатления, а когда начинаешь конкретику изучать, выясняется, что где-то у него все так держится. Причем постоянные провокации какие-то. Сопернику предлагается сыграть активно, ярко, энергично и проиграть партию. Хорошо, ну, давай посмотрим, что конь е3, если просто играть. Ну, вот это правильно. Конь е3. Так ничего не отдавать. f5, допустим, да? Не пустили. Здесь ладья d7, что ли, будешь смотреть? Да, я-то все хочу ладья d7. Сереж, я тебя и так уважаю, как видного шахматиста. А тут король g8 все равно, да? Ну, а там на f5 висит? Ну, не знаю, мне кажется, что... Я уже боюсь, я напугался. Ну, да, там слон d7. Погоди, а тут конь f5, наверное, тоже интересно. Или нет? А давай по ходам. Давай все по ходам. Как-то все сразу, еще слон h3. Погоди, здесь должно быть очень... Слышь, давай по ходам. Конь f5, слон бьет f5. Не-не-не, давай так. Не надо мне конь f5. Что мне отдавать-то еще? И на ферзь бьет c6. Что задумано? Я просто хочу понять идею. Нет. Котровую пешку ты отдаешь. Слон f5, король g8. Это очень страшно, но, собственно, что дальше? Да, тут шаг везде будет. Ладья d8, может быть, есть ход? Ладья d8. На b1... А, там слон бьет f5 есть, и нет взятия конем. Так, тут особо пока ничего не горжу. Мне кажется, и ладья d4 есть. Так, а что у нас Корякин-то делает? Ну, он король f1 так и сыграл. То есть Корякин идет по нашему анализу, дорогие друзья, и, в общем, ставит очень серьезные проблемы. Ну, так вот, на первый взгляд, ставит серьезные проблемы перед Топаловым. Мне кажется, Топалов уже начал изрядно сожалеть. Поставить эту позицию? Да нет, зачем? Мы просто видели, показали, что белые могут короля подключить к атаке. Шаг на h1 Топалов выписывает, король e2, тут уже никто не спрашивает. Ну, а вот как дальше будут черные защищаться, пока непонятно. Ферзь d5, ну, и король d2 сыграл с угрозой ладья e4. Не совсем понятно, вот сейчас, что же здесь делать Топалову. Я уж не знаю, может, там какие-то яркие прорывы на ферзовом фланге последуют. Но это, в общем, несколько превосходит человеческие возможности, наверное, на сегодняшний день. Ну, посмотрим. В общем, Топалов голова, пусть продемонстрирует. А пока все-таки, ну, несколько более интересная позиция у Мамедиарова с... Да, что же сейчас там-то происходит? Да, посмотрим. Конь e3 в 5 пока не ходит. Конь e3 сыгран, ну что, плановый маневр, которыми тоже в ряде вариантов не раз рассматривали. Другое дело, что, может быть, сама идея конь d5 не такая уж опасная. Ну, допустим, слон g7 вот так тупенько сыграл. На конь e3? Да, вот сейчас. Ну, очень тупенько, просто защитил пешку на g7. Жду дальнейших действий. Честно говоря, ни на кто, ни на что не нападал. А, и не надо ничего. Без того, что защищал. Хорошая сейчас. Ну, я, чтобы пешка на f6 не висела, понимаешь? Чтобы на конь d5 можно было бы там сыграть, я не знаю, там... Ладья d4? Ладья d4, допустим. Хотя там на b6. Хотя что-то там... Ну, давай, просто покажем. Проще показать. Ну, давай посмотрим. Конь d5, ладья d4. Ну, я понимаю, что неказисто, но тут уже не до красоты. Здесь чертон... Давай возьмем. Возьмем. Обязательно. Шаг. Ушел, да? Здесь f5 можно даже попробовать. 5, конь e7. Конь e7. Верю, верю. Ну, допустим, ушел там на h8. Могу взять, но это без толку, да? Ну, хотя... Почему? Конь f6. Хорошо, а если так? Ферзь d8. Ферзь d8, да? Ну, допустим, ферзь d8. Хочу пешку над этой толкнуть, на самом деле. Так. Конь h6, это серьезно, да? Угу. Конь h6, это серьезно. Да, не хочется, конечно, здесь ферзь f8 доиграть. Ферзь f7 уж не хочется. Ферзь c7, наверное, комбинируем, но угрозами замучаю. Ну, слон e6. А, или конь d4 просто. Ага ходить тогда. Слонь e6, конечно, стоит на страже, да. Ну, хорошо, давай ферзь c7 тогда вместо ферзь d8. Ферзь c7. Вот конь e7 ты сыграл. Угу. Ферзь c7. Угу. И на конь f5 уже будет ход ферзь e5. Угу. Сейчас, секунду, подумаю. И вообще, кстати, может, ферзь e5 где-то хотим сыграть. Без случая. Конь f5, ферзь e5. Ну, вот централизация должна спасти гиганта мысли и отца. Так, слон f8 обратно. А что, можно f5 не имеем права бить? Или там ферзь f5 сдался, да? Ферзь f5, да, и пешка пройдет. Ну, тогда слон f8 просто холодно. Главное, что мы пункт c7 держим. Вот тут очень важно. А у черных-то есть идеи. b5, b4, b3. Так, тогда секундочку здесь. Да, ну вот окончание такое выглядит сомнительно за черных, но вот может оказаться, что держится. Так, тем временем Топалов думает. Нет, сейчас думает Корякин, но, собственно, идея... Ферзь c7 попробовать-то надо. Идея король d2 совершенно очевидна. Да, вот как-то хочется попробовать действительно. переставить ладья, одну на e4 и съесть эту пешку. Сейчас мы видим очень напряженно думающего Топала. f5 пошел. f5, ну, f5 первое, с чего мы начинали. Что на слон h3, вот в чем вопрос. Ну, как-то ты же хорошо играл. Ферзь c6. Ферзь c6, да, и, соответственно, взятие на f5. Король h8. Король h8, да. Или король g8, да. Давай еще раз глянем. Выглядит все равно за матч. Я бы король g8 сыграл поплотнее немножко. Король h8 боишься? Ладья d8, да? Ну, да, боюсь. Вот признаюсь честно, что боюсь. Но теперь, во всяком случае, слон на f8 не висит. Может быть, и ничего. Так, тем временем, тем временем, сейчас я просто посмотрю. Так, конь e3, f5. Ну, вот могу сказать, Сергей, вот я сейчас просто подсматриваю в компьютер и честно об этом заявляю, не пытаюсь. За белых компьютер демонстрирует мощный ход g3, g4. Давай покажем. А слон d5, смотри, я предлагал. Ну, слон d5 просто отличный позиционный ход. Но вот g4, вот может война начаться. Теперь, допустим, fg, ферзь бьет e5. То есть идея слона на e4. Я бы не подумал, что это может очень сильно. А, видимо, еще идея, что c7, пешка мощная, наконец-то, пешка заработала хоть раз. Здесь спастись за черных может только компьютер. Вот человеческий... А если слон g7, вот просто понять. Слон g7, ферзь d6. c7 и прошли, да? Пока ладья висит. Я понял, понял. А потом c7. И дело в том, что вот с этой ладьей очень непросто. Там еще слон e4, видимо, висит постоянно, да? Ну, здесь могу сказать, что оценка уже очень суровая. Так что вот если сейчас Мамидьяров приподнимется над мирской суетой, сыграет g3, g4, у Андрейкина будут, дорогие друзья, колоссальные проблемы. Может быть даже... Ну, еще раз повторяю, только компьютер может держаться там на оценке где-то минус пешка. Вот, вот видите сейчас компьютерную оценку, плюс одна пешка. Это как раз последствия варианта g3, g4, восклицательный знак. Ну, для человека, конечно, очень тяжело это приподнимать, особенно ближе к цветноту. Так, ну что, давай посмотрим Ароняна. Тем более, что Ливон только что сделал достаточно уверенно очередной ход. И, конечно, там... Ну, все идет так, как мы думали, но... Да, да, ладья f7. Какая ладья е на f7. Шаг на d6 выдал. Король пошел на e8, да? Угу. Ладья пошла. Ты знаешь, а ладью на e7 я вижу почему-то. Что ж такое? Он ладья e1 заманил ладья e7. А теперь пошел ладья c1. В чем, правда... В чем тут... В чем тут цимис, как говорят у нас в Одессе, да? Ладья e7, ладья c1. А, нет хода короля f7. Тогда шаг съели и слон d6. Ну да, ну да, там тоже как бы не было. Там же вроде мы как ходом... А, а... В тот позиции, если ладья c1 сразу... Мы ладья 1 смотрели с тобой. Да, ладья c1 мы не смотрели. Тоже, кстати, смотрелось неплохо. Да, на самом деле, черным предлагается сделать ход. Вот я так понимаю, что у черным очень сложно сделать ход. Слон не ходит, король не ходит. Так еще, погоди, а слон f6 же грозит? Или это такая угроза? Нет, серьезная угроза. Слон f6... Ну, да, слон f6 не... Потом же ладья d8, ладья c7 появилась. Тут вообще ход сделать непросто. Ну, может быть, ладья f5 от g4 даже есть. Нет, слон a6 может убрать его. Слон a6 тогда, видимо, на ладья a1 уже там куда-то выскакиваешь, да? На c8 мы же так перешли, так примерно и смотрели. Нет, может, после слона a6 надо подумать. Не знаю, я подозреваю, что для черных будут крайне неприятные ходы типа h3. h3, g4, король подходит, то есть белый... Ты думаешь, это усиливает позицию? Конечно. h3, g4, короля на g3, ну там g3 против двух. Ну, это долго, погоди, но все-таки хочется как-то зайти немножко. А куда торопиться-то? Не факт. Давай так рассуждать. Если черные не могут вырваться, ну а как они могут вырваться? Ну, почему думаешь, что они... Ну, как, ну, слон b5, ладья d7. У них шансы бегать за ладью, что-то поменять. Слон b5 сразу шах на c8. Ну, хорошо, ну тут ладья d7. Взял, ладья c7 съел. Ну, я не верю, что хоть h3... h3, вот... Можно делать просто так. Не, я просто, Сереж, я хочу понять, как... Ну, ладья c7, ну как-нибудь. Мата не будет по восьмому ряду? Сейчас, слон f6, ладья d7, да, кое-как держишься. Ну, все равно... Не, ну если усиливает, ну, g4, хоть как-то усиливает. У g4, сразу слон e2 как-то начинает цепляться. Так слон e2 же ладья c8. Ну, хорошо, я согласен, что я хочу поставить пешку на g4. Я не спорю, Сереж. Ну, мне только, мне кажется, это не очень усиливает. А почему не хочешь попробовать? Может быть, слон f6 вообще выигрывает? Нет? Давай попробуем. А чей ход-то? Ход наш. Почему не пойти? Как-то очень... Мне кажется, уже назрело что-то как-то сразу. Допустим, ладья пошла, ну, скажем, не знаю, там, на e4. Ладья d8, ладья c7. Все. Ага. Если ладья d7, то... Ладья e1. Ладья e1, и ладья повисла, да? А если ладья b7? Во-во-во. Вот теперь усиливать будем. Ну, так, король f7 уже черный подготовил. Да, может, зря. То есть, вот как раз стояло хорошо, что черный король не убегал. Погоди, ну, если теперь как-то так. Ну, король f7. Шаг. Так, что такое произошло с Топаловым? Неужели согласились на ничью? А что, ну, d2 не пошел? Сережа, как же так? Значит, может быть, мы что-то не оценили? Сергей. Давай посмотрим. Ну, я понимаю, что здесь, ну, можно, конечно. Давай посмотрим, что... Ну, ничего, он ушел обратно просто, и все. Ну, Сережа согласился на ничью, честно говоря, немножко как-то выглядит странно. А почему король d2-то все-таки не сыграть, не попробовать? Странно, а почему не согласились на ничью? Повторение ходов просто, да? Да. Ну, давай сейчас, а можно, так, 31-й ход h4, король g7, сейчас я попробую подключить стального чудовища, пусть он у нас... В этот момент он ушел на f1, нам нравилось на d2. Давай посмотрим. Так, вот я завожу ход король d2 и спрашиваю совета у всевидящего компьютерного гения. f5. Фантастика. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, в общем, опять-таки... Ты знаешь, может быть, я вот что подумал. Я совершенно не понимаю. Ну, f5 хорошо. Ну, f5 и f5, ладья и два, ничего же не изменилось, по сути дела. Вот, может быть, можно стоять... Ладья на e4 просто не идет после f5, понимаешь? Что? После хода f5 белая ладья не идет на e4. Ну, это я понимаю, ну, что проще может быть? Нет, я говорю, что, может быть, вообще смысл в том, что, может быть, можно стоять ферси f5. Ладья и два. Я как-то хочу, допустим, вот такой нет идеи? Ну, вот он. За счет которой можно удержаться. Ладья f4 здесь есть ход темповой. Ну, здесь ладья и семь. Да, здесь что-то как-то я неудачно крутил. Нет, я вообще хотел, чтобы ладья d4 имеет c5. Да. Ну, то есть он считает, что f5, и он устоит, да? Ну, вот компьютер, на самом деле, ход ферс f5 тоже показывает. Считает, что черные могут стоять и даже отдать пешку на d4, и там будет равенство. Нет, если он после c5 не идет, это не равенство. Нет, это все. Это он... Не надо его слушать. Ну, f5 ход как ход, да. f5 ход как ход. Вот, вот не пускаем ладью на h4. Пока ладья и два. Ну, топчемся на месте короля f7. Ладья c5, и тогда шахи, да, ничего нельзя сделать. Да, и заходят. Да, тут может быть, кстати, и не развернуться. Ну, хорошо. Возможно, мы свое некоторое разочарование выдаем желаемое за действительное. Ну, да, хочется. Хочется, чтобы как-то продвинулся Корякин в турнирной таблице. Итак, наши желания скрыты и почти явные. Да, король c2, f4. Не осуществились. Сергей Корякин сыграл ничью. Топалов у нас рекордсмен по ничейным исходам. Четвертая ничья подряд. Ну, кстати говоря, тают шансы на то, что в сегодняшнем туре состоятся результативные партии. Погоди, Мамедьяров Андрей. Мамедьяров уже сыграл слон d5. Мощнейший ресурс g4, конечно же, не был приподнят. То есть, ну, тут трудно корить шахриара. Это очень. Ой, там жуткий цветнот. Давай смотреть. Да, давайте смотреть. Слон d5 он пошел, f4. Пошел конь c2. Ну, что нормально, видимо. И еще слон e6, конь d5. Интересно. Хотя там ладья d4, наверное, шансы. Так, на слон d5 какой был зеленый ход? f4, да? f4 и тут конь c2. Я говорю, что какая-то альтернатива была слон e6. Но конь c2 с темпом хочется напасть. Ну, черт его знает. Пешка на e5 висит еще. Потом конь возвращается плохо. Да, но он пешку забрал. Так, ну, у нас сейчас будет пресс-конференция, дорогие друзья. Ковякин с топалом, а вот и говорят, и не будет. Ну, посмотрим. На самом деле, сейчас в цветноте, конечно, не хотелось бы. Ну, здесь осталось 8 минут. Гораздо интереснее досмотреть. Да, 8 минут. И 4 минуты на 8 ходов. Ну, что, черный слон g7 должны, видимо. Да, уже сыграл слон g7. Но вот я считаю, главная интрига. Устоит ли пешка на c6? Если она устоит, то черных ожидают, видимо, крах катастроф. Если не устоит, то тогда одно из двух, как говорится. Ферз d6, да? Да, а как? Не знаю. Ферз d6. Я не знаю. Я так не стой переместить. Ну, конь на c2 ужасный совершенно. Я не представляю, как он подойдет. Ну, возникает простой, практический вопрос. Какие делать ходы? Или ходы? Это это. Это вечный вопрос. Вот все вроде бы хорошо, но надо как-то играть. Ну, может быть, взять на d5 просто, попробовать разгрузить позицию. Ферз d6, чтобы ладья на c4 зашла. За пешкой сзади. Ну, правильно, да. Как учили нас семья и школа, да? Что надо ладьей заходить. Шах дадим. Ферз d6. Сейчас ладья сюда прыгнет на c4 и пешку прыгает. Ферз b3. Ферз b3. Вроде пока не прыгает. Ферз c6. А, ферз c6. Вот это очень коварно. Да, то есть, не знаю, компьютерная оценка что-то очень большая. Смотрю. Полторы пешки показывает в пользу белых, но пока непонятно почему. Такого хоть есть? Ферз d7. Ой-ой-ой, что это такое? Ты художник. Пешку на c6 отдаешь. Ой-ой-ой. Да. Да, вообще, конечно, в цитоте, когда позиции сложные, творить очень сложно. Но ладья d5, ладья c4 же есть. Ладья d5, ладья c4. То есть, мы пока не видим, как уравнять белыми, а компьютер говорит, что у белых больше привез. Там конь b4, то есть, ферз h3, там уже. Но нам хочется пока вообще как-то комфортно, да, все сделать. Давай, значит, все-таки этим надо бить. Ферз d5, ферз e6. Так, вот тут надо думать. А вот интересно, если у соперников нет времени думать, Сереж, смотри, 2 минуты у Мамедьярова, дорогие друзья, 2 минуты у Мамедьярова, 4 минуты у Андрейкина, осталось 6 ходов, причем очень ответственные ходы. Очень ответственные ходы. Так что, слон e4 уже сыграно. Так, сейчас мы просто смотрим и наслаждаемся. Слон e4, король, наверное, уйдет сейчас на g8. Король ушел на g8, что дальше? Ну, я не вижу смысла на g8, честно говоря, уходить. Вот посмотрите, сейчас... f5. Неужели... Ой, f5 мне совсем не нравится ход. Ну, не нравится, за слона. Ой, слон на e6 повиснет. Ой, не-не-не. Погоди, так забираем слона же. А, там ферз висит просто, да? Что-то надо делать после f5. Так, я не... Вот я d7, что ли? Не, я просто конкретно... Вот я d7. Ёлки-палки. Может такое быть? Да. А, там пешка пройдет, да. Там просто пешка пройдет. Красота какая-то, да-да-да. Взял. Взял, взял. И слон f5. Не, слон f5 сдался просто. Ну да. И ферз b8 шах очень важный момент. Потом так, так. Да, вот теперь важный момент, что... А, не, на взятие шах. Ну, можно и слон d7, слон 4 тоже. Давай покажем, да, что король g8... А, ну даже можно... Тут можно как угодно. Можно скромнее быть, и потом на 4 взял. Знаю, ферз b8 мне нравится чуть больше. Ферз b8 тоже сильнее. Итак, играть f5 нельзя. Ну, кстати, Сереж, я сейчас видел движение руки Андрейкина. Мне кажется, он занес руку над пешкой f7. Ну, он сейчас задумался, погоди. Правильно задумался, Дима. Правильно. Потому что ведь так можно ход ладья d7 пропустить. Сразу придется сдаться. А это конец, да? Ну, конечно. Слон d7, cd и ничего совершенно. Ну, ферз f5 там... В общем, там видно, что и пешка на d7, и король черных. Нет, это... Ну, я понимаю, что там очень-очень-очень-очень. Нет, ну, король g8 надо быстро отойти. Или h8. Но g8 вроде бы погромотнее немножко, да? Нет, я бы поближе к центру. Поближе. Король h8 не стал бы играть. Так поплотнее, и слон на f8 не будет висеть, если что. Ну, Дима, давай, только не спи. Ради бога, не спи, не спи. Тут же нет добавления. Король g8 сыграно. Ферзь f4, да. Да, там без добавления можно уснуть и вообще физически не успеть. Я думаю, соперники сейчас нервничают со страшной силой. Ферзь f4. А здесь f5 не пройдет? f5 c7. f5 сыграно. f5 здесь, да? f5 сыграно, да. c7. Ой, какая битва. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладья e4. Ладья d8. Король f7. Так уже сыграно. Или h7, не знаю даже. Да. Ну, уйди от греха подальше на h7, да? Ферзь d6, да. И что? Не знаю, пока вообще ничего не понимаю. Ну, просто уйдем. На f7. Да? Нет, он еще не ушел никуда. Я бы на h7, честно говоря. Он ушел на f7, да. Компьютер говорит, что король f7 решающая ошибка, дорогие друзья. Ферзь d6, наверное, не мастует. Король h7 вело к примерно равной, по мнению компьютера, игре. Король f7 просто решающая ошибка. Потом ладья d7 ход появился. Белые уверенно побеждают. Вот здесь. Ну, вот король h7 был спасающий ход, король f7 проигрывающий. Так показал его величество компьютера. Вот вы видите сейчас, дорогие друзья, на ваших экранах оценку. Плюс почти три пешки. И вот этот король на f7 должен подвести черных. Поторопился Дима. Но ферзь a6. Кто бы не поторопился. С другой стороны, два хода сейчас осталось. Давай ферзь a6. Но потом посмотрим, почему спасал я, почему выиграл. Да, да, да. Ну, здесь вот ладья d7, как ты сам верно заметил, все очень грамотно. Заметить-то я заметил, но как сразу выиграть после король g6, я пока не заметил. Да. Ну, видимо, ладья e7 как-то просто, да. Ну, на самом деле, выигрывает все, даже холодный ход конь e3. Сейчас белые даже могут не торопиться. Это удивительно, конечно. Ну, это понять тяжело. За доской понять тяжело. Но факт тот, что Мамедьяров сейчас очень сложно ошибиться. Выигрывает абсолютно любой ход. Белые без фигуры, но выигрывает любой ход. И ферзь c6, и конь e3, и что угодно. Да, но вот это, честно говоря, похоже на правду, нет? Ладья e7, да? А, просто со слоном разобраться, да? Посмотрим. Ладья d7 играет шахрях. Это последний ход? Это предпоследний, да. Тоже, честно говоря, ну, здесь нигде король f7 лучше, чем король f7 стоять не может. Королю надо было на h7 ставить. Столько фигур. Тут под сешаки. Две тяжелые, да, фигуры, еще пешка на c7. Эх, Дима, Дима, ну что же ты наделал, да? Ну, с другой стороны, легко понять себе чувства азербайджанских болельщиков шахмат, которые сейчас наверняка приободрились, их любимец. Ну, вот это, кстати, говорит о том, что контроль-то не без изъян. Ясно, что люди ходили вообще ничего не считая, потому что просто боялись. Ну, надо было побольше времени оставлять. Ну, это правда, но позиция такая была, ты знаешь, непонятно, в какой момент нужно было начинать играть рукой. Там все-таки очень конкретная позиция была. Самое забавное, что после хода король g6 выигрывает только два продолжения. Ну, вот видишь, а ты говоришь, любой. Ладья е7 и ферзь c6. Да, ну, ферзь c6, кстати, какой жесткий ход. Просто с идеей c8 ферзь. И что ты тут поделаешь? А, ферзь c6. Ферзь c6 вообще. Проще даже. Да, завершает борьбу. На ферзь c8, ну, сыграем. Ладья d8 и c8 ферзь. Это даже лучше. Все, ферзь c6 сыграно, дорогие друзья, это последний контрольный ход, и Мамедьяров у нас, ну, мягко говоря, близок к выигрышу. На самом деле он практически уже выиграл партию, потому что белая пешка c7 просто-напросто превращается в ферзя. Черные несут колоссальные материальные потери, и, ну, это большая драма для саратовского шахматиста, который, конечно, в цветноте имел почти равную позицию, ничего страшного не было. Ферзь c8 уже с игром, но это последнее контрольное движение, но ясно, что банальнейший ход ладья d8 просто завершает игру. Ладья d8, и мне кажется, Сереж, что партия больше просто закончилась вот уже с этим ходом. Сейчас, конечно, Дмитрий Андрейкин для порядка немножко подумает, немножко, ну, будет здесь заниматься самобичеванием, но на самом деле это время для подписания бланков, потому что черные теряют, ну, ферзя как минимум. А давай вернемся чуть-чуть назад. Давай вот это, после короля h7, что было-то вообще? Давай смотри. Для d8, король h7, посмотрим ключевой момент партии, когда король мог отойти на h7, ферз d6, ну, и, соответственно, ферз уходит, допустим, вот по аналогии с партией уходит на h6. То есть что происходит дальше, и есть ли какие-то ресурсы за белых? Честно говоря, я пока ничьей не вижу. Ничьей за белых не видишь, да? Ну, отмысти, ну, взять и ферзь? Ферзь бьет е6 и c8 ферзь. Не знаю, нет, ну, хочется чего-то побольше. Может, ладья е8 и побить на е6? Ну, ладья е8, ферзь е2 даже, ферзь c4. А как тут? Ой. Я вообще ничего плохого за черных не вижу, кроме бежки c7. Хорошо, давай, верни, ладьян, d8, сыграем конь е3. Конь е3, да? Да, просто конь е3, да. Перекрыл немножко. Ну, как-то подтянем коня. Ты же сам говорил, что конь на c2 стоит плохо. Угроз как по-прежнему не было. А и не надо. И не надо. То есть у нас всегда в запасе вот это ладья бьет е6, у ферзь бьет е6 и c8 ферзь, там пешка на f5. Ну, честно говоря, как проиграют, что же я вообще понять не могу. Ну, компьютер действительно пишет, там ферзь е6 и ферзь е2. Ну, а что, я весь шаг наладил весь шаг? Ферзь бьет е6. Ну, ладья е6. А, типа не успел. Ну, хорошо, ну, а что-то, что произошло? Ну, все порно. Это уже рискованно для черных. Ты думаешь? Там король плохой. Да? А почему? Ну, не знаю, Сережа. Во-первых, у черных уже нет идей. Белые могут еще там, не знаю. Не, ну, я думаю, что просто ресурсов нет у белых за идея. Нет, понятно, что, наверное, у белых получат. Так, у нас пресс-конференция, судя по всему, сейчас будет, да? Ну, скоро мы сейчас, вот как нам скажут, уйти из эфира мы уйдем, конечно. Вот, но, тем не менее, пока эта партия вот анвикин... Ферзь с4 лучше. А, такой не 3 же ходил, точно, точно. Да, да, да. Итак, дорогие друзья, эта партия практически завершена. Андрейкин сейчас явно горюет за доской. Что у нас происходит у Свидлера? А, кстати, там пешка на Д6 уже. Ну, к сожалению, нам не дают... Ну, к сожалению, нам не дают показать... Возможности показать позицию из партии Свидлера и Ароняна. Там борьба продолжается. Слушаем пресс-конференцию. Но это не плохое, так что я думаю, что я в хорошем состоянии физической состоянии, но это просто начало. Так что, все будет перед нами, но я не играл в долгое время, и это только начало. И я пытаюсь быть в игре, и я пытаюсь быть в игре. И, также, я не имею в виду позицию в всех играх. Так что мы были спрашивали, в пресс-конференции, если бы вы двое из вас использовали, для этого нового аппликация, которая появилась, Play with Carlson. В пресс-конференции мы думали, используйте ли вы программу Магнуса Карлсона для iPhone. My second did it, but I didn't. So, Александр Мотелев also used it, you mean? I think so. I have to ask him. I only heard, but I haven't seen. What do you think, in general, about this kind of idea, to have this kind of program to popularize chess? Maybe this is good for promotion of chess, when any amateur can play against world champion. Why not? Even Magnus Carlsen can play against himself, I believe. Also Magnus Carlsen can play against him. Okay, so we have a lot of questions. Есть ли еще вопросы? У меня примерно такой же вопрос, как висели на Сергею, но по-прекиному подругому. По первым партам создается ощущение, что вы очень много вкладываете сил, энергии, как бы в борьбу. Но такое чувство, что ни в одной парте, он никак не удается зацепиться. Есть ли у вас какие-то соображения о том, что нужно изменить, чтобы вот эта энергия как бы уходила в район на русло? And the question is to Sergei. You spend a lot of energy, you're trying to get a very playable and active position, you're trying to win, but somehow you don't manage to do it. So how can you improve this situation? Ну, я со своей стороны пытаюсь играть как можно лучше, но, может быть, не всегда получается. А что касается того, что можно улучшить, ну, мы работаем с секундантами, думаем тоже над этим. Просто турнир слишком важный, и поэтому вообще ничего, к сожалению, не могу сказать. I'm trying to do my best, and we are with my seconds, I try to work in it, and the event is very, very important, so unfortunately I cannot say anything more about this. Okay, thank you very much for your comments. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok В том же году он начал посещать занятия в шахматной школе. Юный шахматист не раз добивался успехов в детских турнирах и стал единственным игроком в мире, который дважды побеждал в чемпионатах до 20 лет. Семье Мамедьяровых принадлежит еще один рекорд. Старшая сестра Шахрияра Зейнаб и младшая Тюркан тоже носители высшего шахматного звания. В последние годы Шахрияр существенно переработал свой стиль, стал более универсальным и гармоничным игроком. Атака по-прежнему его стихия, но он обновил дебютный репертуар, стал более техничным и гармоничным. Шахрияру удалось выйти на новый уровень, а 2013 год стал для Мамедьярова исключительно успешным. В июне он выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, а чуть позже закрепил свой успех, выиграв престижный турнир Парапиду в Женеве. Став одним из победителей турнира в Лондоне и выиграв этап в Пекине, Мамедьяров занял второе место в Гран-при Фиде 2012-2013 года. Шахрияр доказал соперникам и болельщикам, что готов к покорению самых высоких шахматных вершин. Дмитрий Андрейкин появился на свет в 1990 году, который оказался богат на шахматные таланты. Его конкуренты-ровесники были очень сильны. Магнус Карлсон, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Ильдар Хайрулин, Иван Попов. Однако Дмитрий не только не затерялся в этой звездной компании, но и стал одним из лидеров своего поколения. Вершиной его успехов среди юниоров стало звание чемпиона мира до 20 лет, завоеванное в 2010 году. В 2012 году Дмитрий выигрывал почти все турниры, в которых принимал участие. Стал победителем Высшей лиги чемпионата России, а затем и суперфинала, опередив на тайбрейке Сергея Карякина и Петра Свидлера. Выиграл матч чемпионов у Яна Непомнящего. В том же году он взял несколько первых мест в сильных турнирах по быстрым шахматам. Летом 2013 года Андрейкин впервые пробует свои силы в супер-турнирах. В Мемориал Таля Дмитрий проходит без поражений, показывает лучший результат среди россиян и делит третье место. В Дортмунде поражений избежать не удается, но Андрейкин наращивает мускулы для самого значительного успеха своей карьеры – выхода в финал Кубка мира. В норвежском Тромбсе Дмитрий обыгрывает Дреева, Карякина, Свидлера, Томашевского, но в решающем матче уступает Крамнику. Быстрый и точный расчет сложных вариантов, трезвая оценка позиции, грамотная турнирная стратегия и психологическая устойчивость – главные качества, которые позволяют Андрейкину рассчитывать на самые высокие достижения. Я сыграл А3, вариант с Е3, а этот вариант не очень популярный, но это очень интересный игровой ход. Я пытался несколько уйти от теории, не знаю, хорошо это или плохо, но я пытался просто выйти на большую игру. После Ферзь С2 у черных была возможность съесть на С4 и потом провести Е5, Е5, С5. Б5, С5. А, Б5, С5. Б5, С5. Б5, С5. Но так как они сыграли в партии, у них тоже, в принципе, все нормально. Но здесь не нужно было как-то восприятия. Если Ферзь С2, я не знаю. Я думаю, что Б5 будет хорошо, если Б7 или А4. Я не знаю, но когда он играет Е5, я имею в виду К3, но я имею в виду Б4 и Е5. И может, я думаю, что Б5 будет лучше, потому что после Б4 это хорошо. как в игре, это не легко играть для Б5. И после этого, я не знаю, что Б4... Конечно, я думаю, что Б5 будет лучше. Здесь уже у Белых лучше. Может, просто играть нормальный Б5. Можно было просто... ...поцить и играть чес. Я думаю, что это не легко играть, когда С6, Б5, поцить, это не легко. Но я думаю, что я могу играть К3 и взять К6. Я абсолютно не могу играть К6, потому что... Почему? Я думаю, что не могу съесть на Ф6, потому что... Б6, G7, и... К4, и 4. Не, ну... Проблемы... ...это я не хочу играть, потому что я думаю, что после Б7, я потерял свою Куни. Потому что после... мне казалось, что после С7 теряется Ферзь. Но после К3, Е4... К4, и К5... Да, это нормально. Хорошо, я думаю, я играю К5 и... Может, я могу играть Рук-Д1, или, я не знаю, двигаться как это, чтобы убить мои Руки. Это очень интересная идея. К4, и К5. Рук-Д5, Рук-Д5. Может, это Рук-Д5. Рук-Д5. Может, это... К5, и теперь Рук-Д1. Есть, Ладья-Д1. И начинает проблемы. Первое, я думаю, я буду играть Рук-Д7, но я не знаю Рук-Д1, К8. Да, я просто... К8, и Б6, и Б6, и Б6. И я просто... Н3, Ф5. Конечно, К5, это ошибка. Я не играю К7. К7. Конечно, я думаю, Б6 не имеет проблемы. Ход-Д5 считается ошибкой. Если я играю К5, Б6, К7, Б5. Рук-Д4. Рук-Д5, Н9-Д5. А-а-а-а. Да, да, да. Вы можете взять Д5, может быть. Карл-Д7 с места Ф5. К5. Б6-Д5. Б6-Д5. А, К5. Да, опять. Может, это проблемы. Может, взять. Возвращение на Д5. Может, после СССР? Может, я не знаю. После СССР. Здесь уже есть вариант пойти К7. А, есть. И я не знаю, как играть на Б6. Я могу создать очень сильный СССР. И если я движусь, то, конечно, я буду играть Б5. Но после СССР, то, конечно, я думаю, у Белых уже лучше. Конечно, здесь уже у Белых лучше. В этой позиции. Но, может... Окей, Н9-2. Рук-К4. Я просто... Конечно, я не могу играть К2-D6. Да, это фантастика. Не знаю, как я не сыграл здесь ферзь D6. Просто фантастика. Когда Тетнот всегда хочет дешевую ловушку строить. И я с СССР думал F5, ладья D7. И, кстати, Дима с рук так хотел сыграть, потом увидел. Но он рук хотел уже F5, и же думал. Ну, просто так получается, или я сильно зеваю с СССР, как можно зевать просто. Или он должен зевать ладья D7. Получилось, что он в последний момент видел, и подумал, я просто короче 8, уже у меня выбор не остается. I have no choice after KG8. But, of course, Q6, Q6, and white is much better, and I don't know, I think it's impossible defense position for black because okay, it looks very bad position for black. But, I play KG8 is 7. I think it's okay. If we should this position is very good. But after F5, I understood this is not nice. King is 7, of course. Why KG7, I don't understand. KG7, and Q6, just play KG6, and just take, 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 I think it will be draw, Take, take, and white is better, it'll be better, but I can play F4 here. take, 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 take 4, and he played KG7, and he gave me chance, of course. А после короля в 7 уже у белых появляется шанс. Queen 6, rook D7, and king G8. I think he has king G8, but here it's C8 queen. Yes, and then take and rook G8. But if it's like queen G8, and of course queen C6 is winning more because C8 and queen C8, rook G8. Queen 6, you win after C8, D8, F2, C4, you win. Queen C2, very successful square for knightless C2. To do the same thing, after E4, you need to be F5, right? After E4 and F5, it's not needed. F7, maybe it was needed, I don't know. Maybe it's not needed. No, I didn't do the same thing. I didn't do the same thing, but I didn't do the same thing. After F5, right should have played rook D7. No, 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 no. I can't think of the same thing. I could think of the same thing. When I found this hole, I was very happy. I thought I could play pretty well. It turned out that I was just playing stupid. I spent all my time counting this trick, and I spelled almost all my time. If I hadn't done it, I would have time for counting queen D6, so I just played a little bit silly in this. I thought maybe Black had had better chances to counterplay. B6 perhaps was more precise move here. I think I made all the bad things myself. to me, and also time control made it difficult for me to play better. Is it the first time for many years you are playing with this time control, actually? We've first played in this control time for many years, yes? No, yes. Last year, six years ago. Last time it was for about six years ago. So, Shekriar, actually, it seems that today you managed to find your game. And how did you manage to recover? How did you manage to recover? If so, you can see. If so, you can see. I think I played in the game. I think just that you are playing with the game. I think I played with the game. This game, I think, is the case. играл интереснее из этого если он конечно не играл бы тоже интересно нужно не старался на фоне играл бы и 5 играл бы как как например но как как ласки ласки слон d7 а4 большинство не знаю с позиционных ходов ну играть позиционный шахмат и я думаю что не было бы такой интересный партнер был поясенна игра и е5 просто играет атаку же в стиле так что из-за этого на острую позицию пошел я думаю что это за нашу игру потому что это было довольно интересно двумя из нас играли очень интересно если Дмитрий играл ласкир ласкир не грозит же бить это будет более позиционно лази д1 я читаю да просто там лази д7 не получается да просто сон до 7 цели ну да еще шахта макс потом сон аш-3 есть такой он а а а как решила очень синичный так как король аш-7 думал что успею все защитить Я решила играть х7, и я думала, что у меня были все возможности защитить все. Может быть, х8 был нежный draw. То есть, так приведу быстро. Например, х8, и после взятия х7, мне казалось, что у белых нет ничего больше, чем веще шах. Ну да, ничью можно, да, сон д5, например, да, ну либо вот так, но это не больше, чем веще шах. А если шах, ферзи 8, да. Ну там черный, ладиби 1, сон д5, ферзи 8, там уже черный. То есть совсем коровая шерсть, да? Не, я имею в виду, что ладиби 1 здесь, сон д5, ферзи 8 просто. А, ну тем более, да. Ну сон д5 ничего, да. Может быть, да. So it could be a draw here. The questions? Вопрос здесь. Вопрос Дмитрию. Дмитрий, мы знаем из социальных сетей, что у вас незадолго до турнира родилась дочка. Вот сказалось ли как-то это событие на вашей подготовке к турниру и сказывается ли сейчас во время турнира? Дмитрий, we know from social networks that your wife gave birth to a daughter. How does this influence on your playing here? Подготовки, безусловно, сказалось, потому что, естественно, дело такое, что достаточно много времени занимает. Of course, it influences my preparation. It takes a lot of time, naturally. Да, сейчас сказывается только положительное, я думаю, потому что это позитивные эмоции. Это то, что нужно для шахматистов. То есть мы, конечно, каждый вечер проводим много времени с точкой в Скайпе. These are very positive emotions for me. We spend a lot of time in Skype with my daughter. And now congratulations. Наши поздравления. Спасибо. Поздравляем. С этим событием. Another question? У меня еще один вопрос, Дмитрий. Есть у вас какое-то объяснение того, что происходит? Вы играете нормально, получаете хорошие позиции, боретесь, а таблицы… Нет, я думаю, пока ничего страшного не случилось, все нормально. Сегодня уже была более-менее адекватная игра. A question to Дмитрию. В конце турнира разыграюсь. What's happening to you, because you are fighting, you are playing good, and you are not winning. So what's happening? He told that it's okay, but I'm trying to find my game, and by the end of the tournament it will change, I think. Cool. Шахриар, примите поздравления с победой, во-первых. Во-вторых, вы играете в эмоциональный агрессивный шахмат, и, видимо, и человек тоже эмоциональный. Как вам удалось морально справиться с двумя поражениями в выходной день? И такой немного вопрос, наверное, виселый, какой план на завтрашнюю партию? You are very emotional person, you are playing very emotional, and aggressive chess. How did you manage to get rid of these pessimistic feelings after three first rounds in your free day? And what are your plans for tomorrow game? Не, ну, в самом деле, здесь поиграть две партии, или даже больше, ничего страшного нет, потому что турнир очень сильный, и много партий. И можно очень много поиграть, кстати, очень много, и это нормальная вещь. Это такой турнир, что здесь... Каждая партия тебя ждет просто. Ты идешь на игру и знаешь, что это может случиться каждый день. И из-за этого нет такого чувства, что... Ай, у меня шок был, что... Жизнь прекрасна, отдыхал, удовольствие получил, спал много вчера, и до этого тоже немножко активно отдыхал. А так, получается, что... А на счет завтра? Завтра, как и все дни, нормально, выйдем, сыграем, да, что-что... Здесь еще раз говорю, что здесь все соперники для меня очень сильные, и я... Каждая партия знает, что я играю очень сильными шахматистами, и в том числе и сегодня, и в том числе и завтра, и послезавтра, и еще 10-15 дней буду так чувствовать себя. Так что все нормально. Хорошо. Я только хочу добавить, что вопрос был задан менеджером Сергея Карякина, Кирилл Зангалесом, который задал этот вопрос, видимо, потому что завтра Шахриар играет с Сергеем. Итак, завтра Шахриар играет с Сергеем. Следующая вопроса связана с прошлым вопросом, перед этим ивентом. Вы не думали о победении этого турнира, потому что вы должны победить больше и потерять здесь? Ну, так скажу, конечно, турнир, я заранее еще раз говорил, знал, что хорош, осень сильная, и я знал, что среди восьми игроков у меня рейтинг седьмой. А это показатель того, что здесь сам делал очень сильный турнир. Но если бы я не верил, что я могу бороться за первое место, тогда просто бессмысленно было бы сделать сборы даже, заниматься шахматом и готовиться. Я бы отдыхал, если бы не верил. Но для того, что верил, я работал и хотел просто бороться за первое место. Ну, попробовать надо, понимаете? Если не будешь попробовать, никогда не будешь простить себя. Ты должен бороться, и я думаю, что я для этого сделал все. И моя страна, вот все спонсоры наши, и они все сделали, чтобы тебя готовят. И я верил, и я до сих пор верю, что все шансы еще есть, и я буду бороться до конца. Какой бы результат ни был, у меня настроение будет хорошее. И просто буду бороться. Я понял, что мои шансы очень хорошо, потому что мой рейтинг является 7 из 8 игроков. Но если бы я не верил в себя, если бы я не верил в мою победу, то я не мог бы иметь тренинг и подготовку. Все мои спонсоры, все мои друзья и мне верили в мою победу, что я могу победить этот турнир. И все смотрят мои игры. Так что я буду бороться до конца. Спасибо. Спасибо. Мы прослушали еще одну пресс-конференцию. Это была третья пресс-конференция дня. Ну, я надеюсь, будет и четвертое. Ну, вот что очень приятно, что шахматисты сейчас говорили на русском языке. Просто один из вопросов от наших уважаемых зрителей был как раз о том, почему на пресс-конференциях говорят, как правило, на английском. Я, в принципе, согласен с этой претензией наших зрителей. Мне кажется, что когда на пресс-конференцию приходят два русскоязычных шахматиста, и турнир проводится в России, мне кажется, что было бы гораздо уместнее говорить именно на родном языке для всех участников, которые поближе. Ну, за исключением Ананда. Хорошо, в присутствии Ананда, ну, наверное, можно английский. Английский язык сделал первым, но вот так решили организаторы турнира. В основном у нас участники говорят по-английски. Ну, я надеюсь, что все-таки зрители и слушают перевод, и понимают, о чем идет речь. В общем, с этими, с мелкими неудобствами мы как-то поборемся. Тем временем продолжается битва Араняна со Свидлером. Армянский шахматист владеет преимуществом. Судя по всему, партия может получиться очень затяжной. И мы, гроссмейстеры Сергей Шипов и Сергей Рублевский, в общем-то, подготовились к продолжению борьбы. Перекусили, попили чайку. Так что я думаю, что мы сдюжим. Ну что, давайте сейчас посмотрим на участников процесса, на Свидлера и Араняна, и также обратим внимание на шахматную составляющую. Это у нас по-прежнему довольно сложное такое многофигурное окончание с разноцветными слонами, но пока даже трудно сказать, что они являются предвестниками ничейного результата, потому что очень серьезная инициатива у белых. Черный король оттеснен, пешка Д6 очень сильна. Так, давай, Сергей, немножечко отмотаем. Отмотаем. Мы после ладья Ц1 с тобой последнее, что видели. И вот давай посмотрим, как. Ладья Ф на Ф7. То есть черному королю готовится какая-то дорожка на Кривский фланг. Слон Ф6. Эвакуируется. Да. Как умеет. Да, но с другой стороны контроль над пешкой, над проходной пешкой белых уменьшается. Как уменьшается? Куда уж больше-то. Нет, я имею в виду, что король. А король не контролирует. Но зато не мешает. Все-таки две ладьи и слон могли короля пощипать. Вот после короля Ж8 Араняна открывает еще один фронт, аж 4. В некоторых вариантах пригодится. Пока очень сложные варианты, где пригождаются, надо сказать. Прямо. Но ход, мне кажется, все-таки более полезен, чем Ж4. Так, последовал ладья Ф8. Вот здесь вот после ладья Ц7 признаться, в анализе мы не нашли четкого спасения за черных. Очень неприятное было вот это перемещение белой пешки на Ц7. Ну, не знаю, мне кажется, что там у белых было просто выиграно. Там, знаешь, техническая позиция. Может быть, так хочет. Вот не знаю, что не понравилось там Лимону Араняну. Он, конечно, боится продешевить. Да, да, вот хотел сказать, только боится продешевить. С психологической точки зрения понятно, что вот если он не до конца уверен, он старается размен отложить пока. Так, а что у нас по времени? 49 минут у Араняна, 39 минут у Свидлер. Я напоминаю контроль, дорогие друзья. Сейчас это время, которое вы видите на циферблатах, оно отводится до 60-го хода. По истечении вот этого количества ходов соперникам будет добавлено еще 15 минут на брата. И будет фишеровское добавление 30 секунд на ход. То есть любое окончание соперники смогут доиграть в достаточно гуманном ритме. Ну вот, кстати, что касается контроля, мы уже с Сергеем здесь во время первых наших эфиров отмечали, что контроль, конечно, очень некомфортный для современных шматистов. Все уже привыкли к фишеровскому добавлению. Вот Андрейкин сейчас сетовал на пресс-конференции, что он уже 6 лет не играл с таким контролем. Ну и понятное дело, что это действительно влияет на его игру, влияет на результат. Я уж не поленюсь все-таки, напомню, что в Лондоне Иванчук 5 раз уронил флаг именно из-за этого контроля, в то время как при фишеровском добавлении Василий Михайлович, но таких вольностей себе не позволяет. Было, было. Не 5 раз было. Ну да, тем не менее, конечно, этот контроль, с другой стороны, можно сказать, что правила одинаковые для всех, что этот контроль был известен заранее, там, за полгода, и можно было немножко потренироваться. Другое дело, что в практических условиях, ну, такая серьезная турнирная партия, наверное, действительно, ну, можно только гипотетически представлять себе, как это будет. Ну, мы советские шахматисты, вот старшего поколения мы выросли на том, что не было никакого фишеровского добавления, тогда просто были обычные часы, и вот эта вот цветнотная горячка, когда действительно секунда уходит неумолимой, и никаких комфортных амортизаторов в виде добавления секунд нет, мы как-то привычны к этой ситуации, но вот современным шахматистам это, конечно, тяжело. Ты знаешь, дело не в том, что один контроль хуже, другой лучше изначально, а просто когда они меняются, вот это очень тяжело приспособить. Да, переходить с контроля, с контроля точно тяжело. Фиды, когда 90 минут, там, то есть получается час 50, да, на 40 ходов, ну, в принципе, ничего, я большой разницы не вижу, там, сколько минут, чуть меньше, там, чуть больше, но играть все время с одним, ты начинаешь привыкать уже, потом чуть-чуть другой, и... Ну, вообще, рефлексы шахматиста в цветноте, то, как он переживает трудности со временем, но это действительно уже отработанный такой... Да, там себя проконтролировать до конца невозможно. Это уже ты как спортсмен, там каждая мышца, вот там, как у горнолыжника на склоне, она знает свой маневр, и ты уже автоматически некоторые вещи делаешь. Так и шахматист в цветноте, в общем, во многом уже привык к тому, что 30 секунд есть на ход, а здесь, когда этих секунд нет, порой действительно шахматист теряет немножко ориентацию во времени. А вот на ваших экранах сейчас Петр Свидлер, он, конечно, работает очень упорно, и надо признать, что... Ну, я надеюсь, что Петр мысленно не возвращается к тому моменту, когда он мог конем треснуть на Д4 и безо всяких проблем, ну, видимо, свести партию в ничью, вот так, объективно говоря. Хотя, вот, например, Ян Непомнящий полагал, что у черных даже было поприятнее. Да, конечно, поприятнее, там же боялся Д4. Так или иначе, Петр Свидлер ходом... Он еще боялся... Тогда Петр боялся продешевле. Ходом конь Д8, он решил поиграть на победу и, судя по всему, в общем, нажил себе большие неприятности. Вопрос в том, чем это все для него закончится. Ну что, проблема в том, что у черных с активной контрыгрой сейчас есть некоторые проблемы. И вот единственное, что мы здесь успели во время пресс-конференции посмотреть, это то, что черные могут отправить вперед пешку Б6. Мне кажется, на другом фланге Петр Свидлер сделал другой ход. На самом деле, ход Б5 был сильнее. Я позволь, я покажу быстренько нашу идею. Здесь вот А6 ход не очень хороший. Здесь черные должны были сразу попытаться дотолкать пешку до Б3. Вот если удастся пешку на Б3 поставить, это было бы хорошо. Я больше склоняюсь показать такой вариант. Потому что этот вариант такой показывает, почему пешка Аш подключается удачно. И очень красивый, конечно. Очень красивый ход Л5. Да, и белый выигрывает. Пешка какая-то проходит. Да, то есть на Л5 следует, Л5 бьет Д7, и с пешкой Д уже бороться невозможно. Ну вот, кстати, здесь в этом варианте показывается, зачем белая пешка пошла на А4. То есть она подключается. Где-то все-таки она подключается. Да, да. Король Ф7. Так, а какие у нас варианты вообще сейчас? Что можно предложить-то вообще? Так, ну вот сейчас у нас диаграмма снова появилась на носке. Король Ф7 сыграно. Ну если ладей Ф6 шаг. Обратно. Ладец Ф7. А сюда тоже можно, да? Ну все равно Ладец Ф7. Как это? Ты хочешь все поменять? Все ладей? Нет, давай по ходам. Ну любой ход. А, там просто да, слун-то на С8 все держит. Да, я виноват, виноват. Король Ф7, король Ф7. Так, давай король Ф7 на Ф7 вернем. Нет, мне что-то кажется, может быть где-то Ф5 или... Поглядя на ладей Е1. Ладей Е1, да. Ну просто не совсем понятный замысел черных. Угрожает ладей Е7. Довольно неприятный ход. Мне кажется, король Ж8 просто. Обратно, да? Ну обратно, но все-таки темп есть у белых теперь. Можно Аш5 где-то вот толкнуть. Ладья Е5 усиливает? Ну я бы Аш5 сначала толкнул, а потом уже вот... Причем отдал пешку, потом подумал, да? А слон А6 нет в ходу, случайно? Так это можно и без Аш5 было делать. Да, ну интересно. Так, тут где-то конец должен быть. Вот ладья Д6, ладья... Вот без Аш5 точно был конец. Ну хорошо. А, так просто же взял. Взял и... А, ну вот без Аш5. Почему черные-то не взяли? Давай без Аш5. Можно взять. Ни то, ни то не выигрываю. Вот давай без Аш5 сразу слон А6 сыграем. Вот здесь вот. Слон А6. Просто проверим черных на предмет безопасности короля. Дальше. А, вроде бы ничего страшного. Да, ничего страшного совершенно. Так, ну тогда Ж4. Я просто хочу матовую сеть сшить для чего-то. Я тоже хочу. Погоди, а вот... Не вижу. Где-то тут есть. Где-то что-то есть, да? Как только непонятно. Ж4? Ж4, давай попробуем. Ладья бьет Д6. Вопрос в том, можно ли играть ладья Д6? А, почему нет? Давай проверим просто. Проверим. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Так. Ладья взяла. Ладья... Да, ну в общем не видно какого-то большого навара. Наверное, какие-то пешки мы, конечно, отыграем. Но вряд ли это будет большое. Да, ну нет. Так, вроде бы черные спасаются. Где-то близко было. Давай посмотрим здесь. Может быть, Аш где-то что-то подключить. Как только непонятно. Ну, может ладья Е7 сыграть? Сразу. Ладья Е7 здесь. Все равно... А, так после ладья ФД8 у черных нет идей, да, видимо? Имеется в виду... Присловно 6 ладья ФД8 нет. Нет, вот здесь, вот здесь. Ладья Е7 играем. Ой, прошу прощения. Да. Ладья Е7. Дело в том, что меняться на Е7 нельзя. Там ладья бьет Е7 и Д7. Да, там пройдет, это точно. Так, вот теперь... Может быть, ладья... Чувствую, что пешки надо как-то использовать. Я тоже чувствую, что... А может быть, ладья С1, ладья С7? Просто. А давай Ф5 сыграем. Ф5, Аш 6, вот туда пешку задвинем. Я не вижу большого Навара от того, что он там быстрее. Давай по ходам. Ф5. Аш 5? Ф5. Ну, Ф5 ты точно возьму. Аш 5? Я слон Е4 перекрываю, что будет вообще? Да, не получилось. Значит, ладью на Е5 надо было держать. Давай ладья 1 на Е5. Вот интересно, как черные могут раскручиваться вообще? Ладья 1 на Е5. Слон сюда. Так. Да, вот ускользающий момент. Погоди, ну хорошо, а вот если ладья С1, ладья С7, это же усиливает позицию? Да, кстати, ладья С7, это интересно. Ладья С7, это интересно. Ну что, тоже, кстати, неприятный ресурс. Может быть, тут ладья Е7 можно? И на слон Е7. Ладья на Д7 пошли. Да, здесь черные кое-как держатся. Сейчас, погоди. Я думаю, может быть, мы зря ладью-то вообще надо 8 поскорить. Давай сначала усилимся просто. Так ладья Е5 будет ход, да? Подумаю над этим ходом. Вот давай тогда вот так собираем. Ты знаешь, на А5 я слон Д5 имел. Слон Д5? Угу. Так. Ладья Е7. Ладья Д6. Ладья Д6. И, видимо, потом слон Е7 в бетон есть шанс устоять. Да. Тем не менее, вот постоянное ощущение, что не должны черные держаться, а они держатся. Да. Ну, если не должны, то тонким образом каким-то, да? Да. Погоди, а что получается? Мы ладья Е1 ходим, чтобы через какой-то момент пойти ладья С7, да? Нет, почему ладья С7? Может, по вертикали? Нет, ладья С1 ходим, чтобы в какой-то момент пойти ладья С1 обратно. Как-то ничего нельзя использовать. Не факт. Я думаю, что по вертикали Е можно будет вторгнуться. Нет, вопрос в том, вот, дорогие друзья, мы пока не находим способа, как белым подключить пешку. Погоди, а если ладья Е7? Ну, уже другой ход сделан? Нет, ладья С1 уже сделан. Ход. Погоди, давай все-таки для истины. Такой ход был, просто интересно, может, это вообще хорошо? Так, так, а как дальше? Ладья Д8. Как? Ладья С8. И к ладья Д1 уже пешка прошла? Разве? А как? Я не вижу. Ну, конечно, качество можно отдать, ладья Е8 взял королем на Е7. Ну, ты должен быть проиграться. Значит, не ладья С8, значит, ну, допустим, ладья Е8. Е8, Д7 тоже самое. Ладья Ж8 надо. Да, Ж8, да? Ну, я не знаю, а что тут хорошего? Погоди, такая ладья Д1. Хорошо, давай ладья Б8 идем, чтобы вообще не... А в чем разница? Как ладья... А, ладья Б8? Нет, Б8 все правильно, конечно. Ладья Д1 тогда угроз не будет. Да, да, да. Совершенно верно. Короче, уже сыгран ладья Е1, Наш5. Ну, ладно, да, это глубоко. Тут, кстати, прямого навара не видно, потом король Е6. Сыреж, на самом деле, первое слово дороже того первое, что я предложил, ладья СЕ1 на король Ж8. А, сыгран на слон СЕ6, и здесь все равно Наш5 он сыграл. То есть вот идея Наш5 мне нравится, потому что мы пешку Ж6 убираем, пешка Ф где-то пойдет вперед. У белых как-то немножко раскрываются возможности. Ну, давай ЖАЖ. ЖАЖ, да. Так. Ну, слон СЕ6 ход не очевидно. Мы, честно говоря, король Ж8 смотрели. Ну, вот я не знаю, то ли ладья СЕ6 сначала это начать, то ли сразу ладья Е7 зарулить. Ну, давай ладья Е7. Погоди, теперь тоже на ладья Е7. А, все равно нельзя нигде бить, да? Да, там просто пешкой Д тяжело. Так, вот куда король пойдет? На Ж8 или на Ж6? Ну, дай покажем в любом случае. Я вот, скажем так, сам до конца не уверен. Если король Ж6... Просто ладья СЕ7 и Д7. А, ладья СЕ7 и Д7, да. Ладья СЕ7 и Д7 довольно просто... И ничего не сделать. Да, это правда, ничего нельзя сделать. Значит, король Ж8. А может быть, в принципе, то же самое, что мы смотрели, да? Но здесь, понимаешь, если взял на Д7 ладья Е7, ладья Д8 и ладья Ф7 есть ход. Нет, это понятно, да, конечно. Погоди, а тут слон СЕ6. Вот. Слон СЕ6, ладья Ф5, да. ЛФ5? Нет, и в 5 нельзя. Шах, шах, ладья Е6 мат. Почти. Давай, покажи это. Сэрюш, вот все надо показывать, потому что мы с тобой вслепую довольно много видим, а вот наши зрители не всегда... Так, значит, сюда. Логично, скажем так, да? Да. Пешка Ф, может, пошла просто. Нет, а я хочу на Ж5 завести. А, не успел. Ты сейчас заберешь просто. Сэрюш, а почему мне в 5-то? В 5 просто выигрывает партию. Так и так тоже выигрывает партию. Да? Кажется. А, нет. Так, так. Давай, давай твой ход. Мой не выигрывает точно. В 5. А как этот выигрывает? Что-то я не понял. Взял, взял. Там слон на 6 завис неожиданно, да? Так, 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 так. Ну вот близко, близко, близко. Так, слушай, ну тут тоже крайне близко. Вот здесь, если честно. Итак, ладья беда D6, к чему ведет? А, все равно ничего не получается. Нет, почему? Ладья G5, ладья G6. Вот же в чем вся штука-то. Да-да-да, согласен. Да. Не видел. Компьютер, кстати, после ЖАЖ не показывает прямого выигрыша. То есть он... Ну, то, что показывает компьютер, это вообще, конечно, там ладья 1 на Е3, но это уже совсем... Так это из той же... Почему? Это из той же... Ничего такого, в общем-то. Это же из той же серии, что ладья E5. То есть ладью на вертикаль G6 заводит, да? Ну, просто... Нет, ну, Сереж, такой ход не бросает совершенно в глаза. Нет, ну, Ливон-то может такой ход сделать. Я думаю, мы с тобой с 10 попыток вот такой ход не поднимаем. Почему? Ну, с третьей, а другого нет. Ладья E7, если не выигрывает. Это же то же самое я хочу сделать абсолютно. Хочу ладья E7, слон H6. Теперь это выигрывает. Оценка после ладья 1 на Е3 все больше и больше для белых. Но приподнять это очень... А что тут? Ну, ладья E7 грозит. Сереж, я отмечаю тот факт, что на слон C6, H4, H5 Ливон сыграл очень быстро. Слон C6 сам по себе не очевидно. А пока у нас ЖАЖ еще не сходили. А он на H5 сыграл очень быстро. Вот интересно просто, что он там посчитал. И то, что он с раздачи вот так на слон C6 заметил маневр ладья 1 на Е3 и на G3, ну, конечно, Ливон выдающийся шахматист, он может многое, но тут тоже есть кое-какие вопросы. Может быть, он видит что-то другое, попроще, но вот у компьютера, наверное, что-то другое мнение. Ну, вот еще, может быть, стоит вернуться к твоей идее, что ладья через вертикаль C у нас как-то может пройти через C1. Нет, здесь же ладья D6. Я не знаю, как это сделать. Вроде бы, да. Вроде бы, если так, то черные могут взять... Взяли. Даже ладья D7 здесь остается. Даже ладья D7 есть. Да, то есть здесь черные, видимо, ну, это... Слона на G6 ничья. Да, видимо, похоже на ничью, так что... Но Свидлер, конечно, не уверен в том, что тут у черных все срастается, естественно, и поэтому он сомневается. Ну, не знаю, брать GH, мне кажется, обязательно, потому что если, во-первых, пешка на G6 где-то слабо может быть, во-вторых, белая пешка на G6 может зайти. Очень трудно терпеть эту пешку на G5. Кстати, белые могут еще и подкрепить ходом G4. Позиция выглядит очень тревожно, но буквально все на ниточке из-за черных может срастаться. Давай пока ответим на пару вопросов наших зрителей. Евгений из Хабаровска спрашивает. Уважаемые комментаторы, спонсором Сергея Ковякина является компания Альпари. Во всех турнирах он играет с ее нашивками и логотипами. В шахматах мало развито такое сотрудничество. Другие участники выступали с логотипами на турнирах. У каких еще известных шахматистов есть подобные очевидные спонсоры? Ну, начать надо с Карлсона, у которого как минимум пять спонсоров. То есть у него рекламные контракты сейчас на него сыпятся, как из рога изобилия. Но по большому счету это единственный шахматист, который обеспечен спонсорской поддержкой. Ну, вот плюс у нас есть Сережа Корякин. Спасибо компании Альпари. У Крамника есть спонсор? У него, по-моему, был значок в прошлом году. У Владимира Борисовича, да? Да, какой-то был. Вот в смысле именно была эмблема спонсора. Эмблема, да. Вот я, честно говоря, боюсь ошибиться. Мне кажется, Евроцемент. Я надеюсь, что... Мы помним, как Российская шахматная федерация тоже обеспечила и ему, и Свидлеру. Да, да, да. Игорь Щеку подготовку к турниру. На данный момент просто из всех участников турнира претендентов вот так яркий логотип спонсора только у Корякина. То есть он все время в этом пиджаке, то есть он должен его носить по контракту, что он и делает. Так, честно говоря, больше никого не могу вспомнить. Ну, Карлсон как раз тоже носит пиджак, рубашки с эмблемой там своих спонсоров. Да. Всегда, да? Конечно, конечно. У Карлсона всегда. Ну, вот сейчас на пресс-конференции Шахриар Мамедьяров как раз тоже упомянул своих спонсоров, которые помогали ему готовиться к этому турниру. Ну, там в Азербайджане вообще очень мощная спонсорская поддержка. Конечно, когда узнаешь детали поддержки азербайджанских шахматистов, в общем, завидки берут, откровенно говоря, потому что ни в какой другой стране мира подобного, ну, лично я не припомню. Вот. Ну, кстати, Ливон Аронян. Ну, вот говорить о том, что у Ливона Ароняна нет спонсоров, мне кажется, это было бы тоже явным перевлечением. Я думаю, там всяк в шахматной Армении ему помогает. С учетом того, что президентом шахматной Федерации Армении является президент всей страны, ну, понятно, что, я думаю, что с финансовой поддержкой у Ливона Григорьевича нет никаких проблем. Ну, вот, ясно, что у других шахматистов, наверное, нечем похвастать, я думаю, Петру Свидлеру, Дмитрию Андрейкину, ну, наверное, в этом плане они отстают. Так, дальше. Армен Аганисян из России спрашивает, как вы считаете, не пора ли перейти на систему, когда за победу даются три очка? Да. Дорогой Армен, с подобной системой несколько круговиков уже проводится, но я, лично я отношусь к этой системе отрицательно. Мне кажется, что пропорции три к одному в пользу победы слишком суровые для шахмат, шахматы не футбол. У нас ничейные тенденции очень велики в шахматах, иногда соперник играет абсолютно блестяще, то есть получше всяких Месси и Роналда мячи по девяткам бьют, да, в футбольных воротах, а получается ничья все-таки. И я считаю, что эта система, ну, вот, в голом виде, чисто футбольная система, мне кажется, для шахмат не вполне правильная. Это раз, а во-вторых, когда эту систему вводили, вот, на эти турниры упомянутые, был такой аргумент, чисто математический, что, по-моему, в девяти турнирах из десяти шахматист, победивший по классической системе, также побеждал по системе за три очка. А я знаю конкретные контрпримеры, когда это было не так. Ну, есть, но я сейчас сказал, в девяти, ну, а зачем? Ну, шахматы, правильная игра, в общем, заставлять кого-то играть неправильные шахматы. То есть, понятно, что запас проживости большой, партия должна заканчиваться в ничью, если оба противника хорошо играют. Кто-то будет играть как камикадзе, мне кажется, в общем, содержание только нарушится. Вот мое мнение. Да, ну, к тому же, многое зависит от формулы турнира. Вот, допустим, турнир претендентов, здесь важен первый приз, поэтому на ничьих отсидеться никому не удастся, всем надо будет... Нет, в этом турнире вообще, то есть, это исключено в круговых турнирах. Потому что, если здесь, в общем-то, формула подстраховывает то, чтобы, скажем так, российские участники друг другу вдруг не помогали, то в другом турнире обменяться победами, это уже большая помощь, и от этого не подстраховаться. Ну, это варианты из чемпионата России по футболу, когда аутсайдеры заранее договариваются о победах на своих родных полях, и тем самым избавляют друг друга от... В отличие, кстати, от футбола в шахматах, я таких случаев как бы не знаю. Но, скажем, все равно, то есть, вот такую возможность предоставлялась бы, это уже неправильно. Итак, Свидлер у нас сыграл А7-А5, чем изрядно нас удивил? Считает, что нет особо, нет особо идей. Ну, это секрет по Лишинели, потому что, Сереж, все видят компьютерную оценку на экране. Ход А7-А5 решающая ошибка, у белых есть прямой выигрыш, связанный со слабостью пешки G6. К сожалению, Петр, ну, как-то очень быстро уж принял решение. А давай я попробую без компьютера, нельзя попить просто АЖ-АЖ, пойти слон Е7, потом ладья Ф6, ладью на G5. Нет, долго? Можно, наверняка можно и так. Это тоже возможное решение. Но самое простое, самое простое, просто съесть пешку на G6. Взяли-взяли, шах. А, и ладья, так это же очень просто, нет? То есть, очень простой, примитивный выигрыш. То есть, у меня такое ощущение, что Петр не выдержал напряжения борьбы. Так это четыре хода. Это все, это конец. Взятие на Е7 нет, там все повисает. Ну, в общем, Петр не выдержал напряжения борьбы, дорогие друзья. Да? Да, все, это исполняет Аронян, король G8, сейчас просто взятие на G6 и ладья 1 на Е6. То есть, ну вот пока мы отвечали на вопросы наших зрителей. Я, кстати, Сереж, я намерен сегодня ответить на все вопросы, которые к нам прибудут, и из эфира не уйду. Единственное, кто может вывести меня из эфира, это Петр Вениаминович Свитлер, если он появится на пресс-конференции. Давай попытаемся, потому что ладья F7 здесь не сразу конец. Вот, давай, нет, значит, шах уже дан, король G8, то есть пешка на H5 у нас, простей. Аж так, унесло на H6, H сюда, H5, шах, король G8, HG. Вот какие тут могут быть? Нет, HG-то побьем? Да, HG-то, наверное, побьем. Ладья 1 на Е6. Что тут можно сделать? Каким-то образом так, что ли? Не знаю. Ну, как-то борьбу надо завязывать. Ну, взяли, да, допустим. Взяли на G6. Нет, так ладья F6 даже, да? Ладья F6, да. Так, так, слон H6. Так, слон H6, нет, вот король H7 надо играть, судя по всему. Погоди, так а ладья F6? Ну, давай посмотрим, взятие на Е7, да, что там будет? А, погоди, так этим можно взять, это вообще неправильно тогда. Ну, тогда ладья H6, шах, правда, DE, наверное, тоже выиграл. Давай посмотрим, давай посмотрим. Значит, так, шах. Шах на H6. Сюда, да? Нет, сюда, G7. Король G7, DE. Слон. А, еще на B6 теряется. И пешка на B6 провиснет. Все теряется просто. То есть слон уходит, ладья B6, у белых две лишние пешки. Нет, ну такие позиции не спасаются. Ну, тут еще и динамика. Сейчас ладья B8 не собрать будет ничего. Да, очень просто. Странно. Ну, вот как раз, я думаю, что Ливон сейчас смотрит и никак не может понять, в чем же идея его коварного соперника из Санкт-Петербурга. То есть, ну, эта партия очень важная. Со спортивной точки зрения, если Ливону сейчас удастся выиграть, то тогда он снимает конкурента. Ну, по всякому случаю, на данном историческом этапе развития отправляет Петра Свидлеров на отметку полтинник, а сам выходит на плюс раз и становится одним из преследователей Мананда. Одним из преследователей. Да, взял на G6. То есть, Ливон просто подумал, подумал для порядка. Из уважения к сопернику. И сейчас, я думаю, ладью с первого ряда отправят на шестой. Но пока не вполне понятно, что же здесь имеет в виду Петр Свидлер. Ну, а с учетом аналитических мощностей, которые имеются под рукой, да, ну, вот пока это загадка. Что же здесь имеет в виду Петр? Да, такая позиция будет, я думаю. Посмотрим, что есть. Да, вот смотрите, Ливон, вот буквально движение левого плеча я увидел. Очень хочется ему ладью вбросить. Ну, Петр, конечно, встал и в какой-то степени изобразил уверенность в себе. Но какая вот тут уверенность в себе, когда крошится весь фланг? Пешки ученых на королевском фланге завершаются. Не знаю, может быть, у Петра есть какая-то, знаешь, как говорят в фильмах, завиральная идея с отправкой пешки опять как можно дальше. Так там король под матом как? Король под матом ходит, да. Да, тяжело, тяжело и, в общем, сегодня может получиться так, что день-то будет печальный для российских шахматистов. Вот россиянин Андрейкин уже, экс-чемпион России уже уступил. И вот если сейчас чемпион России тоже уступит, то сборная мира у нас выйдет вперед с результатом плюс два. Пока они ведут с перевесом в одно очко. Да, Петр, Петр. Ну, что тут поделать? Конечно, можно возвращаться к этому моменту с комбью Д4, но и дальше, наверное, можно было играть посильнее. Скажем так, все-таки конь Д4 объективно в той турнирной ситуации, вообще, как партия складывалась, ход неправильный. Даже если он, не исключено, что объективно правильный, но, честно говоря, наверное, молодец, потому что так не сделал. Дальше играл просто не лучшим образом. Так. Ладья F7. Ну, собственно, то, что мы смотрели, да. Ну, получается так. Ладья F7 взяли на G6. Это как минимум, может быть, еще. Может быть, он не видел издалека ход Ладья F6 вот здесь. Честно говоря, есть ощущение, что здесь единственный путь. Так, пока мы смотрим, я прочитаю вопрос. Эдуард спрашивает. Здравствуйте, Сергей. Почему в турнире столь высокого ранга забыли про французскую защиту? Мне кажется, она могла бы разнообразить любой турнир. Конечно, это интересный, хороший дебют. Я сам его играю. Но, к сожалению, после третьего хода конь Б1 на С3 у черных сейчас есть определенные проблемы. Если бы белые играли конь Д2, Е5 или что-то еще, я думаю, что французские играли бы все от мала до велика. Но после конь Б1 на С3, ну, вот так. Мое понимание ситуации, насколько я слежу и сам анализирую, но все-таки большого счастья у черных нет. И на элитном уровне, знаете, вот когда есть возможность, скажем, в берлинском варианте испанской партии сделать относительно без хлопот ничью, то во французской, ну, это намного сложнее. Математическое ожидание результата получается несколько хуже. В общем, вы поймите, что шахматисты сами себе не враги. Играть для того, чтобы разнообразить шахматы, сделать для того, чтобы было интересно зрителям, у них нет такого желания. И у них желание набрать максимальное количество очков. Поэтому они играют то, что им выгоднее. Так, вот сейчас Леон Аронян думает, есть или не есть, есть ли сразу. Так, а там, я смотрю, там ни один путь выигрывает, на самом деле. Ну, хорошо. Так, Алексей из Иркутска спрашивает, с кем из чемпионов мира можно сравнить участников предъединенского турнира по стилю игры и какой наиболее приемлем на сегодня? Ну, вот последнюю часть вопроса я не понимаю. Но вот какие-то аналогии между участниками предъединенского турнира и чемпионами прошлого довольно сложно проводить. Все шахматисты-универсалы, знаете, можно всех сравнить, конечно, со Спасским, потому что все умеют все. Но, во-первых, здесь у нас есть чемпионы мира просто, есть Крамник, есть Анант, есть Топалов. И они не нуждаются в сравнении с чемпионами мира, потому что сами чемпионы, ну, остальные шахматисты тоже очень самобытные, которые, ну, не знаю, напрямую-прямую аналогию трудно проводить. Ясно, что Шахриаром и Медьяровым мы можем вспомнить каких-то мастеров атаки, то есть те шахматисты, которые не боятся рисковать и обострять игру. Ну, у Сережи Корякина немножко другой стиль и так далее. Но это сравнение во многом условно. Мне кажется, здесь к единому знаменателю прийти очень сложно. Так, дальше. Так, 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 так. Вот Илья Марков из Ижевска, он задает вопрос Сергею Шипову конкретно. Где можно было бы с вами поговорить об истории шахмат? Эта тема мне интересна, и я сам пишу по этому поводу. Ну, Илья Марков, во всяком случае, мы будем об этом говорить не в прямом эфире, но вот если вы знаете такой форум Каспаров Чест, ну, вот на моем сайте christbook.com вы можете найти ссылку на этот форум, и там я регулярно пишу. Вот там мы сможем с вами поговорить о всем, о чем захотите. И народ там, в принципе, общается на любые темы, так что милости просим, если вас уж интересует лично моя персона. Так, значит, у нас сделан 54-й ход, ладья F7. Вот интересно, что ладья BG6 уже исполнена. Ладья BG6, и у меня есть такое подозрение, что сегодняшний вечер все-таки не затянется. Вот в перерыве мы с Сергеем обменивались шутливым образом наше ожидание, сколько часов нам сегодня предстоит провести на рабочем месте. Я все-таки жду, когда же мы 7 часов, как следует, как следует поработаем. Тут F5. А, можно шах и F5, мне кажется, тоже выиграют. Шах и F5. А что? Есть угрозы? F6 и мат. А точно мат? Ну, как-нибудь. Ну, так, давай так, F5, A4 пошел. Ну, я просто проверяю, Сереж. Я просто хочу проверить. F6. Ну, король G8. Шах. А, шах – это не мат. Шах, король H7 еще пошел. Крутанулись, да, по кругу? Ну, да, да. Шах. Так. Так. Сейчас будет. Давай. Я жду, Сереж. Ну, даже шах, потом взял и F7 выигрывает. Просто пройду. Ну, кстати, что? Может быть, так и надо играть. Там король G7, правда, будет. Слон H6. Ну, ладно, дай попробую что-то поконкретнее. Давай. Шах. Так. Может, не получится поконкретнее. Ну, тогда так. Так. А что, недостаточно разве? Ну, так, потом DE, F7. Ну, в общем, в этом что-то есть. Король бьет Е6. Король Е6. ФЕ. ФЕ. Ой, хорошо. Ну, а, тут еще вариант идет, да? Ну, да. Ладья бьет F6. Ладья F6. А, и какая-то игра. И потом А3, да. Потом поскакали, повеселились. Ну, в общем, это такие сложности, которые, наверное... Нет, наверное, как-то проще может быть. Да, да, да. Ну, с ладья F6 тоже ничего. Просто там еще надо будет немножко реализовывать. Вот эти три пешки против двух. Ладья F6 уже сыграно. Да, ладья F6. Ну, на самом деле, он, судя по всему, хочет устранить всяческий счет. Нет, он, да, не хочет играть долго, скажем так. Хочет уже найти что-то. Ты знаешь, у белых есть какая еще идея? А можно ладья E6 обратно? А нельзя ли просто заматывать вот так? А нельзя ли просто пешки надвинуть? Да. Прекрасный мат. Прекрасный ход. И G4, F5 тоже хорошая идея. Просто пешки накинуть. Дело в том, что черный же ничем не угрожает особенно, да? Тогда ладья F5 единственных. Вот, наверное. Может, теперь G4. А, G4 и F5. Поехали, да? Ну, точно, белые только забудутся могут. То, что у них выиграно уже сомнений никаких. Да, в общем, тяжелая позиция у Свидлера. И тут вот как начинаешь анализировать. Да вы и сами, дорогие друзья, видите сейчас на экране компьютерную оценку. Ну, судя по всему, она отражает фактическое состояние дел. Ну, здесь нам остается сказать только одно, что, конечно, Петр неправ. Конечно, в этой партии он где-то переоценил свою позицию, недооценил угрозу соперника. Ну, а Ливон Аронян показал себя опытным, хладнокровным и сильным хищником, который все-таки дождался своего момента. И вот он сейчас добивается успеха. Конечно, то, что в третьем туре Свидлер не выиграл у Крамник, не реализовал свои шансы, это уже было очень тревожным. Эту подпись, беда никогда не приходит одна. Я помню в советской карикатуре такое изображение дерева. На дереве сидит человек, а внизу три крокодила. Вот это мне очень напоминает ситуацию в турнире претендентов. Потому что, что не участник, здесь крокодил. И каждый готов загрызть того, кто даст слабинку. В общем, здесь, конечно, борьба идет исключительно жестокая. И вот главный крокодил нашей с вами современности, сейчас изображен на экране. Ливон Аронян. Рейтинг-фаворит турнира. И, конечно, с ним бороться очень непросто. А что Питер-то думает? А, король же 8. Теоретически-то можно еще это. Тогда слонов 6 же, наверное, да? Ну, один из возможных. Роман Авакян задает забавный вопрос. Кто сильнее, слон или Карлсон? Ну, ответ очевиден. Сильнее кит. Ясно, что сейчас Карлсон у нас демонизирует, сравнивает его и с компьютерными программами, и с могучими животными. Ну, на самом деле, то, что Карлсон – это живой человек, мы знаем не понаслышке. Это вопрос каналу «Дискаверы». Там часто изучают, кто сильнее, слон или кит. Да, слон или кит. Акула или крокодил там. Я видел неоднократно. Да. Я помню рассказ бывалого охотника, который видел в реальности, в живой жизни, то есть в дикой тайге, видел бой голодного медведя с голодным тигром в уссурийской тайге. То есть он сидел на дереве, как всякий уважающий себя охотник, сидел на дереве, и, естественно, боялся спуститься вниз. И просто видел, как под деревом не на жизнь, а на смерть за тушу оленя, ой, кто там водится, я уже забыл, конечно, в общем, за еду бьются голодные тигры и голодные медведи. Вот я обращаюсь к нашим зрителям. Угадайте с одного раза, кто победил – тигр или медведь. И присылайте ответы на наш скайп. Но, во всяком случае, в отличие от слона и кита, эти звери тоже реально могут встретиться между собой. Так что точно так же слоны или Карлсон мне тоже вряд ли когда-нибудь сойдутся в лобовом поединке. Так, а это пошел Ливон Аронян. Я просто думаю, кто же с такой скоростью прошмыгнул мимо стола, за которым сидит сейчас Свидлер. Но это Ливон. Судя по всему, преодолевает эти расстояния для того, чтобы размяться. Есть у Ливона такая манера. Он так немножко плечики откидывает назад, грудь вперед и начинает расхаживать по турнирному залу. Ну, полезно размяться, в конце концов, руки, ноги, чтобы кровушка... Вот он, вот, смотрите, бодрая походка хищника из Армении. Так. Вот он с интересом смотрит на доску, мол, куда же ты, родной, отошел? Да. Но тут куда ни отходи. Так, давай, Серёж, посмотрим, куда он пошел. Ну, дело в том, что ход у нас какой-то сделан. Да, мы просто его не видим. Ну, сейчас, когда у нас операторы на... На G7. На G7, да. Ну, отход ладьи на Е6 выглядит очень убедительным. Просто прямая угроза, да, и у чёрных... С другой стороны, можно пока не трогать ничего. А G4, F5 тоже ничего. Да, G4, F5 прекрасный ход. Но вот на G4 надо посмотреть, там А4 не проскочит пешка. Давай посмотрим. G4, А4. Допустим, F5, да. Или опять-таки ладья Е6 надо играть, чтобы не было ладьей F5. Вот G4, наверное, не для F5, а для ладья Е6 больше подходит. Ну, тоже, да, чтобы не было чёрных. А чтоб просто мат два хода грозит. Да, то есть, собственно, как защищаться, может ладья F8? Ладья F8, наверное, единственный, да? Так. Не знаю, F5-то тоже очень сильный, потому что там шаг на G6, ладья H7, ладья Е6 сдался. Сразу. Мне кажется, сетка просто шьётся. F5 сыграл. F5 как защищаться? А3, ладья, это идёт на G6, ладья H7 и ладья Е6. Да, вот так вот. Всё, конец, да. То есть, с чего стартовать, не так важно. Здесь можно... В общем, да, в общем, да. Ну, кстати, вот ещё одна из выигрывающих идей – это сыграть всё-таки ладья Е6. И потом на отход короля где-то слон F6 сыграть. Вот попробовать и так тоже задушить чёрных. Ну, тут видишь, вот ладья F5 надо что-то как-то изучать. Ладья F5, ну, допустим, G4. Давай посмотрим, что там. То же самое. Может, ладья BG5 что тут может смущать? Ну, я G5. Ну, понятно, что без качества здесь абсолютно спасения нет. Задумался сейчас. Ну, а как аля? Нет, ну, а как аля? Высоцкий прав. Во-первых, Владимир Семёнович Высоцкий в своих песнях всегда был прав. И вот Иван Алексеевич тоже прав, потому что, значит, битва закончилась победой одного из зверей. Я пока не говорю, какого. А потом с сосны слез охотник и убил победителя. Вот я вам могу сказать итог этой кровавой драмы. Так что ответ абсолютно верный от нашего зрителя. Но кто из зверей победил, на этот вопрос ещё ответ я не получил. То есть звери в полуфинале были? А, звери это был полуфинал, но в финале их ждал человек с ружьём, а против этого лома нет приёма. Так, ну что. Вот Ливон у нас откинулся немножко так на спинку стула. В этой драке двух хищников не обязательно торопиться, потому что 29 минут ещё есть на... Сколько там? На 10... Да какой на 10 ходов? У нас уже близко к контролю. Нет, 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 нет. Это так. Погоди, как 10? О, совсем три хода? Осталось три хода, ещё фишеровское добавление будет. Так что Ливон может... Потом, потом. Да, Ливон у нас может, как говорили герои кинокомедии, принять чашечку кофе, прогуляться, принять ванну. В общем, это комфортная ситуация. Но тут важно не слишком уж расслабляться. Надо всё-таки напрячься и найти чёткие пути. Раньше у Ливона было такое, он шлёпал в выигранных позициях, иногда они потом не выигрывались. Ну, конечно. Я помню, шишеровую партию там было совершенно выигрывало. Он что-то забыл, шлёпнул. Потом ещё было раз, потом он обещал, что он с этим будет бороться. И вроде бы поборол. Ты знаешь, мне кажется, ни у одного шахматиста, живущего на этой планете, не было такого, чтобы он всегда действовал очень-очень ответственно и грамотно. В Орлее просто расслабляется, как ни крути. Это просто неизбежно. Нервная система... 6-6 часов сидеть и пошли до концентрации. Да, он... Итак, Ливон сыграл ладья с Е7 на Е6. Надёжный, крепкий, солидный ход, к тому же содержащий угрозу матов два хода. Ну, всё под контролем. Всё здраво. Так что сейчас томительные ожидания начинаются, дорогие друзья. У нас такая неизбежная пауза в нашем репортаже, потому что вроде как говорить уже не о чем. Мы всё, я имею в виду, в шахматном плане, мы уже всё показали, всё рассмотрели. И сейчас можно только сопереживать чемпиону России, который на ваших экранах, вы сейчас видите, как он буквально грызёт себе пальцы. Потому что, конечно, ну что, это горе, это драма, это большая неудача. Да, вот на Аш-5, вот если сейчас смотреть позиции, которые мы после ЖАШ изучали, там ладья Е3 и всё прочее, там даже Аш-4 ещё ход. Это всё было очень тонко. Ну, это, во-первых, тонко, во-вторых, даже там, мне кажется, вот сейчас вообще пешек нет у чёрных. Конечно. Причём с самым прямым, прямой наводкой они это сделали. Нет, вот объясните, ход Петра А7 и А5 очень тяжело. Это какой-то нервный срыв. Это просто нервный срыв, потому что опровержение очень простое, элементарное и, главное, прямолинейное. Оно напрашивается. Возможно, Пётр просто морально уже не готов бороться, считает, что и так проигран, и так проигран. Ну, знаешь, тогда бы он здесь, наверное, не сидел так долго. Ну, во всяком случае, после ЖАШ надо было сопернику... После ЖАШ надо придумать, да. Да, всё, сдался. Пётр сдался. Дорогие друзья, наш очередной четвёртый день заканчивается. Один из фаворитов турнира Ливона Ронян одержал победу и, надо признать, значительно усилил свои турнирные позиции. Единоличным лидером, дорогие друзья, у нас остаётся Анант. Теперь пара преследователей немножко изменилась. Это Крамник и Ронян. Ну, в общем, главный фаворит этот турнир у нас находится в роли преследователей. А Пётр Свидлер, к сожалению, для его многочисленных болельщиков, сделал шаг назад. Но, тем не менее, шансы его не потеряны. Ну что, Сергей, подтвердилась твой тезис о том, что защиту Грюнфельда против сильных шахматистов вроде бы не надо было играть. Хотя, честно говоря, проблема была не в дебюте. Да, не в дебюте. Совершенно ни при чём. То есть Пётр как раз оказался очень хорошо готов в дебюте. Он уверенно пошёл на вот этот вариант. Мог 8 в конь d4 даже символический перевес, мне кажется, получить. Ну, честно говоря, это немножко его сгубило, что он слишком хорошо получил в дебюте. Поэтому пошёл конь d8 и начал играть на победу. А вот так бывает, когда у тебя много времени, у тебя хорошая позиция, и есть прямой путь к ничьей. И ты думаешь, хорошо, но у меня много времени, у меня есть такая фора, а почему бы не побороться за большее? Ну, конечно, когда в следующий раз такую получишь. И вот именно в этот момент соперник, ну, иногда совершаешь такой вроде бы мужественный шаг, но при этом подвергаешь себя колоссальному риску. Мне кажется, со спортивной точки зрения, когда у тебя чёрный цвет против одного из опаснейших соперников, ну, стоило всё-таки побить на d4 и во всяком случае сделать ничью. Сложно сказать. Не знаю. Ты знаешь, потом бы ты себя корил. Ты знаешь, пришёл бы, потом поставил на компьютер, увидел, что везде лучше, куда не плюнь. Я думаю, что Свидлер и без компьютера, в общем, понимал всё-таки, в том числе и опасность в своё положение. Вот уверен, что на его месте не только Анант, но и Крамник побил бы на d4 и играл бы именно так. Ну, честно говоря, Крамник чисто любив, когда он уверен, он может и не побить. Другое дело, что если бы он оценил, что не лучше у него, то побил бы. Но если бы он считал, что лучше... Ну, вот это здесь есть стилистические особенности у игроков. Дело в том, что, может быть, немножко план получил Пётру неудачный. То есть коня на d8, после чего он выйти нормально уже не мог. Попадал под пешки всегда. Ну да. Возможно, конь b8, конь d7, с точки зрения, может быть, получше было. Поскольку потом он просто взваивался по линии c, но Роняна удачно увёл слона на один, поставил ладьи по центру и двигал пешки. Ничего такого сверхтонкого он не делал. Ну, сказать, что больших сюрпризов не было. Да, то есть это было очень очевидно. Так, дорогие друзья, сейчас, конечно же, у нас будет пресс-конференция. Последний вопрос, на который я не ответил. Уважаемый Сергей И, во множественном числе, хотел бы у вас спросить, если бы вы стали президентом ФИДа, что бы вы сделали в первую очередь? Ну, мы с Сергеем берём этот вопрос в качестве домашнего задания. Мы сегодня вечером, завтра утром подумаем, что бы мы сделали, быть у нас волшебной палочкой, и если бы у нас была абсолютная власть в шахматном мире. Давай вот я отвечу на следующий вопрос. Отвечать на вопросы, которые касаются, не касаются турнира конкретно президентов, честно говоря, не очень хочется. Ну, а я отвечу. Завтра я отвечу. Завтра ты ответишь. Ты с него начнёшь. Здравствуйте. Как вы считаете, почему Владимир Крайник перестал применять русскую партию? Ну, вот я как бы считаю, что сейчас много, не только Владимир Крайник, перестали применять русскую партию, кроме китайских шахматистов в основном, потому что слишком хорошо стоит берлинская защита в испанской партии. Слишком уж хорошо она стоит. Ну, это вопрос сравнения, да. Просто зачем играть русскую партию, где много непростых вариантов? Да, на русской партии ничего страшного не произошло, с той поры не нашли там нигде белый перевес, но у них есть приятный выбор, а, к сожалению, теория русской партии, наверное, самая большая по теории, скажем так, защита, которая существует, больше всего там теории. И запоминать её стало просто невозможно. Ну, мне так кажется. И надоело это делать Владимиру. Тем более, что берлинскую защиту можно играть рукой. Он там много анализировал, он понимает какие-то тонкости. Русскую партию, сколько они анализируют, там нет тонкости. Там или сразу ничья, или чёрные получают очень неприятную позицию, скажем так. Тем временем у нас начинается пресс-конференция. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Сегодня для вас работали Сергей Шипов, Сергей Рублевский. Слушаем пресс-конференцию. И до новой встречи завтра в тот же час, 13.00 по Москве. Встретимся на пятом туре. До свидания. Пресс-конференция. 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 Ну что ж, в этой позиции Петр говорит, что ранее играли ферса 6. И, вероятно, уже проигран, но у чёрных здесь очень тонкая грань между тем, как нужно играть, чтобы не проиграть просто форсированно. Ферса 3 – это новинка. Но Левон также отметил, что этот вариант он не очень много смотрел. Поэтому для него это было некоторым сюрпризом. И, вероятно, есть много интересных движений здесь, но я чувствовал, что, может быть, это звучит смешно, но в безопасности, в то же время я гарантирован, чтобы получить место, чтобы идти в эту позицию. Да. Есть очень много интересных ходов, и, вероятно, самый безопасный путь, где мне гарантирована какая-то игра, это вот эта позиция. Да, есть, наверное, три очень хорошие возможности для этого позиции. И, вероятно, без того, что это очень важно, Б7 является очень важным, но я знал, что black должен держаться. И, вероятно, после К7, основной льда не не Ней-Тейс-Г7 и БЩ-Ц3, но еще что-то. Я имею в виду, что в моем случае, когда я получил это позиция, я, в общем, у меня был выбор. Я знал, что не я думал, что я лучше, но я знал, что я хорошо. И, вероятно, здесь, принципиальная выборка, это, в общем, между 9-8 или 97, я не знаю, что лучше, но 98 выглядит более натурально. И, да, и Ней-Тейс-Г4. Это большая выборка. Я могу выбрать на Д4. Ну, что ж, перед взятием на F7, вообще у белых есть три довольно неплохих возможности. Ну, как минимум три. Как минимум три. И сломит F7, конечно, это очень принципиальное продолжение. Петр отметил, что он знал, что после этой жертвы черные держатся. Вариант с конь G7, это не основная линия, на самом деле. И в этой позиции, опять же, у черных не лучше по оценке Петра, но он точно помнил... Ну, не по оценке Петра, естественно. Таких по оценкам Петра не имеет значения. По оценке компьютера, естественно. Оценка Петра, в общем, здесь, как бы, ни при чем совершенно. Ну, в общем, у меня было бы пойти комбит Д4. Ну, и, скажем, вот такая позиция. Ферзь Д4, Ферзь Д4. Sorry, I switched to Russian. Basically, I could go for a position like this, and it may sound a little bit funny, but I actually believe I'm slightly worse here, because the pawns on a7 and b6 are very hard to push, and when one pair of rooks comes off, I think, honestly, I felt I was slightly, very slightly worse here. Not, I mean, I should be making a draw, of course, but I don't think, I don't think it's completely equal. So, the choice was either to do this, or to play 9d8, and enter some kind of a completely crazy position in which anything is possible. If you permit, I'll just show one line. It was a very interesting line if I wanted to play Qa4, and if black tries to be clever and push his pawns, this is what I calculated. At one moment, I was kind of terrified, because I felt that I have, I have blundered. Whoa. You know, during the game, I saw this, and I thought, rook d4, knight d3 made. So, I was kind of terrified. I thought, I cannot really do this, so I have to take on d4. This is like in Zurich 53, in the book, where basically with a king on a3 and a pawn on f3, somebody was planning to play rook d3 and protect against a check on c3. Anyway. I can't even read it. I can't even read it. A little bit. It's almost difficult. We have to be told. I can even read it. We have to go over. We have to tell you. It's a very interesting thing. But L'eva showed a theory of the idea that he was in the panics, because he thought, что на ладе d4 шах, в ТПЦ черные могут пойти коней 1d3 мат. И это я вспомнил, что мне кажется, что в турнире международном 53-го года в книге описывается ситуация, в которой в варианте дракона, там возникает позиция белых король на а3 и пешка на f3, и черные, или конь на f3, и черные ходят ладе c3 шах, и следующим ходом, казалось бы, съедают коня, и белые собираются в ТПЦ ходить ладе d1d3, защищая и короля, и коня. И только когда дошли до этого места, поняли, что защищать короля по правилам не очень разрешено, и, как бы, проблемы. Но так или иначе, можно было, конечно, пойти на этот тенншпиль, и понятно, что он объективно должен держаться, но я продумал минут 40 и сказал себе, что, ну, в этом смысле трус не играет в хоккей, грубо говоря, что у меня все-таки лишняя фигура, и я определенно, форсированно здесь не проигрываю, и поэтому ходить в конь d4, потому что мне не очень, как бы, легко играть после коня d8, это решение, как бы, не принципиальное. Не один раз пожалел потом об этом в процессе квартии, естественно. Позиция после ферзь b3 очень сложная, опять же, конь e7, я даже не будем касаться хода конь e7, хотя он тоже, в принципе, первый раз разумный. После ферзь b3 этот миллион возможных придет, такая была очень смешная возможность, не знаю, смотрел ты или нет, взял-взял конь e6. И, как ни странно, не так легко защитить эти пешки, если я вызову ход e4, e5, у меня, видимо, будет громадный перевес. Но в конечном итоге какой-то был вариант, в котором ты мог напасть на пешку a7, типа, может быть, ладья b4, ладья d8, и здесь ферзь может быть a1, как-то так. И, видимо, это нехорошо для черных. А, конь e4, ферзь a7, конь e2. А, ну вот я не знаю, не посчитать, что это было как следует, такая была возможность. Но в конечном итоге я решил, что все-таки, если я введу обе ладьи в игру, то мне остается сделать, ну, буквально, там, если я поведу ладьи с 84, комфортно. Да, мне осталось полхода сделать, и компенсация, конечно, будет, но понятно, что учерный должно быть хорошо. Не надо на нас... Yeah, I'll translate all this, so. The key points, yeah. No, basically, the choice for me, I thought for about 40 minutes here, and finally, the choice came down to see whether I want to make a draw, whether I want to play a game, потому что вы не победите в этом турнире, если вы получите интересную позицию, несмотря на то, что я сделал в первую очередь, и может быть потому, что я сделал в первую очередь. Поэтому я просто думал, что я должен играть, потому что это интересная позиция, и я не уверен, что я не уверен, что я не уверен. И, конечно, я мог бы regretать это позже. И после my d8, Qb3, есть много, много интересных options для брака. Например, Рc3, Qc3, 9e6 это интересная идея, я не знаю, что это хорошо, но это было бы так, что я не уверен. Я не уверен, что это работает tactically, но это действительно было бы так. И, наконец, я settled на Рc7, Б1, Рc8, feeling, что я более-менее, что я думаю, что, если я беру Рc4, или Рc2 и Рc4, это идеальная line, но даже если я просто беру Рc4, я должен быть хорошо. Но, и определенно, я никогда не буду быстрее. Г5. Первое, мой план был пленать Qe7. Но это очень ухудшительно. Эли это, в основном, что я не помню. Я подумал, что я смогу выбрать Qe7, и мы просто играли. Но после Qa4 чек, это становится очень, очень сложно, Ну что ж, Петр предполагал, что он сыграет ферзь e7, но после ферзь e4 очень-очень неприятная позиция получает. Это очень странная позиция, потому что, знаешь, я бы хотел играть queen d7, но теперь queen takes a7, и бишоп d5, и d5, который я бы не хотел сделать. Я бы хотела сыграть ферзь e7, но тогда ферзь бьет a7, и вскрытый шаг появляется. И rook d7 is a very ugly move, I simply don't want to make, because the rook has to be on c4. Ужасный ход, некрасивый, который я бы хотела сделать, потому что ладья должна быть на c4. Да, и здесь угрозы на каждом ходу, буквально, король в 8, это не то, чего бы я хотела. Which is why I played queen d7, and once again, I mean, if I get rook c4, then I should be fine. But queen b2, and I think maybe the biggest mistake I made in this game, apart from not taking what we call a drawn move 27, is playing queen e7, not queen f7 here. I think I should have gone queen f7. Ну, я думаю, что здесь, на самом деле, огромную ошибку я сделал, не сыграв ферзь e7, а сыграв ферзь e7, это вторая большая ошибка. I thought I would repeat the move. Queen g3. А, нет, это играет для меня, да. Я видел это д6, но теперь я забыл это опять. Но почему я... Я сделал д5. Да, но даже если, скажем, я делаю что-то вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может быть я держу здесь, но издалека очень тяжело увидеть это. Я думал, что Петр говорит, что ему казалось, что здесь просто лучшая, и что все у него по контролю, но ф4 это очень сильная идея. Я думал, что лучший ход слон д4, но тогда я просто беру на ф7, ткд6, и я должен быть держаться. Я думал, что лучший ход слон д6, это довольно глупая, но я думал, что лучший ход слон д6, но после д6 закончился. Игра после д6. Это было немного другое, к моему идее. После РКf7, РКd6, может быть, как Лев показал, потому что это я не видел. Это, по-моему, это немного ужасно. Но я должен был играть... К7 выглядит так необычным, что я не провел много времени на этой позиции. Это не естественный ход, что я долго не думал об этой позиции. Он выглядит просто ужасно, поэтому это даже не рассматривал. Это гораздо более сильный ход. После Ладья 1 нет мгновенной угрозы, потому что у слона нет полей, я могу Ладья ц8 сыграть, например. Я чувствовал, что, может быть, если вы выиграли РКЦ1, вы ожидали РКа1. Это было бы то, что я чувствовал. Нет, но в общем-то, я просто думал, что Кей-8 был единственным движением, так что я думаю. И после Кей-8, РКЦ1... РКЦ1 тоже очень сильный, я думаю. Но после РКЦ1, я полностью тянусь, и я не уверен, что я могу спасти эту позицию. Я думал, что после РКЦ1, БЦ8, он будет уничтожить. РКЦ6, да. Я думал, что, может быть, черные смогут за РКЦ1. Да, и здесь, в общем-то, я чувствовал, что я должен быть хорошо, потому что я чувствовал, что Д6, КГ8... Мне кажется, что я получил все в порядке. И мне было время, чтобы понять, что я не вредил БД5. Я думал, что после х4, я буду играть БД5. Но, в общем-то, РКЦ8 или РКЦ7... Я думал, что я угрожаю РКЦ5 после какого-то хода. Но оказалось, что это не угроза. И все-то варианты не может отстать. Но это важно, что Леон отмечает, что после ЛКЦ8, ЛКЦ5 будет играть. И, в общем-то, я понял, что... Я понял, что... Я понял, что... Я не уверен, что эта позиция держится. Я думаю, что это может быть не так. Я думаю, что это не так. Я думаю, что она не может быть в этом. В этот момент я понял, что не могу особо ничего сделать. И, вероятно, она уже не держится. По крайней мере, очень неприятно, добавил Леон. Это очень интересная партия и, вероятно, очень важная теоретически. Но, похоже, я продолжаю... Я выбираю не те моменты, когда нужно действительно идти на большую борьбу. Леон, как вы оценивали позицию после этого 98-го? Я думаю, это был один из ключевых моментов. Один из ключевых моментов после ЛКЦ8. Как вы, Леон, оценивали позицию? Ну, у меня пешка за фигуру. Обычно это не очень хорошие новости. Но я чувствовал, что Петр проводил много времени, и я чувствовал, что он знает позицию, но, возможно, он не чувствует так комфортно, как он был раньше. Петр потратил очень много времени, и я чувствовал, что он знает позицию, но, при этом, наверное, уже ему не столь комфортно, как было ранее. Ну, я смотрел, чтобы играть правильные движения, и я не волнуйся, конечно же. Потому что быть не знакомыми, это всегда тяжело против игроков Петера. Играть в незнакомой позиции против сильного игрока всегда довольно хитрая такая вещь, поэтому я просто старалась найти лучшие ходы позиции. Есть ли вопросы? Можно. Вопросы в позиции, как у меня 1-5 шапки, 1-D7, 1-D7, 1-D6, 2-D6. Рассматривали любой промежуточный ход, естественно, компьютер указывает слонов 6. Да, очень красивый ход. Да, очень красивый ход. Да, это очень красивый. Да, надо было внимательнее смотреть. Да, это очень красиво, и я должен был посмотреть на это более внимательно. Я был просто счастлив, чтобы наконец-то отграть фигуру. Так что я не взглянулся на какие-то другие вещи. Петру, я не знаю, может, продолжение курса не очень приятных вопросов, сравнивая этот турнир с Лондоном, невольно строишь какие-то параллели и вспоминаешь, что не очень приятную партию с Гельфудом, после которой последовало не очень приятное поражение от Карлсона. Можно было бы как-то немного сравнить вот эту психологическую обстановку и выразить надежду, что выход из этой психологической обстановки будет несколько другим, нежели в Лондоне. Ну, там есть параллели с Лондоном. Кандаис турнир в прошлый год, когда, после того, что не очень приятного игра с Гельфудом, вы победили к Карлсоне. Так что, вы можете выяснить о психологическом ситуации и, если есть успех, чтобы вы получаете от этого ситуации лучше, чем в Лондоне? Ну, я бы хотел бы начать с этим вопросом, и это то, что я хотел бы услышать сейчас, и это очень приятная вопроса, чтобы выяснить. Да, конечно. Во-первых, хотелось бы выразить благодарность за такой вопрос, конечно, сейчас отвечать на него, это именно то, что я хотела услышать. Конечно, да, есть параллели, и надежда всегда есть, и турнир еще не закончился, никто не умер, но параллели есть, да. Есть ли еще более вопросы, скажем так, приятные для игроков? Да, у меня есть вопрос к обоим игрокам, на первую очередь к Ливону. Вы говорили, что в выходной день будете играть в футбол. Удалось ли вам это сделать? Если нет, то чем вы занимались? И к Петру, как он провел свое свободное время тоже вчера? О футбол вы ничего не говорите. В футбол я играл позу вчера, а вчера мне удалось сыграть большой теннис. Так что очень хорошо провел. Я не делал ничего особенного вчера, просто у меня был день расслабления, день отдыха. Спасибо большое за ваши комментарии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.